И, несмотря на то, что было много изменений, она, тем не менее, состоялась. Мы приветствуем всех участников, и слово предоставляется Ярославу Владимировичу Василькову. Дорогие коллеги, слышны ли меня? Да. Да? Дорогие коллеги и друзья, я рад приветствовать и наших традиционных участников, и тех, кто первый раз к нам присоединился, и тех, кто когда-то давно участвовал в чтениях, но потом долго не приезжал в Петербург. А теперь вот этот новый формат дал им возможность присоединиться к нам опять. И это замечательно. Казалось, еще совсем недавно, что в этом году из-за этой злосчастной эпидемии конференция наша не состоится. Но тут на помощь пришли нам современные технологии, наши коллеги, которые с ними хорошо знакомы. Это Розанна Владимировна Псху, это Андрей Всеволодович Парибек, и помогавшие им Марцис Юрьевич Гасунс, и Ангелина Дмитриевна Буреева. От меня, и я надеюсь, что от всех вас, огромное им за это спасибо. Единственное, что я скажу в качестве вступительного слова, да, собственно говоря, все это уже сказал. Я не стал отказываться, когда организаторы мне предложили поставить мой доклад первым, потому что тематически он не вписывался просто ни в одну из наших панелей, ни в одну из наших традиционных секций. Если бы еще было хоть пара докладов, то это можно было бы объединить под рубрикой «Россия и Индия» или что-то в этом роде. Но поскольку таких докладов больше нет, то вместо длинной вступительной речи я просто и зачитаю этот свой доклад. Если возникнут вопросы, лучше пишите их в чат. Время останется, я отвечу устно. Если не останется, отвечу письменно. Итак, я попробую сейчас включить свою презентацию. Так, я также сделаю показ слайдов. Вы видите во весь экран этот слайд, да? Нет. Нет. Не во весь экран? Ну сейчас мы... А, просто, мне никак не попасть на показ слайдов. Что же с этим делать? Ну ладно, так тоже сойдет, я думаю. Да, хорошо. Ну хорошо. Четверть века назад, в середине 90-х годов, я уже делал доклад на эту тему и опубликовал статью. Но недавно мне захотелось снова вернуться к этой теме. Прежде всего, выяснить, а что, собственно говоря... Да, и доклад, и статья, там речь шла о чем? О том, что индийская притча о человеке в колодце составляет такой смысловой стержень произведения Толстого, известного под названием «Исповедь». И второе, что завершающий этот текст, эту «Исповедь», «Сон Толстого» является такой своеобразной, интересной трансформацией той же самой притчи. А вернулся я к этой теме вот потому, что мне захотелось узнать, а что же думают об этом, и об этой притче, и об этом сне специалисты по Толстому. Они называют себя толстоведы. И вот я, надо сказать, прочитал, надеюсь, все, или почти все, что по этому поводу написано в нашем толстоведении. Попутно выявился ряд интересных новых фактов. И вот теперь я хочу изложить все это вместе. Лев Николаевич Толстой в середине, простите, своего жизненного пути, вот как раз тогда, когда он был изображен примерно на этом портрете, внезапно, очень остро ощутил, осознал конечность своего существования. И в результате сама жизнь открылась ему, как вот его словами, зло и бессмыслица. Он прошел долгий путь сомнений и поисков, и в конце концов нашел выход в вере. Первое произведение, которое он написал после того, что он называл новым рождением, и была вот эта самая исповедь. Это описание проделанного им пути от отчаяния и неверия к вере. И начал он, естественно, с описания испытанного им вот этого ужаса перед неизбежностью смерти, когда все блага мира показались ему таким усыпляющим обманом. И эту ситуацию он удивительно полно и точно выразил, передал словами древней притчи, которая, это индийская притча, которая всем вам хорошо известна, потому что она есть и в брахманских, и в буддийских, и в джайнских источниках. Коротко говоря, сейчас я попробую поставить слайд. Коротко говоря, в этой притче на путника нападает разъявленный зверь. Убегая, путник падает в колодец, или высохший колодец, или в яму, но хватается за корень дерева или за ветку и висит над этой ямой. На дне колодца дракон, готовый его пожрать. В индийской притче в оригинале там еще по сторонам, по стенам колодца этого, четыре змеи ядовитых, которые тянут к нему свои жало. Белая и черная мыши грызут корень или ветвь, на которой он висит, и вот-вот он сорвется в пасть дракона. Но с вершины из пчелиного улья падают капли меда, и человек ловит их языком или лежит с листьев, и сладость эта заставляет его забыть о неизбежной скорой смерти. Эта притча дает Толстому прекрасную возможность описать свое тогдашнее состояние. И он пишет. Так и я держусь за ветки жизни, зная, что неминуемо ждет дракон смерти. И я пытаюсь сосать этот мед, который прежде утешал меня. И я пытаюсь... А, простите. А белая и черная мышь день и ночь подтачивают ветку, за которую я держусь. Мед уже не сладок мне. Я вижу одно неизбежного дракона и мышей, и не могу отвратить от них взор. Те две капли меда, которые дальше, дольше других отводили мне глаза от жестокой истины, любовь к семье и к писательству, которое я называл искусством, уже не сладки мне. И для дальнейшего нам важно еще, что Толстой дальше классифицирует людей по их поведению в этой общей для всех ситуации притчи по их поведению в этой общей для всех ситуации. Первая категория – это люди, не желающие или не способные знать, что жизнь есть зло и бессмыслица. Они не видят ни дракона, ни мышей, а лишат капли меда. Второй выход – это знать, а нет, простите, второй выход – это эпикурейство. Зная безнадежность жизни, не смотреть ни на дракона, ни на мышей, а лизать мед самым лучшим образом, особенно, если его на кусте попалось много. Третий выход – самоубийство. Тогда Толстому казалось, что это самый достойный выход. И четвертый – это выход слабости, понимая зло и бессмысленность жизни и продолжать тянуть ее. И себя Толстой причислял именно вот к этой категории – слабых людей. Не только первая половина текста «Исповеди», но и черновики Толстого к этой книге содержат много отсылок к этой притче. Даже в самом первом наброске плана будущей книги среди вот нескольких буквально узловых моментов один обозначен как ужас путника. Это явно, конечно, относится к притче. Есть свидетельство того, что притча была в сознании Толстого задолго до начала работы над исповедью. Ну, в одном из черновиков он прямо пишет, что когда писал, когда я писал, кончал свою книжку Анна Каренина, отчаяние дошло до того, что я ничего не мог делать, как только думать о том ужасном положении, в котором я находился. И, судя по всему, это отчаяние уже тогда было в его сознании связано с образными притчей. Для меня стало неожиданным откровением знакомство с работами Галины Яковлевны Галаган, петербургского, ленинградского еще литературоведа, специалиста по Толстому, которое очень убедительно показало, что образность притчи существенно повлияла на самый замысел романа. В Анне Карениной получили образное воплощение, в частности, все четыре вида реакции на ситуацию притчи из исповеди, которые я только что упоминал. Это, во-первых, путь неведения Каренин и Вронский, это путь эпикурейства Стива Облонский, это путь силы и энергии, это Анна, которая совершает самоубийство. И, наконец, путь от слабости к прозрению, это Левин. Левин, как известно, это, так сказать, рэго самого Толстого. И Галаган пишет, внутренне друг с другом соотнесенные эти пути жизни определяют социально-философскую направленность романа. И она прямо связывает эти четыре пути жизни с притчей. Об изменении в ходе романного действия жизненных позиций Каренина и Вронского в ее работе сказано, чувство Анны разрушает все удобства неведения обоих героев, заставляет увидеть и дракона, ожидающего их на дне колодца, и мышей, подтачивающих куст, за которые они держатся. И мировоззренческую кульминацию романа «Предсмертный монолог Анны» Галаган тоже связывает с притчей, видя в нем художественно воплощенный синтез философской проблематики той части исповеди, которая строится на сцеплении ощущения зла и бессмыслицы жизни и условно-символического уподобления ее физиологической потребности в сладости. Вот эта сладость все время возникает и в монологии Анны, и в других местах романа. Все это позволяет заключить, что, вероятно, именно размышления нашей индийской притчи дали первичный толчок к созданию исповеди. Но давайте вернемся к самой нашей притче. Как она попала к Толстому? Каково ее происхождение? Каков главный смысл? В библиотеке Толстого в Ясной Поляне есть экземпляр пролога. Это собрание поучений и отрывков из житий святых на каждый день года. И закладка Толстого в книге лежит как раз на нашей притче. Это день 19 ноября, день святого Варлаама. А другая закладка лежит на житии Иоасафа царевича индийского. Ну, то есть, ясно, что Толстой, конечно, знал, что это индийская притча. И ясно, с другой стороны, что в пролог она попала именно из поиски о Варлааме и Асафе. Из текста, который широко разошелся по христианскому и мусульманскому миру. Создан он был, как в свое время очень убедительно показал Владимир Кириллович Шохин в Индии индийскими христианами. Но это не означает, что притча имеет христианское происхождение. Есть основания считать, что она была известна в Индии до начала нашей эры. Но, в раннем слое языка и стиле Махабхараты есть пословица несколько раз употребляемая, которая гласит «Тот, кто видит только мед, не сознает опасности падения». Ну, ясно, что имеется в виду как раз эта притча. А это уже, ну, это заведомо первые века до нашей эры. Возникает вопрос, как же сформирован этот образ притчи, такой яркий, сильно воздействующий и запоминающийся. Может ли это быть искусственно построенная аллегория, специально вот созданная, чтобы проиллюстрировать конкретную идею религиозную. Но вряд ли искусственная аллегория могла вот так сильно воздействовать на людей разных культур, разных религий и распространиться от Тихого океана до Атлантического. Направление, в котором следует искать ответы на вопрос о происхождении и притче, очень давно указал, что бы вы думали, Якоб Гримм, основоположник, можно сказать, такой сравнительной фольклористики и мифологии. В своих работах он сравнил центральный образ притчи с древнегерманским мировым древом. Так, это мы пропускаем. Ага, вот оно. С ясенем и гдрасем. У корней которого лежит мировой змей, по четырем сторонам стоят олени, грызущие кору его, и с вершины его подают капли меда. Змей грызет корень дерева, белка делает тоже с ветвями. В восточной притче, знакомой Гримму по переводам Варлаама и Асафа, а также Калины и Димны, он видел фрагмент, возможно, искаженный древнего мифологического образа. Если мы идем дальше в направлении, указанном Гриммом, то мы видим, что источником образа притчи является архаико-мифологическая картина мира, присущая разным культурам носителей индоевропейских языков и по-видимому их общим предкам про-индоевропейцам. В центре вселенной мировое древо. На его вершине источник обновления жизни, живая вода. Это индийская амрита, это мед, или мед, мадгу, или это сладкая ягода, или это золотые яблоки и так далее. Здесь же часто птицы или пара птиц. По сторонам дерева четверо животных. В скандинавской мифологии это олени, в индийской это змеи, на гарадже, как вы знаете. У подножия это змей или дракон. При корнях дерева у индийцев в нашей притче это мыши, у славян например бобры и так далее. Этот мифологический образ сейчас мы найдем еще один слайд. этот мифологический образ мира у народов Европы нашел воплощение в специфической ритуальной конструкции, которая использовалась в обрядах календарного цикла, но прежде всего в весенних, почему она и называлась майским деревом. Основным элементом ее выступал столб, очищенный от коры и сучьев ствол дерева. Через вершину на него часто надевалось колесо или венок, которые подвешивали в горизонтальной плоскости. На самой вершине помещались символы обновления жизни или изобилия. Это была там либо корзинка с плодами, либо колбасы, бутыль вина и так далее. движение движение осуществлялось в двух направлениях. Во-первых, по вертикали участники состязались в лазании по столбу с опримещенными на вершине вот этими символами обновления жизни. Второй вид движения круговой по ходу солнца. Участники водили хороводы вокруг столба, а иногда держась за веревки, прикрепленные к подвижному колесу на вершине, кружились вокруг столба, как на карусине. В сельской Индии описано много обрядов, но во всем подобных этому майскому дереву, и часто они приурочены к весеннему равноденствию. Специфика Индии сказывается в том, что там уже на вершине не вино и колбасы, а, например, кокосовый орех или кулек со сластями. Эти символы обновления жизни являются объектом вертикального движения вверх по столбу, ну, как на этом слайде, то есть на этой картинке, и это движение по столбу носило состязательный характер, то есть состязались в разные члены общины. В других случаях на столб восходил представляющий общину жрец. Его там подвешивали на веревке, либо он сидел в петле при этом, либо его цепляли крюком который вонзался в мышцы спины. Цепляли к одному из концов поперечной подвижной перекладины и его ассистенты, так сказать, орудуя другим концом поперечины, сидя на специальной площадке или земли, оборачивали его вокруг вершины столба. И после этого сельский старейшина ему вручал кокосовый орех со сладким соком внутри один из символов амриты. В восточной Индии и не только в восточной и центральной и южной тоже распространен вот такой обряд Чаракпуджа, когда вокруг столба вертится несколько участников, подвешенные на крюках, цепляемые за мышцы спины. Участник, который проходил через этот обряд, в награду получал кокосовый орех или подслащенную воду, опять тоже символ этой живой воды. Обряды эти, несмотря на то, что они часто встречаются у племен сейчас, но по происхождению они индоарийские, безусловно, и они засвидетельствуют ведийской традицией, потому что, например, обряд регулярного обновления власти царя ведийский в Аджапее, то есть вот это испевание жизненной силы, собственно говоря, это точно такой же обряд, и, видимо, он происходит именно из календарных обрядов. Царь поднимался по лесенке к вершине столба, обращался каким-то образом вокруг ее и приобщался разного рода символам изобилия и обновления жизни. Цель обряда ясна, это символическое вкушение на вершине мира живой воды, вот Амрита, дающий силы царю на новый период правления. В ранних упанишадах образность, связанная с мировым древом и его вот этой репрезентацией в ритуале, используется для описания мистического восхождения к божеству иногда. Появляется в частности образ человека, который в поисках высшего знания вестит на дереве под источником Амриты или меда, или младху. Образ имеет возможно какую-то протеиндоевропейскую основу. Во всяком случае он очень напоминает образ скандинавского Одина, висящего на мировом древе ради обретения знаний рун. А знание рун это в общем понятие, я бы сказал, параллельное и иногда взаимозаменяемое с другим понятием медпоэзии. Но возвращаясь к индийскому этому образу, надо сказать, что мы видим, что на раннем этапе развития индийской религии мыслители пытались вписать вот это новое открытое высшее начало, конечную реальность Брахман в архаическую картину мира, то есть помещали его куда-то там на вершину мироздания. Но в ходе развития религиозной мысли сформировалось представление о Брахмане как о трансцендентной реальности. Параллельно и в буддизме его высшая цель нирвана оказалась вынесенной за пределы сансарного мира. В текстах буддизма и раннего индуизма появляются прямые призывы к разрушению сознания адептов архаического образа мира. В Махабхарате, например, в Гите, Ивану Гите можно встретить описание мирового древа, за которым сразу следует призыв срубить его острым мечом знания или срубить его мечом непривязанности. Вот в ряду этих призывов уничтожить сознание архаический образ мира стоит и наша притча о человеке в колодце. В ней высшая ценность древнего мировоззрения, источник обновления жизни на вершине мира подвергается отрицанию. круговорот жизни во Вселенной, который был призван стимулировать древний ритуал, то есть, простите, стимуляцией которого служил древний ритуал, представлен как ловушка, как капкан, цепь мучительных перерождений, из которой надо выйти. То есть, вот запомним, что замысел мессендж, я бы сказал, индийской притчи о человеке в колодце, состоит в отрицании древней мифологической картины мира. И вернемся теперь снова к исповеди Толстого. Через три года после написания исповеди, перечитывая текст при подготовке к печати, Толстой не мог не ощутить дисбаланса между первой частью сочинения с исключительно сильным по своему воздействию эмоциональному образ притчи и второй частью его, второй частью исповеди, в которой он формулировал свое новое, вот это послепереломное мировоззрение и завершалась эта вторая часть подробной и очень рационалистической, я бы сказал, сухой критикой церковного православия, его догматики, его нетерпимости, его отношения к войне и так далее. И вот в тот момент, вероятно, перед Толстым и встала задача найти образ, который символически воплотил бы момент последовавшего за кризисом перелома, то есть обретения веры, и этот образ должен был бы по силе своего воздействия быть соразмерен образу притчи о человеке в колодце. и как говорил сам Толстой перечитав свое сочинение, он через некоторое время увидел сон. Этот сон, как ему показалось, настолько полный и глубоко выразил самую суть сочинения, что Толстой приложил описание этого сна к книге как новый финал. Во сне Толстой ощущает себя лежащим как бы на своей постели, но потом выясняется, что он лежит на каких-то веревочных помощях, то есть на этой веревке. Он шевелит ногами и эти помощи одна за другой выскальзывают из-под его тела. Я вижу, что дело совсем портится. Весь низ моего тела спускается и висит. Тут только я спрашиваю себя, где я и на чем я лежу. Я на такой высоте, какую я не мог никогда вообразить себе. Смотреть туда ужасно. И я чувствую, что от ужаса я теряю последнюю державу и медленно скользу по спине ниже и ниже. Еще мгновение и я оторвусь. Что же делать, спрашиваю я себя и взглядываю вверх. Вверху тоже бездна. Я смотрю в эту бездну неба и стараюсь забыть об бездне внизу. И действительно я забываю. бесконечность вверху притягивает и утверждает меня. Я также вешу над пропастью, но я смотрю только вверх и страх проходит. Я оглядываюсь и вижу, что подо мной, под серединой моего тела, одна помощь, и что, глядя вверх, я лежу на ней в самом устойчивом равновесии. Оказывается, что в головах у меня стоит столб, и твердость этого столба не подлежит никакому сомнению. От столба проведена петля, и если лежишь на этой петле серединой тела и смотришь вверх, то даже и вопроса не может быть о падении. Все это было мне ясно, и я был рад и спокоен. И как будто кто-то мне говорит, смотри же, запомни. И я проснулся. Вот, это, конечно, очень сильный образ. И он уравновешивает притчу, он ей функционально равнозначен. Но близость этих текстов не только в этом. Сходно описываемая ситуация. Человек висит над ямой или бездной, грозящей смертельной опасностью, и испытывает сверху некоторые воздействия на себя. Спасительное, то успокаивающее, простите, но в одном случае спасительное, а в другом усыпляющее перед неминуемой гибелью. В притче и в сне отражена та же последовательность психологических состояний, ужас, ожидание падения, гибели и успокоение, избавление от страха, приходящее сверху. сходство ситуации подкрепляется использованием в сне, в описании сна, ключевых слов, так сказать, из притчи. В одном случае висит, он висит, я вишу, держится, держусь, держава, оглядывается и видит, оглядываюсь и вижу, мыши, подтачивающие мою опору, точка опоры, на которой я держусь. Ну, тут очевидна связь. В том круге толстоведческих исследований, с которыми мне удалось познакомиться, почти нигде сон в финале исповеди не ставился вообще в связь с притчей в ее первой части. Его обычно рассматривали отдельно. Исключение составляют работы Елены, Елизаветы, простите, Николаевны Куприяновой, она работала еще в 60-х годах. Вот она в одной из работ назвала этот заключительный сон как бы продолжением плитча о человеке в колодце. Но тут надо уточнить, если это продолжение, то очень своеобразное. Два текста рисуют сходную модель мироздания с человеком в нем, но оценки того, что не сходит на человека с вершины древа или из бездны вверху, в них противоположны. Если в плитче это одурманивающее сознание и ведущее к погибели сладость, то в сне сверху приходит спасительная вера. Скорее можно сказать, что сон это трансформация притчи. И механизм порождения этой трансформации очень интересен. Сейчас еще один слайд найду. секретарь Толстого в 1907-1999 годах Николай Николаевич Гусев однажды его спросил «Лев Николаевич, вы действительно видели этот сон?» И Толстой ответил «Это действительно видел, это я не выдумал». И вот в этом наши толстоведы не верят Толстому. Они их можно понять, потому что они изучают художественное творчество. И как бы он не отрекался от билетристики, от писательства, для них все, что он пишет, это искусство. Это художественный прием. И они высказывают такие мнения, что, например, сон в финале это притча, которую Толстой искусственно создал по образу притч в древнерусской литературе. Или утверждают, что Толстой написал финал исповеди по образцу житийного жанра видения. Ну, я не буду вдаваться здесь в подробности, аргументировать, скажу просто сразу, что неверно и то, и другое. Просто они не хотят допустить, что Толстой мог и в самом деле описать свой сон. Но если мы обратимся к психологии творчества современной, то мы найдем массу примеров того, как решение сложнейшей научной или художественной задачи приходило во время сна. Такие открытия современная наука рассматривает в контексте общепризнанной уже последовательности основных фаз в креативном процессе. Сначала художник или ученый ставит проблему и предпринимает первые неудачные попытки ее решения. Затем решение проблемы откладывается. Человек занимается другими делами, отдыхает или спит, но при этом продолжается бессознательная переработка информации. Это называется инкубционный период. И потом наступает момент инсайта, озарения. Обычно из сна выносится ну как это они определяют термином фигура, некая фигура, неясный образ, который только после пробуждения, возможно еще в таком дремотном состоянии вербализуется уже и осознается и подвергается развертыванию снидроматическому. Неслучайно и Толстой, Гусеву говорил о снах, что они слагаются в момент пробуждения. И если так, то мы можем восстановить процесс, приведший Толстого к созданию сна в финале исповеди следующим образом. Перечитав исповедь, Толстой должен был сосредоточиться, как я уже говорил, на поисках образа, который с той же силой воздействия, что и притча, воплотил бы его душевное состояние, но уже после перехода от отчаяния к вере. Решение, по-видимому, долго не давалось, но неожиданно было найдено, даже, можно сказать, увидено в этом утреннем сне, а потом стал развертываться нарратив. Новый финал исповеди очевидно был вынесен из подлинного сна и представлял собой бессознательно произведенную, представлял собой в своей основе, конечно, такую бессознательно произведенную переработку притчи о человеке в колодце. Но переработку в каком направлении? Дело в том, что в сне по сравнению с притчей произведена полная переоценка полной инверсии ценностей. Если притча была отрицанием мифологической картины мира, то в сне Толстого сама притча подверглась отрицанию. Мифологический образ человека, висящего на древе, вкушающего неисходящую с вершины жизненную силу, оказался в общих чертах восстановлен. При этом Толстой отбросил всю экзотическую образность притчи и свел обстановку к набору простейших реалий сельского быта. Стол, веревки эти помощи, петля, в которой висит человек. Так что его описание как бы возвращает нас к наиболее примитивным формам архаического обряда. Можно только поразиться интуицией художника, которая позволила ему вжиться в переводной текст чужой древней культуры настолько, чтобы извлечь из него ту древнюю мифоритуальную схему и тот образ, от которых эта притча при ее создании отталкивалась. И я полностью присоединяюсь к точке зрения Александра Яковлевича Сыркина, который тоже интересовался и интересуется индийскими мотивами у Толстого и который на материале других произведений писателя пришел к выводу, что цитирую «глубинные пласты мифологического сознания и архаической обрядности неожиданно отражаются в творчестве писателя, в созданных им образах». Далее следует цитата из дневника Толстого «Главная цель искусства та, чтобы высказать такие тайны, которые нельзя высказать простым словом». Искусство есть микроскоп, который наводит художник на тайны своей души и показывает эти общие всем тайны людям». И последнее, что пишет Александр Яковлевич, «И границы подобного высказывания могут уже не зависеть от замысла художника». Ну, на этом я заканчиваю. Спасибо вам большое за терпение. Спасибо, Ярослав Владимирович. Пожалуйста, если есть вопросы, Марцис, передайте, пожалуйста, права организатора, чтобы я могла управлять. То есть, Розанна, есть только риск того, что сейчас, когда я передам, что оборваться стрим, да? Может быть, вы будете задавать вопросы, подняв руку в чате, либо, соответственно, попробуем включать микрофоны, кто хочет задавать. Может быть, попробуем включить микрофоны тогда, что ли? Да, давайте, вопросы у кого есть, пожалуйста. Плюс коже мне вернуться. Я боюсь исключительно за стрим. Я, 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 очень неровно дышат. Все понятно, как вы решили, да, вот, пожалуйста. Даня Владимирович, можно, можно, мне просто, не вопрос, просто немножко Ярославу Владимировичу сказать, пока вопросы начнутся. Ярослав Владимирович, здравствуйте, во-первых, я здравствуй. Здравствуй. свидетельствует, что его имя свидетельствует, что он найден в гнезде, он гнездовой, то есть легенда такая, что вот этого жреца, как ребенка, нашли на дереве, то есть вот такой образ есть в литовской металлогической традиции, и если в дальнейшей разработке, вот, жрец на дереве, то я просто, вот, мы можем списаться, и я тогда найду этот материал и представлю. Вот, все, дополнение закончил, спасибо. Спасибо, Витязь. Литовские материалы, они вообще всегда бесценны для эндоверапевтических разных сравнительных исследований. Спасибо. Пожалуйста, вопросы, комментарии. Пожалуйста, Татьяна Иосифовна. Спасибо, Слава, огромное спасибо, потрясающее, просто, просто откровение. А скажите, пожалуйста, дерево, растущее корнями вверх, имеет к этому какое-то отношение? Да, ну, в общем, это, да, это, ну, взаимозаменяемые образы. Собственно говоря, вот, в Хагавадгите там есть это дерево, которое нормально, нет, там, по-моему, как раз корнями вверх. Ну, в общем, так и по-моему, это все равно древо мира, это все равно древо мира, и все равно в этих ранее индийских источниках его требуется срубить. Спасибо. Пожалуйста, вопросы еще есть? Ярославу Владимировичу. Наталья, пожалуйста. Здравствуйте, мне очень приятно, я очень рада сегодня здесь быть. Спасибо большое вам, спасибо большое Натусу Юрьевичу, спасибо большое Ярославу Владимировичу. Всем-всем-всем. У меня такой вопрос. Фактически состояние, которое вы описываете, это состояние третья фаза сна. То есть, это переход от сна к реальности, когда человек начинает полуосознавать, то есть, включается его частично его какой-то элемент сознания, но он еще находится во власти, так сказать, сна. Это фактически йога нидра. Так получается? И второй вопрос. У других писателей, я вот сейчас впервые провела параллель, есть нечто подобное, в частности, у Милорода Павича. Здесь идет речь о перекрестных параллельных мирах. То есть, у Милорода Павича там показано два человека. Один, когда засыпает, второй просыпается, и он начинает действовать. И в тот момент, когда они пересекаются, оба умирают. Можно ли здесь провести такую параллель о том, что сознание каждого человека существует в параллельной реальности и проживает, соответственно, одновременно несколько жизней, находясь в параллельных реальностях? Имеет ли это какой... Может ли быть отсюда, что вы говорите, дерево, которое перевернуто корнями вверх? Если у нас дерево перевернуто корнями вверх, получается, что оно отражает, является отражением реальности. Вот можно ли с этой стороны сюда подойти? Не знаю, но на этот счет мне трудно что-нибудь сказать. Древо, которое растущее корнями вверх, это, собственно говоря, просто вот... это картина развертывания мира. Это просто... Ну, просто два взгляда разных на мир, вот это дерево, дерево такое и такое. Вот. А что касается... Мне трудно вот со второй части вашего вопроса дать, какой бы это ни было ответ или комментарий. Что касается первой части вот этого сопоставления этих разных фаз сна современной психологии и югической фаз сна в индийской традиции. Мне это пока не приходило в голову, это очень интересно, надо будет попробовать что-нибудь. Спасибо. Спасибо вам. Так, спасибо большое тоже за комментарии вопросы есть еще вопрос к Пожалуйста, Елена Петровна. В чате нет вопросов, я смотрю. Елена Петровна, включите, пожалуйста, звук. Марцис, включите, пожалуйста, звук Елене Петровне Островской. Секундочку, секундочку. Спасибо. У меня только восхищенная реплика, доклад великолепный, это, мне кажется, просто такое гуманитарное прозрение, которое одновременно является и вкладом в толстого ведения, и вкладом в психологию творчества. это блестящее, совершенно великолепное и глубокое эссе. Большое спасибо, Ирина Петровна. Владимир Ильич. Вам спасибо большое, Ирина Петровна. Спасибо. Спасибо большое. Еще есть вопросы? Пожалуйста. Я только тоже хочу присоединиться и сказать, что замечательный доклад, очень интересный. Спасибо. Спасибо большое. Так, мы не забываем отключать микрофоны марцистских. Ирина Петровна можно, наверное, если нет комментариев, больше отключить. Я думаю, можно научить просто самих включать и выключать звук, потому что так будет удобнее. У нас на компьютере можно использовать сочетание клавиш Ctrl-A. И если я не вру... Мы пробелом, я включаю пробелом. Когда держишь пробел, то работает микрофон. Точно, пробелом, да. Значит, я прошу, просто чтобы я не хочу никого-то влешать или назначать, пожалуйста, научитесь нажимать пробел на клавиатуре. Это дает и забирает голос. Март Сюрьевич, хорошо, давайте тогда мы перейдем, если нет вопросов и комментариев, мы перейдем к следующему докладчику. И в силу того, что, как я уже сказала, может быть, не все в курсе, неожиданно накануне практически отказались два докладчика. И мы были вынуждены в таком срочном таком темпе искать замену. Но поскольку желающих выступить на конференции было много, и вот вчера Владимир Кириллович Шохин прислал тоже заявку на конференцию. Так что проблем у нас не было. Мы взяли таких надежных людей, как бы организаторов, кто же более надежный, да, как говорится, чем сами организаторы. Поэтому сейчас слово предоставляется Парибку Андрею Всеволодчу с докладом о сравнениях в индийской философской литературе. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, я с того же компьютера, с которого была Розана Владимировна, чтобы не утяжелять зум, я не стал включать свой отдельный компьютер. Мы просто пересаживаемся из одного кресла в другое. Удивительно, что наверняка будет перекличка тем, объемлющим, так сказать, топоса темы Ярослава Владимировича, выступившего только что перед нами замечательным докладом, и тем, с тем, что собираюсь рассказать вам я. Ну, все мы, наверное, знаем, что в индийской философской литературе, ну, и, скажем, вероучительной литературе сравнений очень и очень много. Ну, и, ну, я могу сказать так, может удивлять, скажем, то, почему сравнения изобильно встречаются в том числе и в весьма рассудочно-интеллектуально выдержанных текстах зачем, так сказать, разбавляют разумный материал нарративным материалом. Ну, на это я могу предложить предварительный такой ответ. В общем случае, даже достаточно сложные концепции ориентируются на учеников, читателей, слушателей, которые, быть может, впервые входят в сферу абстрактной мысли на материале именно данного сочинения. Мы не знаем до сих пор толком, ну, или практически ничего, за исключением подобий созданных в поздних тибетских университетах, как строилось образование, учебные курсы, ну, где-нибудь там в наладе или в векромашиле. Ну, а поэтому мы это оставляем за скобкой и мы думаем, ну, вот, мыслим примерно так, кто пришел какой-то достаточно умный по потенциям человек, смышленый, но у него нет опыта абстрактного мышления, хотя он его может развить, ему излагают абстрактные концепции, он не очень понимает, и чтобы облегчить ему вхождение в эту новую для него сферу, используется сравнение. Ну, вот, пожалуй, так. Но до этого, до появления такого рода сравнений в очень, ну, так сказать, в профессорской литературе какого-нибудь преподавателя Наланды, какого-нибудь там Прожняка Ромати, например, мы встречаем сравнение и на самой заре индийской философской и гороучительной литературы, ну, скажем, в Упанишадах, и в дальнейшем я буду рассматривать ряд сравнений, обращая внимание на степень их продуманности. При этом окажется, что в зависимости от жанра мы встречаем как сравнения скорее броские, художественные, нарративные, которые имеют цель произвести сильное впечатление и заворожить, убедить заворожением, так и на другом полюсе мы встречаем сравнения, которые очень продуманы и рассчитаны на продумывание со стороны читателя или там слушателя и мы значительные части концепции усматриваем, внимательно относясь к данным сравнениям, хотя, должен сказать, вряд ли больше, вряд ли заметная часть европейских исследователей такого рода текстов дает себе труд внимательно отнестись к такого рода сравнениям и к их проработке и продумыванию, поэтому частично моя задача моего доклада такая, так сказать, пропедевтическая с призывом давайте обращать внимание на тонкости, давайте думчиво к ним относиться. Ну, сперва я рассмотрю два сравнения из Упанишад. Первое всем известное сравнение и предложенное богом смерти Ямой в Кардхово Панишаде устроение человека антропологическое с колесницей, где колесницы соответствует тело, индриям соответствуют кони, манасу возжи, возницы будды, то есть ум воля, ну и наконец атманум седок. Ну и это сравнение восходит к очень древним временам, потому что, конечно, стертые параллели встречаются, как хорошо известно, и у Платона, но ведь оно очень продуманно. Вот обратим внимание на следующее. В санскрите есть около десяти общеупотребительных слов для смысла тела, например, вапус, гатра, кая и некоторые другие, анга. Здесь употребляется шарира, а шарира это тело, которое может быть как живым, так и мертвым. И колесница может стоять и не ехать, она сама по себе не может ехать. И этим нам показывают тело, это не то, что может быть само по себе движущимся. Ну и добавим, впоследствии появилось такое значение у слова тела, как мощи, например, святых, останки. Вот колесница стоит в сарае, она ничего не может, а колесница едет, спрашивается, почему она едет? А потому что к ней соединена она с конями, а кони это индрии, и индрии, конечно, там не слишком расшифровано ямой, но это и не только джинянэндрии, и кармэндрии, то есть руки, ноги, или там зрение, слух. И вот тогда-то, когда индрии соединены с телом, тогда происходит движение, то есть поведенческое проявление человека. Ну и еще отметим в какой-то из ранних буддийских сутрах сказано, что один скептик говорит, что когда человек умирает, индрии рассеиваются в пространстве. Так вот, значит, далее Манусу соответствуют возжи. Что такое Манус? Обычно переводят Манус с трудом, ибо правильного перевода просто на русский язык и в европейской традиции нет. Манус это неразличение ума и внимания, это некоторый затакт процесса смысла обнаружения или смысла образования, когда я, некий я, посмотрел или услышал что-то, услышал и посмотрел, это разные интрии, конь зрения, конь слуха, и после чего начинается приход к какому-нибудь смыслу. поскольку у нас ум и внимание всегда врозь, поэтому когда переводят рассудок или ум, это в общем не то, и всегда нужно сжать это некоторым пояснением в подвале. Так вот, почему, значит, что здесь тоже точно говорится, ведь возжи идут куда-то в центр, что такое центр, ну в центре там возница, но я его еще не рассмотрел, и идут от коней. Так вот, возжи могут быть натянуты или могут быть отпущены в результате по крайней мере одной активности и с центробежной стороны, со стороны коней индри, и с центростремительной стороны, со стороны умоволи, то есть возничего. Это полностью соответствует наблюдаемому нами для себя каждому положению дел, а именно нас, наш манас, наш ум внимания может быть отвлечен, при том, что мы заняты чем-то, что считаем важным, каким-то очень значительным внешним воздействием, например, внезапный близкий шум, внезапная вспышка, внезапно распространившийся запах, и это соответствует тому, что конь прянул. Но точно так же манас может быть задействован и усилием умоволи, а именно, если подобного рода мешающие факторы не слишком сильны, а я твердо решил, ну, например, я сейчас буду слушать музыку и не буду ни на что смотреть, то мелькающие перед глазами люди, которые ходят туда-сюда, меня не отвлекают и они остаются на периферии внимания. Значит, это мы получаем, продумывая, что такое возжи, как работают возжи, а дальше возвращаясь к тому, а как это соотносится с нашим антробологическим устроением. Далее, у нас есть ум, воля, то есть возничий, который может давать волю, например, зрению и не давать волю слуху или наоборот, но который иногда вынужден бороться с своеволием коней, например, с желанием поесть, желанием пошевелиться, если там нога затекла, значит, какие-то кармэндри шевелятся и так далее. Ну, и далее, все эти инстанции выполняют свои функции, а седок это тот, кто ради кого существует только колесница, колесницу порожняком перегоняют только для того, чтобы туда сел седок и поехал. Но седок ничего не делает, он всем этим пользуется. И это согласно с концепцией Атмана, как того, кто ничего не делает, но просто пользуется всем. Значит, Атман бездеятелен, а раз Атман бездеятелен, он никак не меняется и заметить его очень сложно. Далее, как можно было бы заметить Атмана в этом сравнении символа колесницы? Ну, разумеется, никакой другой инстанции, кроме как возничий, нету. Но седок сидит за спиной возничьего. Он должен смотреть вперед и, как сказано в следующей шлоке Кадха Упанишады, самосущий Своямбгу, проделал отверстие чувств Индри наружу, чтобы люди глядели во внешний мир. А дальше сказано, но великий мудрец, стремясь к бессмертию, смотрел внутрь, закрыв глаза. Чему это соответствует? Тому, что возничий натягивает вожжи, кладет их, все кони вынужденно успокаиваются, а потом он оборачивается назад и смотрит, обнаруживая Атмана. Но смотрит не смотря глазами, потому что глаза это один из коней. Это есть интроспективное движение, интроспективное усилие, которое впоследствии получило терминологическое оформление, оно называется пратьяхарой, но здесь оно не названо, однако, если ты продумываешь этот символ, ты увидишь, что это такое. Вот так это последовательно все сделано. Я полагаю, что это не то, чтобы я свое случайное остроумие проявлял, это заложено в данном тексте, но заложено совершенно не обязательно, вернее, скорее всего, наверняка не так, как это делал вынужденно я, пользуясь абстрактными концепциями. Это заложено в качестве материала для внимательного вдумывания в чувствование, когда тебе проясняется собственное устроение благодаря предложенному внешнему объектному образу. Вот первый пример. И это, я бы сказал, философское сравнение, хотя здесь еще не вполне философия. Это упанишады, это порог философии. Еще другое сравнение тоже из упанишады, тоже на пороге философии, это из учительного диалога Ежневалки своей, обладавшей метафизической склонностью жене Майтрей, когда он ей объяснял, как достичь и объяснял Атмана. В первом проходе он делится на ряд групп, на ряд блоков его преподавания. Сперва он объяснял, как нужно отойти от всего, чего угодно предметного, потому что все, что угодно предметное есть для меня, для меня как хозяина. Атман это я хозяин, как седок это хозяин колесницы. Потом он объяснял, как плохо будет тем, кто, как все остальные люди, кроме тех, кто получил такое драгоценное наставление, как плохо будет тем, кто считает, что я, что, ну, например, вещи, или какие-то социальные отношения, все что угодно опредмечиваемое, есть нечто отличное от себя. Если нечто отличное от себя, то рано или поздно, а в индийском интуиции безначальной вечности и вечности, которая бесконечна, если ты не предпримешь, каких-нибудь учили, например, в духе упанишат, рано или поздно это случится. Так вот, рано или поздно случится то, что ты утратишь объект, просто потому, что объект это не ты. И, значит, он объясняет, что не надо считать, что объект отличен от себя как хозяина. И он поясняет, это подобно тому, ну, беру один из примеров, там они однотипные, три. Как невозможно схватить звук, если ты слышишь, как кто-то трубит в раковину. Но, если у тебя есть раковина или у тебя есть мастер духовых инструментов, тот, кто трубит в раковину, то ты всегда это можешь иметь. Значит, это подобно как. Как она должна была майтре это продумывать. Вот как. Некто слушает, например, некий я слушает звук раковины и ему это нравится. И он думает, а хорошо бы это удержать. И удержать я никак не могу, потому что получается, что это непремененно. А как можно это удержать? Либо у меня есть раковина, и тогда в любой момент, когда мне нужен этот объект, я посредством раковины, раковина есть индрия. Индрия орган, который производит звук. Я трублю и это получаю. Или у меня есть музыкант, и я с ним договорился, и в любой момент я его прошу, и он трубит. Почему здесь введено, ну, последнее замечание, мне как по образованию лингвисту приятно это сказать, почему здесь отметить, почему здесь отдельно тот, кто трубит, а отдельно раковина. Потому что индийское языковое мышление очень внимательно к наличию такой сильной категории, как каузатив. Если я прошу того, кто будет трубить, трубить, то у меня каузативное действие, он собственно трубит, а я каузирую трубление. А если я просто трублю, то это не каузативный глагол. Ничего обобщающего каузатива и не каузатива в санскритском языковом мышлении нет, поэтому Ежневалке вынужден был сказать и то, и другое отдельно. Вот таковы эти сравнения, которые рассчитаны на внимательность. Но теперь я сделаю некоторые ответвления и скажу, я поискал и, как мне представляется, нашел в индийской философии возможность обосновать тогда, когда он уже появился, сейчас мы рассматривали дофилософскую эпоху, дошкольную эпоху, обосновать применение сравнений с помощью того, что было придумано индийскими философами. Как известно, в Ньяе есть четыре праманы, то есть четыре типа достоверных познавательных события, и из них есть пара, вторая и третья праманы, которые называются сходным образом анумана, выведение, и упамана, уподобление. Они имеют каждое по две предпосылки. Например, в упамане одна предпосылка это сообщение о сходстве какого-то неизвестного тебе предмета с известным тебе предметом. И ты запоминаешь, а потом ты увидел предмет, тебе бросилось в глаза сходство, и ты, припоминая мои слова, совершаешь упаман и говоришь, это вот то-то. Пример. Человеку, едущему, направляющемуся Южную Америку, говорят, там есть крупная кошачья, которая похожа на леопарда. Запоминает это. Человек видел леопарда, тот видел и леопарда, и ягуара, который сказал, вот ягуар похож на леопарда. Путешественник странствует под джунглям Южной Америки и видит зверя, похожего на леопарда. Благодаря этому сходству и припоминанию у него происходит упамана. Это и есть ягуар. Вот этот пример упамана. Он всегда опирается на сходство, хотя иногда можно упомянуть, как впоследствии Гавриил Жайной, и на основе сходства также и различия. Ну, а анумана это выведение на основе признака о том, чего это признак. Например, я смотрю на стекло, там, допустим, 4 месяца назад вижу морозный узор и делаю вывод, хотя у меня температуры градусника нет, что за окном мороз. Потому что это есть всегда, когда мороженые узоры, за окном отрицательная температура. Ну, вот, так вот, заметим, что человеческий ум может переходить от одного объекта к другому не случайным образом только одним из двух способов. Первый способ соответствует анумане, это учитывание причинно-следственных связей мира. Смысл, вот. И второй способ по сходству, это похоже на то-то. Например, я могу думать, есть сейчас мороз, потому что я вижу, что лужи подернулись ледковым. А я могу посмотреть на ледок, первое было анумана, а второе, я могу посмотреть на ледок и сказать, этот ледок похож на оконное стекло. И это будет упамана. Ну так вот, как всем известно, в любых традициях исследования или понимания художественности считается, что основной, так сказать, росточек художественности есть некоторое сравнение. А основной росточек рациональности есть выражение причинно-следственных связей. Поэтому, когда мы в рациональном сексте видим описание какого-то сравнения, мы в сущности имеем вторжение, управляемое вторжение художественности в рациональность. И оно имеет, я думаю, вот такую педагогическую направленность. Человеку стремятся внедрить новое содержание и новое знание так, чтобы оно наиболее адекватным образом легло на пространство смысла ценности его ума. И для этого нужно пользоваться как логическими связями, так и образными связями. И вот если ты еще это поймешь и образно, то тогда твое понимание, тогда твое уразумение того, что тебе старается сказать текст или устный преподаватель будет очень похоже, будет моделировать то, что есть у него. И это то, что называется в той же нере каноном рациональной аргументации Панча Ваявой, где аналог кануманы и упаманы тоже есть. Об этом я специально здесь говорить не буду. Я думаю, это большинство из нас известно. Значит, итак, нияя или вот такого рода мысли, которые оформлены были в нияе, я полагаю, являлись металлогической основой для свободного использования и дальнейшего совершенствования способов сравнений в индийской и в том числе рациональной литературе. напомню, что помимо нияи такого же рода, кроме нияи, вернее, напомню, а сообщу, я об этом еще не написал работу, схема нияи с упаманой наблюдается не где-нибудь, а в расширенной схеме преподавания джаток, где есть нынешняя ситуация, прошлая ситуация и систематическое уподавление нынешней ситуации и прошлой. Благодаря чему это психотерапевтическое убеждающее воздействие и становится в самом деле достигающим своей цели. Она строится точно пятичленным образом, точно как нияя. Ну, а теперь введу два полюса. Первый полюс литературы преимущественно риторическое или вероучительное, которое, как я говорил, ориентируется скорее на броскость, чем на продумывание. она достигает своей другой цели. Ну, в качестве одного из примеров. Считается очень большим умельцем в буддийской литературе некий Кумара Кашьепа, Кашьепа княжич, который родился у монахини. Она была беременна на ранних стадиях, ушла в монашество, родила, его воспитали, мальчика воспитали в монашеской среде, и вот он оказался очень даровитым, вот так сказать, художественно, более всего. Ну, и есть замечательное сутро, Паясь сутро, беседы этого Кумара Кашьепа с неким больнодумцем, местным администратором, князем Паясь, который высказывал сомнение в том, что есть карма, в том, что есть тот свет, в том, что люди куда-то туда попадают. И предлагал ряд своих вполне рационально выглядящих соображений, а в ответ на каждое из них Кумара Кашьепа предлагал сравнение, которое частично похоже, но развернуть все детально не удается, однако во всех случаях Паясь таки смущался. Ну, в качестве одного из сравнений. Сперва аргумент Паясья, а потом сравнение нейтрализующее, предложенное Кумара Кашьепой. Паясья говорит, я полагаю, что даже те шраманы и брахманы, которые утверждают, что награда за добродетель это рай, наказание за дурное поведение это ад, в это всерьез не верят. Потому что они явно бывают добродетелями. Если бы они восприняли это всерьез и считали бы, что в самом деле на том свете после смерти им будет лучше, чем тут, они бы зарезались, повесились, утопились. Ну, что-нибудь такое бы сделали. Но ничего подобного. Они дорожат своей жизнью и стараются прожить подольше. Поэтому нельзя, не могу я всерьез отнестись к этой концепции. На что тот ему говорит, а я тебе князь приведу Упама. Вот Упама, Упамана. И некоторые разумные люди, разумные люди, Вижню, благодаря Упамане понимают смысл сказанного. Вот представь себе, говорит, что было у Брахмана две жены. Ну, это допустимо. Скажем, у Вижневолки тоже было две жены. И от одной, от старшей, у нее был сын подросток, а другая была младшая на сносях. И тут Брахман помер. Ну, и надо было делить имущество. И вот подросток приходит к младшей жене и говорит, голубушка, ну, теперь все то, что осталось от моего отца, все принадлежит мне. И предоставь мне доступ к этому. На что она говорит, погоди, голубчик, ведь я беременна. Вот коли я рожу мальчика, ему тоже будет доля причисляться положено. А если коли я рожу девочку, и она будет в твоем распоряжении. Ну, девочки были, следовательно, неполноправны. Мы толком не знаем тогдашнего, то есть одновременно современного древнебуддийским текстом уложения брахманского сословия. Ну, в общем, так. Что он говорит, нет, она опять за свое. Нет, и она опять за свое. И он говорит, и вот она, значит, тут ну, что-то не сдержалась. Или так, временная женщина может быть. Хотя это малоправдоподобно. Она пошла в отдаленную комнату и взрезала себе живот, чтобы посмотреть, мальчик там будет или девочка. Ну, в результате этого, как говорит Кубара Кащепа, ну, и она сама померла, и дитя померло, и никакого наследства не было. Ну, кое-какие параллели здесь понятны. Ну, допустим, наследство это рождение мальчика. или даже девочки тоже некоторое наследство. Прекращение этого наследства возникает из-за того, что она прекратила беременность и одновременно сама умерла. Ее смерть, которая является самоубийством, соответствует самоубийству того добродетельного Шрамана или Брахмана, который решил поскорее привести к созреванию свои благие плоды. Ну, и общий смысл такой. Попытка заставить преждевременно созреть благие плоды приводит к их уничтожению. Но две жены, роль этого мальчика не прописаны. В самом последовательном рассмотрении должно было быть так. Младшая жена соответствует какой-то роли, старшая жена соответствует какой-то роли, сына старшей жены соответствует тому-то, эмбрион в утробе соответствует тому-то. Этого мы провести нам провести никак не удается. Поэтому это, конечно, сильно броско, жуть берет от этой наложившей на себя по глупости беременной женщины. Но не более того. Ну, или еще один пример такой же художественного сравнения возьму из знаменитых притч Садерма Пундарики. Возьмем притчу о горящем доме. Сидят детишки в большом дворце и играют за себе. А за ними наблюдает ответственный взрослый человек. А потом загорелась кровля, он говорит, ребятишки пошли назад, пошли наружу, а то горим, а они ноль внимания. И он понимает, что нужно как-то их отвлечь внимания. Он привозит на самом деле игрушки, привозит коляски, телеги с игрушками, ребятишки, а что у нас снаружи, а пошли наружу, там игрушки. Они все выбежали назад, наружу, начинают разбирать игрушки, тут-то кровля обвалилась. Но это все сравнение должно объяснить то, что в общем Будда учит только Махаяне, а остальное это игрушки. Но как следует прописать все соответствия каждому аспекту этой ситуации, каждому аспекту убеждения Садарма Пундарики Сутри о том, что, например, Шрава Каяна или Протека Будда Яна это некоторые игрушки, не удается. Поэтому это, конечно, броско, но не более того. А вот теперь ряд примеров, я возьму два и потом скажу о третьем и на этом, пожалуй, завершу, каковы последовательные сравнения. Вот первое из Санки. В Санки есть такое убеждение, что материальная причина сущность отождественна последствию. С ней спорят, например, в этом отношении и буддисты, на яйки. И это иллюстрируется молоком, скисанием молока. И больше ничего особенного не говорится. Вот теперь я это все расшифрую, разжую. Итак, вот есть молоко, стоит. Мы биохимии, микробиологии мы не изучали, это древность. А потом все тоже молоко само собой изменяется и оно скисает. И наверх идет просто кваша, внизу остается сыворотка. Тоже молоко, тоже молоко. Ничего не было добавлено, ничего не было добавлено. Вот точно так же и сущностно, например, золотое украшение есть золото, а остальное наносное. Заметим, вот это сравнение с золотом и прочим всегда используется во всей индийской литературе так, что используемый материал позволяет переделку. Там говорится о золоте или о другом металле, допустим, о железе, или, например, о глине. Но глина там не обожженная. Поэтому можно расплавить, но можно глину размочить и что-то другое сделать. Поэтому вот это сравнение, эти модели не соответствуют тому, что можно подумать, не изоморфты конструкции Аристотеля с материей и формой. Материя – это дерево. То, из чего я сделал табуретку, уже на другое не годится. А золотом из глины годится. Ну, это небольшое отвлечение. Значит, смотрите, сказано было только это, но за этим стоит нечто большее. Потому что согласно методологическое убеждению и методологической конструкции Санки, все, что угодно, мыслится, как некоторое неравновесие трех гун. И молоко первичное – это полное равновесие трех гун, то есть прокрытий, первый материал, это бесструктурность, а дальше возникает некоторая структурность и как здесь иллюстрируются три гуны. Причем в основном тексте мы об этом вроде бы не видим ничего, указаний. Наверх пошло белое, светлое, легкое – это гуна-саттва, умное. И более ценное, но прежде всего, если с кислым, мы сидим простоквашу. Внизу сидит костное, менее ценное, более темное – это тамос. А что растянуло? Ну, допустим, вот такой вот высокий сосуд, почему что-то сверху, что-то внизу? Растянуло это третье – это раджес. Так что это модель работы трех гун. И всегда, во всех случаях, когда происходит некоторое неравновесие, нарушение равновесия, две гуны находятся в паре, некоторые плюс, а некоторые минус, а третья гуна растягивает их и является посредствующим членом. Значит, это надо додумать. Может быть, где-то это и сказано, но в первичном тексте это не сказано. Вообще, такого рода разжевывания, я знаю, по буддийской литературе, иногда предлагаются в комментаторской литературе. Но комментаторская литература, в том числе, учитывает интересы тугодумов. А основной текст не рассчитывает на это. Думай и все. Думай, упражняй свои мозги. Ну и теперь, и еще, наконец, одно очень заковыристое и требующее и развернутого продумывания уподобление из комментария от Тассарии Нивы Эксегеса Полийской школы Абидармы. Нам дается, предлагается тезис Вейдана, это сканда номер два, я это перевожу, изведывание, это тон переживания, переживательный аспект, то, как мне в какой-то момент. Оно говорится, что его функция вкушения объекта в его полноте, расы объекта. А все остальные сканди, все остальные Дгармы, ну это такая Дгарма, как появление нового содержания в уме, или там память, или разные там страсти, например, гнев и прочее, они вкушают некоторый аспект объекта, а целиком только Вейдана. Вот для этого предлагается такая картинка, повар готовит блюдо, запечатывает его в сутки, несет его к царю, царь снимает печать, открывает судок и вкушает блюдо. До того, как запечатать, повар чуть-чуть пробует. Оказывается, что в этом, но это все, что сказано, оказывается, что в этом сравнении есть законченная модель роли всех пяти блоков, всех пяти сканд, которые предусматривают как схему рассмотрения наблюдения самого себя буддийская методология сутр. А именно, повар готовит блюдо. Это санскароти на санскрите. Это соответствует санскаре, то есть скандье, которая что-то готовит. Это выход из меня в мир. Он готовит. Это совершение некоторой кармы. Дальше он это запечатывает, закрывает и запечатывает, чуть попробовав. Это означает, что как только некоторое деяние, например, хорошее деяние, совершено, то до той поры, когда оно не созреет кармически, например, через N жизни, неизвестно, каково оно на вкус. Оно не пахнет. Никто его не может попробовать. Значит, он его несет через ряд комнат от кухни в трапезну или в столовую царя, что можно трактовать так, что каждая комната, это некоторое окруженное пространство, может быть, через ряд жизней, пока он не принес к царю. Запечатано это означает, нет возможности вытащить это никак. Припомните, если у тебя есть обычная способность. Далее, когда царь открывает, он нюхает, пробует, ест. Что такое блюдо? В блюде есть основная часть, например, рис и пряностей, допустим, карри. Иногда, в некоторых случаях, редких, например, диета, мы едим основное блюдо без пряностей, просто рис, но это невкусно. Практически всегда мы добавляем разные пряности. Чему это соответствует? Чистое блюдо без пряностей соответствует первой скандии, рупа скандии. Ну, например, я смотрю и вижу круг одного цвета и горизонтальный кирпич другого цвета, и я разумный человек, но я не знаю, что такое уличное движение, я просто вижу вот этот круг и все. Значит, этот круг и этот кирпич. Если я как-то причастен к движению, я понимаю, что это означает проезда нет. Я добавляю этот смысл к рупе, чистой данной пряностей цвета формы, очертания и формы. И это соответствует санжняскандия, результату осмысления. Существуют простые виды, например, какое-то пятно, которое не имеет смысла, которое значит только самого себя. Поэтому рупа, сварупа это то, что значит само себя. Но, как правило, мы едим, как правило, с разными пряностями, особенно, если мы индийцы, ну, хотя бы солью, если мы, например, русские. Но, как правило, мы добавляем что-то, это означает, что, как правило, к чувственной данности добавляются некоторые смыслы, идущие из сознания. И можно тот же самый рис добавить, есть с карри, можно с лаврушкой, можно с черным перцем. Это соответствует тому, что один и тот же чувственный, одна и та же чувственная данность может быть снабжена разным смыслом, в зависимости от того, кто это, ну, например, слушает. Допустим, дают разным людям послушать что-то, какую-то вокальную запись, все правильно понимают, дают такие ответы. Это гно, это фауст, это русский вариант, это ария мефистофеля, простите, куплеты мефистофеля, это шаляпин. Это все верно, и это разные пряности. Ну вот, так видите, все это надо продумывать, ну, пойди продумай, и не как, хотя это этот комментарий, это жанр комментарий от Хасалени, он рассчитан на очень внимательного читателя. Ну и нужно, я призываю всех к тому, чтобы относиться весьма внимательно к такого рода сравнения, потому что не всегда, но в некоторых случаях за этим стоит очень изощренное мышление. В заключение скажу, тренировка такого рода мышления достигает, наверное, двух антропологически значимых целей. Во-первых, как я сказал, адекватного или наиболее полного усвоения, в том числе, не только смыслового, но и ценностного человека, того, что ему предложено. Ну и во-вторых, это очень хорошая тренировка. Это нельзя проглотить непрожеванным. Это рассчитано на то, что ты будешь думать. Ну все, спасибо за внимание. Ну и сейчас я передаю слово ведущей и буду , значит, вопросы, да. Так, пожалуйста, задавайте вопросы. Ярослав Владимирович, вы можете сами включить свой микрофон, нажав на Space. Я включил. Я могу говорить, да? Меня слышно? Вас слышно? Да. Андрей Васильевич, ну у меня не вопрос, правда, я просто хотел сказать, что вот вы сказали, что есть этому вот сравнению с колесницей параллель у Платона есть гораздо более близкая, поразительно близкая параллель Вовесте в Ясне. Но там просто даже лексическое совпадение, там вот Манасу соответствует Воху Мана. И ну вот не знаю, как только Карантин кончится, я давно собирался вообще-то сопоставить это вот с этими стихами из Катха Упанишады. Надо будет обратиться к специалистам по Вести и проделать это все-таки. Но параллель вот это не то, что у Платона, гораздо ближе. Спасибо. Доклад очень интересный. Спасибо, но я этим не удивлен, потому что это все-таки родственные племена, и они могли до того, как разделились, продумать что-то, а потом уже пошло отдельное развитие. Еще, пожалуйста. Ага, так. Да, я вас слышу. Большое спасибо за ваш доклад. Меня зовут Христина Емельянова, факультет психологии МГУ. У меня возникли в связи с этим докладом ассоциации из моей профессиональной области психологии по поводу фунтов сравнений в текстах. И на ум пришла модель Тамары Моисеевны Дридзе, это семио-социо-психолог такой, который разработал метод интент-анализа текста, то есть анализ основного коммуникативного намерения автора. И, соответственно, они с коллегами рассматривают текст как целостные, трактически организованные содержательно-смысловую структуру, которая объединена вот этой самой интенцией, то есть основной задумкой автора. И иерархия, из которого состоит текст, она включает, соответственно, тезисы, антитезисы, аргументы, контраргументы, затем иллюстрации, к которым, как я думаю, как раз относятся сравнения, фоны, то есть некий контекст, заданный в тексте, и фоны к фонам, контекст, в котором текст был создан. Для анализа, соответственно, можно использовать вот такую структуру. И что еще они говорят? О том, что информативность текста, она зависит, ну, складывается, так сказать, из двух составляющих. Первое из которых это то, в какой степени автор смог подобрать языковые средства для выражения своей интенции, то есть присутствуют ли в этом тексте все необходимые составляющие. И во-вторых, то, в какой степени учитываются особенности аудитории, которая будет этот текст воспринимать. И важно понимать, что аудитория, она, как правило, не очень однородна, да, и чем больше текст содержит разного уровня компоненты, тем выше вероятность, что разные представители аудитории что-то из него смогут извлечь, то есть тенденции автора в той или иной форме воспринять. И мы понимаем, что тезисы и аргументы, которые выражаются сугубо сухим рациональным языком, они апеллируют к одному способу, обработки информации, а иллюстрации, которые представлены в том числе в виде примеров, сравнений, метафор, они апеллируют немного другому способу обработки информации и, соответственно, помогают зрителю или, как сказать, читателю, тому, кто обучается, обогатить понимание смысла. То есть это действительно с одной стороны прием выражения мысли, с другой стороны педагогический прием. Спасибо. Так, еще был вопрос от Сергея Сокольникова, вопрос, разве было, разве образ колесницы был уже разработан в Ведах в связи с Овестой? Ну, ведь Овеста, общепринятый, позднее Вед сформировалась, поэтому, ну, наверное, в Овесту это вошло, в Веды это не вошло, но в Индии это тоже было, ну, дальше это надо исследовать. Вот такой мой ответ на это недоумение. Так, еще, пожалуйста. Больше я... Здравствуйте. Да? Наталья Вачадзе, я по профессии врач, поэтому я люблю немного вот так структурировать вообще вещи. У меня такое ощущение, что все эти тексты, они написаны более или менее однотипно. То есть в этих текстах, ну, это вопрос, мне кажется, отражается особенность мышления на определенном языке, потому что мне так кажется, что в зависимости от того, на каком языке человек разговаривает, этот язык, он влияет на формирование мышления. Соответственно, получается, что такой способ изложения и передачи информации, он, наверное, характерен для людей, владеющих, и не просто владеющих этим языком, а которые воспитываются в этой традиции и потом излагают этот текст. То есть вот эти сравнения, они нормальны для той аудитории, для которой это пишется на этом языке. Скорее всего, существуют ли какие-то коды, потому что они ведь, вот эти притчи, они достаточно однотипны. Существуют ли какие-то ключевые слова и их расшифровки, соответственно, потому что вот если читать Упанишады, Йога Васишку, они очень похожи, они схожи все, и то есть для человека, который мыслит так, это более или менее очевидно, потому что в общем-то это было рассчитано, понятно, что это было рассчитано на какой-то социальный слой, но тем не менее эта информация была заложена так, чтобы человек мог ее расшифровать, то есть соответственно, наверное, должны быть какие-то модели, какие-то ключи, которые были бы применяемы к этим притчам, этим сказаниям, которые позволили бы расшифровывать достаточно быстро, то есть если заняться вот этим, то может быть модель формируется определенного мышления, которое позволяет расшифровывать эти тексты достаточно быстро и комфортно, скажем так. Такого рода, скажем, инвентарий существуют скорее для поэтических нуж, ну, известны топосы сравнений, что сравнивают с лотосом, что сравнивают со слоном и так далее, а вот для использования рационального по-видимому, тут просто надо ну почти что начать и кончить. Вот, пожалуй, так. Так что, спасибо. Так, еще смотрю на руки. Да, сейчас, Елена Петровна, сейчас я вас включу, да. Да не можешь включить, это Андрей. А, ой. Так, Марс, исключите, пожалуйста, Елену Петровну. Сейчас, секундочку, сейчас я найду его. Слышно меня? Да, вас слышно. А теперь уже снова не слышно. Елена Петровна, нажмите, пожалуйста. Да, да, да. Да, слышно. Да. Андрей Всеволодович, спасибо за доклад. Я хотела здесь только отметить такую вещь, что если мы возьмем евангельский текст, и посмотрим все те его фрагменты, которые связаны с изложением притч, мы увидим, что здесь имеют место силогизм ньяи. И, видимо, в том регионе, ближневосточном, также этот тип силогизма функционировал. Вот в этом смысле, конечно, я просто вам это сообщаю, а как уж вы, к этому отнесетесь, я думаю, что ваше суждение здесь будет определяющее. Ну, знаете, вполне может быть, даже если мы понимаем, что Линднер сильно увлекся, но, тем не менее, его тезис о влиянии некоторой струе в христианстве, которое объясняется упая каушельей буддийских миссионеров, имеет место. А поскольку вот это, ну, то, что вы называете силогизм, в общем, я, конечно, не согласен. Это не силогизм, эта схема столь же доказательства, сколь и убеждения, и объяснения, да, что вот она более естественна, она меньше отстоит от обычного пользования человеку, свойственного человеку, собственному уму, чем структуры, предложенные Аристотелем. Аристотелевские структуры, ну, там, большинство модусов, предложенные для того, чтобы ты разбирался, как неестественным порядком слов тебя пытаются запутать. Ну, расчет на логомахию, конечно. Да, да, вот, так что это, конечно, вполне правдоподобно. Правда, здесь надо еще учитывать и то, что в значительной степени, как было показано, у нас Аверин, Сома, кто-то еще раньше показывал, полнота убедительности должна проявляться при учете арамейского, арамейской речи, а не греческой. Благодарю вас. А, вот, Екатерина. Екатерина. Здравствуйте. Андрей Силович, я вас благодарю за доклад, очень интересный, и с вами совершенно согласна, что использование образов, вот в Панишаде в каких-то текстах, сутрах, они действительно заставляют человека задуматься и рассмотреть, увидеть, как привычные, обычные какие-то явления, но приложенные немножко вот под другим углом, да, вот работают и начинают давать совершенно другой, ну, я не знаю, вот глубину какую-то, то есть человек вдруг видит, и у него происходит такой сдвиг мировоззрения, да, на привычные какие-то объекты, на привычные явления, вот, и совершенно согласна, очень интересно было вас послушать, ваши разжевывания, ваши разъяснения вот этих, вот этих красивых образов, благодарю вас. Спасибо. Мы, наверное, переходим дальше? Ну, я так, значит, мы переходим к следующему докладчику, и у нас, соответственно, времени, к сожалению, не очень много, хотя вот есть предложение, вот у нас наш перерыв, около 30 минут, его можно использовать под обсуждение, если докладчику не будет хватать времени, вот Оксана Анатольевна, да, то есть у вас, в принципе, остается полчаса, просто мы начнем без перерыва, это утомительнее для модераторов, там, для остальных, я думаю, что поскольку мы все как бы на... Я могу и сократить свой доклад, мне можно, я могу уложить свой доклад. Технически у нас была заминка с утра, поэтому так получилось, что... значит, у нас следующий докладчик, это Марцис Юрьевич Гасус, и он вот сейчас сам, наверное, и представит для себя. Пожалуйста, Марцис Юрьевич. Здравствуйте, слышно ли меня? Меня слышно? Да, слышно. Да, слышно, хорошо, если не будет слышно, мы вам сообщим. Хорошо. У меня количество кнопок, которые открыты, чтобы шел этот стрим, превышает мои умственные возможности, поэтому я на всякий случай переспрашиваю. Я бы хотел продолжить прошлогоднюю тему. год тому назад я начал рассказывать о том, как устроены электронные словари. То есть, у меня есть свой интерес к санскритской лексикографии. На самом деле, то, о чем я буду рассказывать сегодня, то есть, параллельный санскритско-русский корпус, он, конечно, связан и с словарями. То есть, у меня есть некоторая мечта, и эта мечта называется словарь санскритско-русский, русско-санскритский, составленный на основе не просто корпуса, потому что корпусов у нас уже 20 лет некоторое количество имеется, а сделать то, чего нету нигде, сделать параллельный корпус. Для того, чтобы напомнить вам о том, о чем я говорил в прошлый раз, и основную идею того доклада, я попытаюсь продемонстрировать свой экран. Я надеюсь, что у меня это получится. Итак, виден ли мой экран? Виден, да. Отлично. Последние семь лет, пожалуй, просыпаясь утром, первое, что я проверяю, это нет ли каких-то обновлений, связанных с словарями, потому что словари сами себя не делают, их делают люди. И вот один такой человек, собственно, отставной профессор математики в Пенсивании, занимается всей санскритской лексикографией. То есть в мире можно пересчитать по пальцам одной руки людей, работают в области санскритской лексикографии. И один из таких как раз подвижников это Джим Фандербург. Так вот, я обращаю ваше внимание, что уже три года на главной странице кёльнского раздела кёльнского университета, посвященный санскритским словарям, появилась такая функция, которая ещё год назад так не называлась, но обращаю ваше внимание, что в шапке в левом верхнем углу есть такая функция Simple Search, которая многократно облегчает наши страдания, мучения, набирая какие-то слова. Но для этого нужно поменять input не на с SLP1, а на режим Simple, и мы можем проверить на примере словаря Grassmann, то есть санскритско-немецкого на основе регведы, как он работает. То есть алгоритм знает, что иногда корень car записывается как кр, но если раньше вам нужно было знать в каком словаре как, какое слово ищется, то теперь компьютер вам предлагает варианты. И, соответственно, вы уже руководствуясь своими соображениями должны их выбирать. Так вот, это как раз пример такого словаря, который уже не просто копия бумажного словаря, а он связан с корпусом. То есть у нас с 2013 года доступна ригведа на санскрите, на Деванагаре транслитерации, в русском переводе Татьяна Яковлевне, и на английском и немецком. То есть все 10 мандал доступны уже 7 лет в интернете. И в этом ничего уже особенного нет. Так вот, относительно недавно этот словарь, словарь Грассмана на Кёльнском университете был связан с этим моим корпусом, и поэтому теперь, если вы нажимаете по контекстуальным, скажем так, отсылкам, открывается, то есть вы можете проверить, как тот немецкий перевод, который переводит Грассман, как его, в частности, перевела Татьяна Яковлевна. То есть это, конечно, упрощает работу с текстом. Но на сегодняшний день это проделано только с Ригведой. Значит, я надеюсь, что я доживу до того дня, когда заработает и Адхарва-Веда, но на самом деле план еще более амбициозный, и я бы хотел увидеть тот день, когда у нас в параллельном корпусе будет помимо Ригведы и Адхарва-Веды Махабхарата и Рамайана. Но об этом как раз я и собственно расскажу. Итак, получается посыл моего прошлого доклада, если вы запомните хотя бы эту одну вещь, этого достаточно. Есть упрощенный способ поиска слов, и я советую вам его использовать. И в случае Грассмана он уже связан с корпусом. То есть словари, они существуют уже не отдельно. сводный список санскритских слов на основе всех словарей на Кольне это порядка 380 тысяч слов. 380 тысяч слов. Вот. И этот список на самом деле недооценен и мало кто о нем знает. Собственно мне бы хотелось чтобы вы знали о некоторых вещах которые происходят в мире и о которых я считаю важно вам сегодня рассказать. Итак в случае Грассмана вы видели как это выглядит я вам показываю это был frontend то есть то как это видят пользователи а теперь я вам показываю backend то есть здесь видно что как я уже сказал словари сами себя не делают и даже словарь Моня Вильямс изданный в 1899 году он для нас существует в виде файла я сомневаюсь что кто-либо из вас сейчас открывает бумажную книгу но в файле есть целый ряд проблем в этом файле 286 тысяч слов и человек соответственно не может проконтролировать все что там есть то есть казалось бы всего 14 мегабайт то есть в нашей голове не хватает 14 мегабайт чтобы стать хорошим лексикографом и тем не менее их у нас не хватает и нам приходится использовать разные способы автоматизации то есть как бы мой сегодняшний доклад собственно о том как можно совместить человеческий труд и человеческое внимание то есть есть вещи которые автоматика никогда не решит а есть вещи которые можно автоматизировать и вот объединение двух этих вещей лежит лежит я считаю будущее то есть с одной стороны краудсорсинг то есть люди говорят я хочу чтобы махабхарата была снова доступна чтобы помимо бумажных томов литературных памятников были вычищенные файлы и они говорят у меня вечером есть час свободного времени и каждый день они читают какой-то кусок махабхараты это человеческая часть труда а есть возможность автоматизировать кое-какие вещи и оказывается что например но в частности для нужд ярослава владимировича была завершена работа над чисткой третьей книги махабхараты и оказалось что даже в бумажном издании которое я считал в какой-то мере безупречным оказалось 60 опечаток именно в бумажном тексте то есть не в электронном в котором были десятки тысяч ошибок а именно в бумажном то есть и для того чтобы выявить эти вещи в частности и полезно иметь некоторые навыки программирования некоторые навыки программирования и знать о том как работают регулярные выражения увы я многократно сталкивался с тем что в издательстве наука и в подразделении восточная восточная литература нету специалистов которые понимают то о чем я вам сейчас рассказываю то есть буквально в переиздании Камасутры в прошлом году в Москве я нахожу на каждой буквально странице какую-то опечатку и опечатки эти досадные простые и их можно было бы поймать даже не применяя человеческий труд то есть проблема в том что опечаток стало очень много и в бумажных книгах и стало несносно много в электронных файлах и я предлагаю методику используя которую можно побороть большую часть опечаток и вот собственно о чем я хочу сегодня рассказать я надеюсь видно мою презентацию хорошо итак я не буду запускать ее в полный экран надеюсь что достаточно крупно при этом видно итак параллельный санскритско-русский корпус это не первый корпус в мире первым корпусом был клей санскрит лайбрэй корпус но клей санскрит лайбрэй корпус никогда не был доступен ни для кого кроме его разработчиков то есть его основа была заложена в 2005 году в 2007 году он должен был запуститься но в 2016 году было очевидно что уже все пропало потому что в 2013 году умер собственно основатель клей санскрит лайбрэй и соответственно прекратилось финансирование создания санскрита английского корпуса на основе всех тех книг которые издавались в клей санскрит лайбрэй это порядка 50 томов вот и что этот пример нам показывает то есть мы видим собственно что то что делали они это очень похоже на то что сделали уже мы и на самом деле мы пошли даже на шаг дальше если видно то что вижу я на экране то здесь не выделены имена собственные а как вы возможно знаете в частности в махабхарате их очень много каждое 25 слово в русском переводе махабхараты является санскритским заимствованием при этом имен собственных порядка 9000 то есть большое количество и чтобы легче ориентироваться какое слово в русском переводе соответствует какому слову в санскритском оригинале мы ввели подсветку то есть то что я вам показываю это разработка клей санскрит лайбери которая никогда не стала публично доступной но тем не менее сама идея была заложена 15 лет тому назад и что я хочу сказать получается что клей имея казалось бы изначально бесконечный финансовый ресурс он был человеком весьма состоятельным не смог довести задуманное до конца и тут как раз я подхожу к одному из своих тезисов о том что невозможно работать с санскритом или с каким-то многолетним проектом возможно тут даже уйдут десятилетия если вокруг тебя нет единомышленников то есть если это жижится на том что я тебе ты мне то вот вам пример даже один из состоятельных издателей в Америке не смог осуществить свой план то есть казалось бы у него была и уже ромайна наполовину переведена уже махабхарата где-то на треть была переведена ему всего лишь надо было это выложить но он никогда это не сделал и после его смерти получается все пришло в упадок все пришло в упадок и получается деньги это деньги не определяет качество корпуса я хочу сказать что деньги не определяет качество корпуса итак как я уже говорил мой план создать параллельный санскритско-русский корпус который будет состоять в первую очередь из ригведы адхараведы махабхараты и ромайаны для того чтобы построить корпус есть одна проблема незначительная проблема но тем не менее она есть у нас нету полного русского перевода и поэтому на самом деле я надеюсь что путем оцифровки бумажных изданий и возможно даже в исправленном виде издание бумажных книг серии литературные памятники даст новый толчок новый пинок в том чтобы эта работа все-таки была завершена может быть через 20 лет может быть через 50 но была завершена вот поэтому в частности я планирую в обозримом времени издать найти финансирование и издать подать заявку в серии литературные памятники на издание отдельных томов махабхарат и года через три в частности я надеюсь что мы успеем подготовить пятый том рамаяны а в этом году я надеюсь что Сергей Дмитриевич порадует нас четвертым томом рамаяны к которому используя инструменты которые в частности создала студентка четвертого курса вышки Евгения Рубанова что мы сможем создать справочный аппарат то есть мы не только можем автоматизировать поиск опечаток но мы можем создать полуавтоматическую систему создания разных указателей то есть отныне это уже это каторжный труд но он частично его можно переложить на компьютер итак значит в прошлом году я вам показывал кусок из корпуса от Харваведы собственно корпус находится в том же состоянии в котором он находился тогда но 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 в этом году Анастасия Филатова из Краснодара нашла порядка 150 опечаток во второй и третьей книге от Харваведы в бумажных изданиях то есть я надеюсь что все-таки у нас будет новое издание от Харваведы и мы сможем исправить эти досадные опечатки но это она делала вручную а теперь я вам покажу что можно сделать если мы начинаем это автоматизировать но сперва я опять же покажу опечатку которую собственно поймала Ангелина и которую ни один компьютерный алгоритм ни один известный искусственный интеллект не определил бы итак лона драупади у нас в тексте в Махабхаратре в разных местах совершенно легально встречается лона то есть это не исключительное какое-то единое вкрапление то есть этих слов не то чтобы десятки но есть и поэтому первый абзац человека мывшийся там в тиртке материнская лона совершенно законное предложение но если мы обратим внимание на второй пример у тебя лодыжки не выпирающие бедра соприкасаются лона ум и пуп то тут есть некоторая нестыковочка в описании драупаде драупаде в четвертой книге то есть как вы думаете какое слово здесь спряталось то есть лона это не то что было в бумажной книге если предположение что здесь могло быть какое слово компьютерный алгоритм ОЦР перепутал здесь спрятано значит слово это вопрос к нам или это риторический да это вопрос и риторический и к аудитории то есть в смысле иногда даже сходу невозможно догадаться то есть бывают нетривиальные вещи и соответственно какой бы ни был алгоритм в частности тот который мы разработали человеческое внимание мы не сможем заменить никогда и поэтому лона дровпадий на самом деле не существует в этом тексте а есть слово дровпадий приведу другой пример поле боя ужей скажите пожалуйста часто ли вы видели ужасное поле боя вот из всех поле боя которые вы видели сколько из них были покрыты ужами вот и ане пахомовой тоже показалось что это странно среди всех поле именно выделять ужасно ужасно как-то необыкновенно опять же у нас тексте полным полно разных полей боя убитые в непробиваемых панцирях лежали на поле боя все здесь прекрасно но в другом месте видит ганхари мудрое издали словно вблизи поле боя ужей храбрецов вызывает оно содрогание и страх неземной вот скажите пожалуйста и это уже не риторический вопрос ужи храбрецы это кто кто скрывается за ужами мужи это мужи мужи храбрецы это как-то еще понятно а вот храбрые ужи это уже фантастика и вот чтобы выявить эту фантастику нужен человеческий человеческая смекалка человеческая находчивость то есть потому что в словре русского языка есть и то и другое слово и поэтому нет такого алгоритма пока который мог бы выявить такую нестыковку более того показываю пример отрывка дрова почитают когда вот все те выделенные жирным слова это нормальные с точки зрения скажем так русского языка нормальные слова и они бывают в текстах и тем не менее каждая из этих пяти выделенных слов на самом деле содержит себе ошибку то есть причиняем не горе не торе а горе не дрова а дрона не дочитают а почитают не напирая а попирая и не здание а знание и если это досадно видеть в корпусе скажем так ну подумаешь сайт то вы просто не представляете я думаю масштаб бедствия за последние 20-30 лет в книгах в частности издаваемых ну даже уважаемой мною издательстве наука то есть вот таких вот зданий там ну не скажу сотни но увы десятки увы десятки и поэтому невозможно бесконечно переиздавать репринты есть время для репринтов есть время для ну хотя бы слегка обновленных изданий и я верю что это время несмотря на на чуму которая охватила нас что это время настало настало время чистки электронного текста чтобы в дальнейшем с ними можно было поработать так вот чтобы глазами не тратить силы и время на то что можно выявить автоматически есть такая прекрасная вещь как регулярные выражения и собственно Ангелина насмотревшись на все те безобразия которые в частности встретились и при читке третьей книги Махабхараты она написала две страницы вот таких выражений чего быть точно не может то есть если у нас в тексте встречается отдельно стоящее П то мы можем почти однозначно сказать что это И и перед нами скорее всего не армия ботов а армия богов не МОХ а МБХ то есть сокращение от Махабхараты и если посреди слова закралась заглавная буква то такого быть не может и вот собственно это все можно выявлять и нужно выявлять автоматически используя регулярные выражения и мне хотелось бы чтобы наши находки стали всеобщим достоянием чтобы мы вместе дополняли эти находки и тот мусор который живет ну в частности в интернете да интернет это помойка но в наших руках хотя бы некий участок этой помойки приубрать приубраться и и навести порядок собственно вот страница из того что у нас было уже в прошлом году то есть уже год как у нас есть параллельный корпус для третьей книги Махабхараты но как выяснил как как оказалось в русском тексте содержится ну сотни сотни и тысяч опечаток они сейчас исправлены если в третьей книге и остались опечатки то ну их я надеюсь можно пересчитать по пальцам одной руки опять же ну или двух значит оказалось что опечатки есть и в санскритском тексте то есть тот то издание Бори пунтское критическое издание которое путешествует по просторам интернета оно содержит ну пожалуй в каждой книге по несколько тысяч опечаток или расхождение с бумажным текстом и это тоже сейчас исправлено мы не только причесали русский текст но буквально на днях мы сверились с скажем так с разработками индийских ученых из университета манипал и мы выявили ошибки в санскритском тексте что мы сделали в этом году мы добавили синтаксическую разметку то есть Евгения Рубанова вместе с Лидией вместе с Анатолием вместе с Ангелиной мы воевали этот год для того чтобы у нас был не просто санскритский текст голый и рядом с ним голый русский текст а чтобы был уровень разметки и чтобы в этой разметке по возможности не было бы ошибок то есть если мы делаем разметку по санскритскому тексту в котором содержится полторы тысячи опечаток соответственно это полторы тысячи false positive каких-то там решений то есть я надеюсь что в мае месяце мы получим первый прототип параллельного не просто корпуса а размеченного по падежам корпуса то есть если мы захотим найти все индры в косвенных падежах мы сможем это сделать одним нажатием клавиш если мы захотим найти все вхождения шивы под разными именами эпитетами мы сможем это сделать одним нажатием клавиши а значит но это как я уже сказал не было бы возможно если бы люди помимо как бы инициаторов этого движения если бы люди не читали махабхарату и вот собственно на этом слайде я привел тех чья поддержка наиболее существенна на сегодняшний момент Людмила Мейер Виктория Малафеева Елена Ишматова Татьяна Истомина Юрий Штемплюк Андрей Денисов Лилия Нелепа Тарас Ткаченко Мария Раменская Даяна Батырова Алексей Кручков Ирина Кушина и Сергей Сокольников Но как я уже сказал словари сами себя не делают и махабхарата сама себя не читает и чтобы это все случилось я крайне и бесконечно благодарен Анатолию Григорьевичу Артеменко и Ангелине Дмитриевне Буреевой которые терпят вот все то безобразие которое связано с организацией процесса который вот в частности последние два месяца назывался полуавтоматическая морфологическая разметка параллельного русско-санскритского корпуса и в чем собственно Евгений помогает Лидия Зайкова так вот что я хочу сказать у меня осталось еще время или на самом деле я исчерпал свой ресурс ну время давайте так вы если это возможно у вас минуты две-три на запишение может быть хорошо обсуждение мы тогда выберем время отдельно я думаю что будет много хорошо так значит я попытаюсь выйти из презентации экрана но допустим экран так сейчас стоп шерр так я надеюсь меня видно сейчас крупным планом да вас видно хорошо хорошо значит что я хочу сказать я надеюсь что мы перестанем эту мелкую грызню какие-то исторические обиды и что бы там не было и просто сделаем вместе то что не смогли сделать за деньги в Америке и объединим наши усилия не пытаясь доказать кому бы то не было что я круче я нужнее я могу что-то того чего можете но давайте объединимся и сделаем инструмент благодаря которому мы сможем быстро за считанные секунды не тратя ни дни ни часы ни годы выяснить все номера страниц бумажного издания где встречается Вишну и не только в Махабхарате и в Рамайане а допустим еще и в Пуранах то есть это только начало ничего подобного нету в мире нигде и я считаю что российская отечественная школа санскритологии имеет определенные преимущества мы умеем сплачиваться и пришло время отложить свои какие-то исторические какие-то я их называю обидами отложить их в стороне и сделать что-то вместе чтобы показать что мы не на 20-30 лет якобы отстаем я не согласен с этим я считаю что мы можем показать образец по которому потом пойдут они а не сложить ручки и сказать что все плохо денег нет будем держаться держаться будем но давайте вместе я вас призываю если вам иногда кажется что меня слишком много это лишь только потому что вы молчите я вас прошу подайте голос протяните руку помощи я не хочу заполнять все и вся но мы живем в 21 веке а пользуемся методами 19 вам не надоело тратить время на вот это бездарное пролистывание бумажных книг в поисках справочной информации мне лично надоело собственно это и основной посыл моего доклада давайте я это говорил в прошлом году и я повторюсь давайте жить дружно и работать все-таки вместе не показывая каждому его место как может быть нам кажется спасибо за внимание Марцис Юрьевич огромное спасибо очень такой вдохновляющий доклад и очень верный правильной идеи если можно на правах модератора я просто кратко отмечу что относительно словаря я все-таки буду защищать и печатную версию можно вспомнить Маршака усерднее с каждым днем гляжу в словарь и там посмотрите это замечательное стихотворение и оно мне кажется здесь свое обаяние в работе с печатной версией но я думаю что уже настало время организовать международный санскрилотологический конгресс в Петербурге или в Москве раз есть Марцис Юрьевич со своей командой благодаря которой мы сейчас собственно и имеем эту конференцию потому что вся техническая за редким исключением помощь была оказана именно ими вот поэтому я горячо приветствую я за то что давайте все-таки уже не скрываться не говорить что вот там в Великобритании вот у них там то в Америке то я вам показываю пример что деньги не решают ничего абсолютно все что они сделали сделали все пропало а то что сделаем мы мы размножим так чтобы это было доступно всем у нас не будет никакой элитарности в этом Мартис Юрьевич я думаю что это очень интересная тема и здесь затронута и российская наука и российская эндология да в целом как бы это очень важно несмотря на то что как говорится мы не любим об этом говорить но об этом надо говорить если есть какие-то вопросы к Мартису Юрьевичу комментарии пожалуйста пожалуйста кто может быть Мартис Юрьевич вы как-то всех видимо очень как-то не то что подавите вопросов нет есть комментарии еще что можно вот в виде комментариев я бы хотела выразить огромную благодарность Мартису Юрьевичу не только за то что вот скажем тот свет просвещения скажем который он несет но за его невероятный заряд который несмотря на то что творится в мире он умудряется проносить в тех людей которые его окружают то есть этот человек который несмотря ни на что на ту ситуацию на ту ситуацию в которой сейчас мы живем он продолжает говорить что все будет хорошо первое второе что ничего не лишают деньги и он это доказывает он умудряется делать дело и вести вперед такой тяжелый так скажем поезд как вот это по-моему это вообще не подъемная ноша то за что он взялся и он умудряется это делать и распространять этот заряд огромное вот спасибо за такое продвижение человеческих ценностей в современном очень тяжелом мире скажем вот так спасибо Марк Юрьевич спасибо огромное я считаю что нравственные ценности они все-таки преобладают в смысле они должны преобладать и соответственно мы не должны сдаваться рано сдаваться когда можно будет сдаваться я скажу корпус это моя мечта мечта идиота и она несбыточная я скажу но пока я верю что если мы объединимся мы сделаем это лучше чем где бы то ни было хотя бы просто потому что нам ничего за это не платят хотя бы поэтому но все-таки деньги будут не лишними если вдруг они появятся я думаю отказываться не надо я думаю что они появятся второй момент все-таки мы не будем забывать что у нас идет как бы помимо корпуса санскритско-русского замечательная идея но все-таки мы не должны забывать и другие как бы наши студии исследования в частности если вопросов больше к Марсу Юрьевичу нет хотелось бы представить Волошину Оксану Анатольевну с ее докладом фоносемантическая структура ведийского текста пожалуйста спасибо 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 уважаемые коллеги слышно меня да я вижу что мне осталось не так много времени но я предлагаю поступить следующим образом я уложусь в любое отведенное мне время то есть если у меня не получится полчаса я могу сделать свой доклад более кратким прошу мне просто сигнализировать когда вы сочтете что достаточно мне уже говорить я хочу показать свою презентацию видно ли ее да да видно видно ага сейчас я хочу показать на весь экран широкий экран и так если можно я приступаю ну во-первых я сейчас очень увлекусь своим рассказом я хочу поблагодарить за то что мне позволено здесь выступить я очень рада всех видеть очень рада сама выступить с докладом послушать других к сожалению не все уважаемые коллеги которых я бы очень хотела послушать выступят на этой конференции но тем не менее и благодарю всех организаторов этой конференции и так собственно моя тема которую я заявляю сегодня это фоносемантическая структура ведейского текста я выбрала наугад один из гимнов это седьмой гимн оказался первой мандалы реклепис предварительно скажу что работы по фону темантики очень часто вызывают критику они не основаны на точном методе приводящем к убедительному результату не вызывающему сомнений часто выводы автора выглядят субъективно и слушать если трудно избавиться от мыслей не является ли обнаруженной повторы звуков слогов поддерживающих семантику текста фантазии автора ведь в любом тексте мы найдем самые разные повторяющиеся сочетания звуков иллюстрирующие в принципе любую нашу гипотезу однако не случайный интерес к фоносемантической природе текстов особенно устных особенно поэтических восходит с древнейшим наблюдением над природой языка еще в биологии Платона Кротил анализируется фонетика греческих слов звучания в частности мужских имен и женских имен я не буду приводить примеры чтобы мне времени не тратить очевидно что словесные произведения есть воплощение мыслей звучащую форму поэтому звучание не может не привлекать внимание ученых и поэтов в конце доклада я приведу примеры фоносемантических наблюдений моих собственных над текстами на разных языках а сейчас обращусь к теме моего доклада фоносемантический анализ визийских гимн многие ученые изучающие древнеиндийскую поэзию особенность визийской тексты отмечали неоднократно что фонетика звучащего текста является как бы поддержкой семантики здесь можно упомянуть работы Ели Даринковой Татьяна Яковлевна Сопорова и других сейчас я обращусь к работам Сосера о понограммах и процитирую некоторые наблюдения на которые опираюсь именно я сейчас в этом докладе и так первое повторение в гимне слогов принадлежащих тому священному имени которому посвящается гимн это известная цитата и дальше тоже очень известны его слова известны и всем но для меня они будут важны и я позволю себе потратить время можно взять почти любой гимн на удачу и убедиться в том что например гимны посвященные Армии Ангера представляют собой как бы ряд каламбурных созвучий например таких как Гирах Анга и тому подобное что свидетельствует о главной заботе автора подражать слогам священного имна и второе во многих небольших гимнах числа устанавливаемые для повторения согласных совершенно безупречны дальше Сосер будет говорить что и гласные тоже образуют здесь звуковые равновесия еще буквально несколько цитат поэт полностью отдавался звуковому анализу слов который становился его обученным занятием все слови могут участвовать в звуковой симметрии и в соответствии будь то в согласных или гласных которые обнаруживаются в психотворных формулах как будто все единообразно основаны на гораздо более точном правиле которое не ограничивается общим разрешением подражать звукам а дает представление о звуковом равновесии определяемым с помощью числа повторяемых элементов итак я предлагаю вашему вниманию как я уже сказала седьмой гимн я здесь выделила вот к сожалению невозможно на презентации весь текст представить целиком это было бы конечно очень удобно но я частями предложу вашему вниманию если вдруг будет что-то интересное я смогу вернуться к любому слайду итак я выделила полужирным шрифтом те фрагменты которые повторяются и дальше я буду рассказывать повторяются и повторяются они не случайно потому что конечно повторяются самые разные сочетания звуков и здесь например самый первый мы видим пади индрам ид гадхино брхат и мы здесь видим индрам и опять ид и так далее потом идет следующая тема я об этом буду говорить я очень бегло пробегусь сейчас вот по тексту гинна хочу просто обратить внимание на то что конечно само имя индры повторяется неоднократно оно в некоторых словах в некоторых словах как будто зашифровано проявляется сводь некоторые созвучия я позволю себе уже конкретно некоторые свои наблюдения над текстом эсклогимно сформулировать и так само имя встречается в дни 12 раз причем чаще всего имя индры начинает с паза и в самых разных комбинациях повторяются отдельные звуки и сочетания звуков образующие это имя например адрин ираджиати виндхэ и другие благодаря чему ассоциации позволяют услышать отзвуки главного слова в других словах текста в частности даже частицы о чем неоднократно замечали авторы могут играть роль музыкального ключа настраивающего тональность гимна поскольку в частицах встречаются опять-таки звуки созвучные именем божества в гимнах индри такую функцию выполняет частица инфы в нашем примере эта частица в нашем гимне встречается дважды в первом и во втором стихе таким образом ключевое слово оказывается основой фонетической игры в гимне формируя многочисленные семантико-фонетические отсылки к другим словам священного текста я прочитаю здесь цитату из диссертации Векшина анаграмматическое ключевое слово своеобразная воронка втягивающая в себя разрозненные осколки других слов звуковой и очевидно семантический узел текста вот здесь у меня эта цитата на этом слайде представлена в защищенной в 2006 году диссертации фоно-стилистика текста звуковой повтор в перспективе смыслообразования эти слова были сказаны и вот в контексте моей работы они очень показательны я хочу сказать что изобразительный уровень любого гимна как мне представляется и того который я выбрала для анализа в частности отличается полифоничностью в нем может звучать несколько звуковых тем я сейчас попробую это показать хотя доминирует как правило одна имя Бога мы видим например что индра называется громовержцем владельцем паджера и слово паджера встречается в гимнетрижке во втором пятом и седьмом стихе однако фонетический облик этого слова многократно резонирует звуковыми повторами индра называется варшан что обыгрывает не только на фонетическом уровне повторением начального звука слова но и на семантическом индра гонящий стада народы побеждающих побеждающий врагов в ртрешу отсылка к победе надо в ритре в ртра расколовший скалу адри и выпустивший коров божественную речь не случайно кони индры характеризуются как запрягаемые словом вачо юджа семантические и фонетические ассоциации создают здесь перекрестные связи смысловые и фонетические отсылки к другим гимнам к другим текстам к именам к метафорам и тому подобному и таким образом текст гимна оказывается сплетенным причудливым образом из созвучий вызывающих не только фонетические но и семантические ассоциации а фонетическая архитектоника создает не только звучащую материю гимна но и поддерживает его семантику и здесь на слайде у меня цитата из работы Сергея Сергеевича Аверинцева теолог также мало доверяет каждому отдельному слову нести в себе адекватный смысл как поэт не склонен предназначать каждой отдельной метафорой выразить собой адекватный образ только оспаривающие друг друга слова только противоборствующие друг другу метафоры создают так сказать силовое поле косвенно порождающее в уме читателя нужный смысл или нужный образ слова должны усиливать друг друга интонационно и вытеснять друг друга содержательно и образно я сначала предлагаю вашему вниманию пример некоторых повторов в том гимне которые я выбрала для анализа и повторы здесь оказываются как структурообразующий принцип оказываются композиционным приемом структурирующим ткань гимна а теперь я хотела бы проанализировать очень частное такое предложить свое наблюдение например над вокалическим контуром первого стиха вот я выделила опять здесь полужирным шрифтом гласные и хочу предложить вам посмотреть на эту получившуюся вокалическую структуру вокалический контур в первом стихе встречаются гласные а краткая долгая и краткая и долгая э у и р слоговое причем три последние гласные используются лишь по одному разу а вся вокалическая нагрузка падает на гласные а и и долгий и краткий краткий а встречается в исследуемом отрывке 10 раз долгий а 2 раза краткий и 8 раз и всего однажды долгий и в середине второй пазы мы видим гласные э а в конце первой пады слоговой р в конце последней пады ну не совсем в конце да в решении долгий гласный у гласный э как нам представляется в санскрите как гласный среднего подъема который появляется в случае на месте влияния гласных а нижнего подъема и верхнего подъема и не случайно поэтому как нам кажется он обнаруживается в середине как раз средней пады а в самом центре стиха а вот гласные р слоговое и у долго образуют как бы кольцевую композицию ограниченная звуковая гамма позволяет выставить предположение о зашифрованности вокалической структуре имени индра в первом стихе имна интересно отметить что ударный гласный тим является ритмической опорой поскольку встречается в первом стихе шесть раз тогда как краткий а долгий а э и долгий у по одному разу стоит заметить что преобладание простых гласных изменить индры а и характерно и для других стихов гимна ну вот здесь я позволю себе высказать совсем уж такое фантастическое предположение наблюдения дело в том что точно такие же гласные а и и встречаются в имени бога агни но как нам кажется как нам представляется любопытным в имени индры первый гласный и верхнего подъема а последний а нижнего подъема и вот высокие низкие звуки это вообще всегда как показывают специалисты по фону стилистике по фону темантики являются самым главной такой опорой для формирования структуры поэтического текста это невозможно не заметить высокие гласные низкие так вот получается что как будто бы в слове индра ну как будто зашифрованы сверху вниз огненные стрелы громовержства направлены с неба на землю а у огней наоборот с земли на небо возносится дым жертвенного огня и молитвы жертвов ну возможно да это такая фантазия тем не менее и роль теперь я хочу показать следующий слайд и обратить внимание на роль повтора согласных в архитектонике гимна и здесь я выбрала звонкие предыхательные бх и дх которые создают причудливый фонетический орнамин в шести стихах гимна вот судите сами да в первом стихе однажды употребляется бх во втором дх потом опять бх а потом их скопление дх бх еще раз опять да два согласных в пятом стихе и в шестом тоже два статер говорил о том и писал в своих заметках что если вы возьмете маленьких размен текста то в принципе там сложно будет что-либо увидеть нужно взять побольше шесть строчек восемь строчек десять строчек но вот эта фонетическая склепа если можно так сказать да вот этот повтор звуковой он может охватывать не весь гимн а какую-то его часть вот я выбрала выбрала небольшой фрагмент еще один фрагмент из этого же гимна носовые согласные также создают такой причудливый орнамент на самом деле каждый фрагмент гимна позволяет обнаружить повтор звуков и звуковых сочетаний и в шестом стихе анализируемого гимна встречается десять носовых согласных пять звуков на и пять звуков звуков м с анонасикой причем в первой пазе симметричная структура три звука на и три звука м во второй пазе удвоенный н и в последней пазе два раза встречается звук м повторяющиеся звуки скрепляют фрагменты гимна создавая сеть перекрестных отсылок к разным частям звучащего текста повторяю здесь не украшение а инструмент создания текста фоносемантика является важным механизмом конструирующим древний поэтический текст да и не только древний если мы обратим внимание на фольклорные тексты малые фольклорные жанры там потешки детские да какие-то колыбельные пословицы поговорки и так далее далее мне бы хотелось я уже буду завершать свое выступление в завершении мне бы хотелось сказать о том что Сосюр стал автором двух взаимоисключающих мы с одной стороны он говорил о произвольном характере лингвистического знака и в общем не мог говорить по-другому поскольку язык есть система семиотическая система семиотическая система произвольна а с другой стороны Сосюр говорил о значимости звуковых повторов в единицком тексте и не просто повторить это какой-то фонетический орнамент какая-то аранжировка а эти звуковые повторы создают специфическую конструкцию не только фонетическую но и семантическую я бы хотела сказать что эти идеи Сосюра о фоносемантике разбивали разные ученые ну или не идеи Сосюра разбивали а самостоятельно наблюдали фоносемантическую особенность поэтических текстов их много этих ученых я хотела бы в своем докладе назвать троих это Роман Усович Екапсон известная работа в поисках сущности языка и вот это как раз наблюдение над звуковыми характеристиками артикуляционно-акустическими характеристиками это по Екапсону есть сущность языка и известный пример который я взяла один всего лишь из этой статьи Екапсон говорит о том как день и ночь в русском языке артикуляционно-акустически отражают то что они называют день все палатализованные согласные палатализованные диезные высокие по акустической классификации гласные переднего ряда высокие что-то светлое яркое ночь наоборот носовой низкий н-о лабиализованный тоже низкий а ч-африката по акустической классификации резкий звук соответственно ночь что-то темное и такое опасное панов Михаил Викторович в своей статье о восприятии звуков пишет о результатах эксперимента по семантической интерпретации произведений поэтов-заумников тексты-заумников и некоторые эти тексты анализируют и эксперимент заключался в том что студентам филологического факультета и сотрудникам института русского языка были предложены вот эти тексты и названия этих произведений шесть стихотворений и нужно было соотнести название стихотворения с самим текстом так вот эти соотнесения были совершенно безошибочны что говорит о том это говорит о том что сама опора на фонетику на звучание называет фонетические ассоциации и апеллирует к смыслу и последнее я хотела бы поговорить о наблюдениях Журавлева известный всем работы по фоносемантике и привести тут на слайдах некоторые его наблюдения Журавлев как известно проводил очень много экспериментов фоносемантических и в частности одной из его идей был перевод если можно так сказать звучащего стиха в цветовую гамму в картине если можно так выразиться соответственно звуком русской речи хотя он и другие иностранные языки исследовал были приписаны цветовые оттенки и вот как выглядит стихотворение Тарковского «Пускай меня простит Винсент Ван Гог» мы видим здесь желтые такие пятна а желтый как раз цвет ударного «О» «Пускай меня простит Винсент Ван Гог» за то что я помочь ему не мог и так далее и так далее а вот например как выглядит в той же программе как сделал Журавлёк выглядит стихотворение Есенина вот первое это «Отговорила роща золотая» а второе «Зелёная прическа девическая грудь» вот «Отговорила роща золотая» тоже сначала мы видим безударные «О» зажигают жёлтый и красный свет на общем фоне дальше «Берёзовым весёлым языком наплывают тёмно-коричневые «Ы» стою один среди равнины голой ударные «И» создают яркий синий просвет громко звучат сильные аккорды потом картина мрачнее у журавлей дум юности появляются тёмно-синие тона затем вспышки красного на сине-зелёном не жаль не жаль не жаль и последнее хочу поделиться с уважаемой аудиторией своим наблюдением я когда читаю лекции в нашем филиале студентов казахстанского филиала в Астане обратила внимание на то, что вот есть такой в Астане а ныне Нур-Султан памятник поэту Жамбылу казахскому и вот посмотрите уважаемые коллеги рядом с памятником камень на котором четверостише из его поэм идут посмотрите в первой строчке только гласные верхнего подъема узкие и высокие во второй строчке тоже только первый гласный О вот он не верхнего подъема третья строчка все гласные не верхнего подъема темные и последняя четвертая строчка тоже идут И самый темный гласный И замыкает это четверостише опять высокие гласные. Что это такое? Случайно ли это? И студенты рассказали мне, ну, в общем, это и известные такие факты, что подобные особенности сингармонизма, сравнения слов в казахской поэзии используются очень активно как средство стилистической художественной выразительности, потому что гласные верхнего подъема, светлые, узкие, они используются для описания тонких чувств. Например, белый лебедь, точно так же, как и в русском будет, там прекрасные тонкие девушки, а гласные нижнего подъема, это А, это низкие гласные О, У, это И, они используются для описания сильных эмоций. Вот как в этом четверостишей. Сильных эмоций, как правило, кровавая битва, там какой-нибудь хан-баты, вот в казахском эпосе именно так это и выглядит. Я хочу завершить и хотела сказать, что, конечно, как я уже говорила, часто вот эти фоносемантические наблюдения выглядят достаточно субъективно, но тем не менее, хочется отметить, что семантика разлита по всем языковым уровням, по всем языковым единицам, и даже звуки вызывают впечатления такие семантические, стилистические. Осознанно или нет, но эта семантика выражается всеми языковыми единицами, в том числе и звуками. А уж тем более, это касается древнего поэтического текста, такого сакрального текста, как Ригведы. Спасибо за внимание. И в завершении, вот тут у меня картинка еще одна из Журавлева, которая как раз показывает соответствие стихотворения Тарковского «Петровские казни» и картины Сулькова «Утро-Сульбетской казни». Спасибо, уважаемые коллеги. Оксана Анатольевна, благодарим за этот изумительный доклад, очень изящный. Я думаю, что мы уже сейчас можем даже, как говорится, если проанализировать речь каждого из нас довольно плохо, мы можем уже наглядно понять выражение «светлый человек», «темный человек». Пожалуйста, вопросы есть? У меня есть вопрос. Да. Да. Большое спасибо за доклад, невероятно интересно. Я увидела параллели с тантрическими текстами и теорией мантры, где смысл у каждого мантрического звука, вот каждый мантрический звук имеет свой смысл. Этот смысл очень широкий, поле смысловое невероятно огромное, а это в общем начало, вот все, что связано с началом, например. Обращали ли вы внимание на значение звуков, вот конкретно в Регведе и, ну не знаю, там в Бедах и в других текстах санскринских, возможно. Каковы поля этого смысла? То есть можно ли их как-то уловить? И какие тексты? Есть ли тексты, которые говорят о смыслах звуков? Большое спасибо за вопрос. Да, я поняла. Но вы знаете, нет, мне такие тексты неизвестны, я этой темой только начала заниматься и как-то она такая маргинальная для меня, поэтому не могу ответить на ваш вопрос. Но, безусловно, абсолютно уверена в том, что я на самом деле тоже пришла вот к этой теме, анализируя звучание мантра, потому что тем более в мантрах, да, само звучание оказывается чрезвычайно важно. Тут даже не столько семантика, сколько звучание. Сам звук, вот эти частоты акустические, да, вводят в определенное состояние сознания, точно так же, как и песни, да, вот у нас слова ложатся на песни и так далее. Ну, безусловно, но я этим сама не занимаюсь, поэтому боюсь наговорить тут чего-то такого совершеннейшей от тебя тины, не могу сказать, не знаю. Спасибо большое за ответ. Действительно интересная тема и очень трудноуловимая. Да, да, очень трудноуловимая. Прошу прощения, да, я сейчас в клинице. У меня, почему я этим заинтересовалась, у меня некоторые студенты хотят защищать дипломы и защищают дипломы на эту тему. Они берут, например, Маларме на французском языке, проводят такие эксперименты. Если вы не знаете французского языка, вы можете из шести стихотворений, опираясь только на звучание, догадаться, где лебедь замерзает в замерзшем озере, а где корабль качается на волнах. И вы знаете, когда они защищают свои работы, наша комиссия, кафедральная, всегда выносит один и тот же вердикт. Не убедили. Поэтому это, конечно, очень все субъективно и как-то трудно доказуемо. Да, определенно тут какие-то нужны еще паранормальные способности. Да, наверное. Надо их на какие-то курсы. Какая-нибудь эзотерика. Какой-то вопрос еще у кого? Я вот вижу. Да, Татьяна Иосифовна, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое, Оксана Анатольевна. Конечно, приятно осознавать, что можно, если прислушаться, как следует, то примерно понять, о чем идет речь, или хотя бы хорошо, или плохо. А скажите, пожалуйста, каково среднее статистическое распределение гласных в корпусе регвезды? Ой, не знаю, я не смотрела. Среднестатистическое вы имеете в виду в разных гимнах, да? Да. Или по отношению с согласными, или как? Да, ну вот, как в вашем гимне, который вы проанализировали, там, и А, да, вот распределение, и А, и других. Вы знаете, нет, нельзя здесь, нельзя сказать. При низких гласных. Да, мне так и хотелось представить вам такую картинку, что в гимне Индри только вот такой будет узор. Нет, ничего подобного. Естественно, самые разные гласные встречаются, будет и Э, будет и У, но если мы будем обращать внимание на числа, если мы действительно их посчитаем, то мы увидим, что в количественном отношении, безусловно, доминируют те гласные, которые в имени Божества содержатся. Вот, пожалуй, так скажу. Но, конечно, упростить всю эту картинку и сказать, вот мы по гимну можем определить, только по гласным гимна можем определить, какому божеству этот гимн посвящен. Было бы очень соблазнительно, но я пока этого не делала. Не знаю, вообще было бы, конечно, интересно. Особенно, вы знаете, как мне кажется, обратить внимание на первые строчки гимна. Вот там должно быть зашифровано. Но я этого не делала. Не знаю. Спасибо. Такой фон, такой фон мог бы быть полезен для выводов. Спасибо. Спасибо большое. Здесь еще вопрос в чате от Елены Алексеевны Бетинальты. Вы можете его увидеть в чате. Если хотите, я могу зачитать. Либо сама... Зачитайте, пожалуйста. Пожалуйста. Елена Алексеевна. Так, картинки, изображающие стихи, созданы на основе теории синестетики, то есть восприятия действительных чувств. А идея синестетики была ли в индийской культуре? Идея синестетики была ли в индийской культуре? Не знаю. Не могу сказать. Ну вот здесь комментарий, пожалуйста. Да. Она зашифрована просто в структуре траконтрических мандал на втором уровне. общности, где есть распределение по, допустим, по цветам, а также по вкусам и тому подобное. Так что это есть. Но это рассчитано на очень подготовленных и, в общем, полупрофессиональных людей, каковы суть траконтрические созерцатели. А непрофессионально это видно как раз прежде всего в поэзии. Спасибо большое. Еще есть, вот у Натальи, по-моему, был вопрос. Пожалуйста, Наталья. Спасибо вам большое за такой интересный доклад. Он очень сильно перекликается с тем, о чем я думала последние несколько ночей. Частично вопросы, которые задавались, они коррелируют с моим вопросом. У меня вопрос такой. Я опять-таки подойдусь с точки зрения физиологии. То есть мантры — это не просто слоги и не просто звуки. Это звуки, которые вызывают вибрацию определенных частот, на определенных частотах. Дело в том, что наши все внутренние органы, они будут вибрировать с разными частотами. То есть при произнесении определенных звуков будут наблюдаться определенные физиологические изменения в организме человека. Меня очень заинтересовало, я владею несколькими языками, меня очень заинтересовало, почему во всех языках, в основном во всех, определенные базовые, так скажем, ну, назовем это предметами или то, что нас окружают, они имеют схожее звучание. И я прихожу, чисто логически у меня возникла такая мысль, что звучание этих предметов, оно зависит от содержания в них, количественного буквально содержания в них базовых четырех элементов. То есть четырех или пяти, там сколько там, земля, вода, воздух и так далее. Есть ли какие-нибудь, вообще, проводились ли какие-нибудь исследования, которые позволяют определить звук предмета в зависимости от вибраций, которые он издает? Ведь зависимо от того, допустим, камень, в камне у нас будет больше воды, соответственно, вибрация у камня, она будет отличная от, допустим, вибрации дерева, в котором больше содержится воды и органики. То есть есть ли такой вариант, можно ли предположить, что слова изначально, они были услышаны людьми, ну или пралюдьми, я не знаю, в зависимости от того, какие звуковые вибрации издавали те или иные предметы. Есть ли кто-нибудь, кто занимался вот этим? То есть по сути своей любой живой и неживой организм, он вибрирует. Соответственно, он вибрирует на каком-то звуке. Получается, при воспроизведении этих звуков мы будем воздействовать на те элементы, которые содержатся в нашем теле. То есть больше будет воздействоваться на одну систему органов, и на другую. Спасибо большое. Оксана Альфовна, пожалуйста. Да, ну вы знаете, я попробую ответить, да, насколько я это поняла. Вот лично мне не близки подобного рода параллели, да. Я бы не стала говорить о том, что в разных языках совершенно похожее название одного и того же предмета, звуковое название, как раз Сосюр в курсе общей лингвистики опровергало это. Как раз вот он говорил о том, что в разных языках по-разному, разными словами называется одно и то же. И здесь вот он формулировал теорию произвольности лингвистического знака. Я же скажу, вот то, что мне приходилось замечать, безусловно, вот эта вот проблема попытки услышать окружающий мир, услышать природу, отражается вот в этой системе звукоподражаний, да. А как оказалось, этим занимались многие ученые, оказалось, что слов на основе звукоподражания в разных языках великое множество. Их море, мы просто как-то не готовы их замечать. Ну, например, там слова, которые говорят манеру, которые описывают манеру человека говорить. Сюсюкать, причмокивать, шмакать, чавкать, ходить, там есть и так далее. Они все звукоподражательные. Звукоподражательных слов море, но все равно существует национальная какая-то специфика. Вот я сошлюсь на свой опыт. Я здесь как-то философией, да, не занималась, этой проблемой. Вряд ли мой ответ вас удовлетворит, но мой опыт будет такой. У меня однажды был опыт преподавания русского языка китайцам. Это было довольно давно. И вот китайцы знали русский язык прекрасно, и они возмущались русским звукоподражанием, когда русские имитировали крик животных каких-то. И они вот особенно возмущались лягушкой. И говорили, ну где вы слышали такое, чтобы лягушка сказала «ква-ква». И когда я попросила изобразить, а как она говорит по-китайски, ну действительно более похоже, это все звуки, фонемы, которые существуют в конкретном языке. Носитель каждого языка как будто, я беру метафору Трубецкого, просеивает сквозь фонологическое сито родного языка звуки природы, то, что он слышит в природе. А слышим мы в общем природу, ну я думаю, не совсем одинаково. То есть вот я бы остерегла проводить такие глубокие параллели и говорить об изомартизме этих явлений. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Один вопрос мы можем еще заслужить. У меня технический вопрос, если можно. У меня технический вопрос. Я Татьяна Викторовна Ермакова, я уже регистрировалась, но сейчас я не понимаю, как мне на картинке авторизоваться. Спасибо. Ну это мы уже технически решим. Сейчас у нас будет небольшой перерыв, минут 15, и вы сможете с Ангелиной Дмитриевной этот вопрос решить. Я предлагаю сделать перерыв, как вы уже поняли, минут 15, и у нас пойдет тантрическая секция. Вот, по-моему, уже Сергей Владимирович здесь есть, Сергей Пахомов. Розанна, можно такое предложение? Поскольку все у нас поплыло, причем именно ровно на час, может быть, как раз полчаса сделать перерыв. То есть я должен был в 13.30, начну в 14.30, чтобы эти минуты не считали. Если нет возражений у публики, пожалуйста, мы можем, либо, если хотите, можем начать с Анны Петровны, то есть здесь мы можем как-то варьировать. Как хотите, как решат, как говорится, слушатели. Можем сделать перерыв полчаса, как и запланировало, просто обстоятельства сложились, и начать через... Пусть Ярослав Владимирович скажет свое веское слово. Надо включить микрофон Ярославу Владимировичу. Так-то просто. Сейчас. А что я должен сказать? У нас пауза, у нас перерыв 15 минут, полчаса. 15 минут или полчаса? Ну, давайте полчаса. Давайте, да. Хорошо. Тогда мы, может быть, даже не отключаемся, я имею в виду просто... Да, я не закрываю стрим, потому что я боюсь его трогать. Не будем, не будем. Значит, поэтому вы просто можете закрыть камеры, а когда придет назначенный час, то есть в 14.30, включите их обратно. Самое главное, микрофоны тоже отключите, потому что, чтобы все были спокойны. В 14.30. В 14.30 продолжаем. Хорошо. 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 Продолжение следует... 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 Да, я поняла. Сейчас закрою. Поняла, поняла, да. Всё. Разобралась. Сейчас уже не будет мешать. Всё, звук пока выключаю свой. Олег, переименуй, пожалуйста, свой поток, чтобы ты был не Михаил. В верхнем правом углу там есть три точечки, чтобы у всех было прописано имя, отчество, фамилия. Спасибо. Сергей Владимирович, можно попросить вас тоже написать отчество в своём зуме? Пожалуйста. Чтобы мы по-небратски друг друга не называли. Я честно не помню всех отчеств наизусть. Например. Спасибо. Олег, ты также называешься Михаилом. Пожалуйста, попроси тебя переименовать. Олег Ерченков, попроси себя переименовать. Переименуйте меня, пожалуйста. Я не могу, никто не может. Перезайти нужно по своему. На твоей фотографии правая и верхняя части. Хорошо, я тогда перезайду через свой аккаунт. Нет, через аккаунт. Олег, три точечки, если наведёшь… Нет, необходимость в свой аккаунт, а просто зайди в три точечки, и там будет переименовать. Навести мышку на видео с собой. Там три точки справа. Так, это я сейчас пытаюсь делать, чтобы видео на себя развернуть. Розанна Владимировна, когда начинаем? Так, наверное, уже все подключились, да? Скажите, пожалуйста, если мы сейчас начнём. Ярослав Владимирович. Так, пока я… Ярослав Владимирович, нет камеры, возможно, он даже его нету рядом. Да, я вот не знаю, мне кажется, сейчас три минуты прошло. После начала. Я думаю, что минуты две ещё подождём, Сергей Владимирович, если вы не против. Хорошо. Две минутки буквально, пока вот Сергей Дмитриевич сейчас устраивается поудобнее. Так, Анастасия сейчас подойдёт Ложкина. Так, ну давайте тогда мы подождём ещё минуточку. Я тут снова, извините, я уходил на некоторое время. Ничего страшного, мы ещё вот как раз ждём, тоже у нас сейчас такая будет интересная сессия. Сейчас Ярослав Владимирович подкручится. Если нет, начнем тогда, наверное, без него или, может быть, позвонить ему, спросить. Ну, наверное, я думаю, что можно начать, да? Думаю, что можно. Вот, Ярослав Владимирович на месте. Ага, всё, тогда мы уже начинаем следующую сессию. И у нас доклад Сергея Владимировича. Сейчас, пожалуйста, Сергей Владимирович, если можно, вы представьтесь. Так. Я демонстрирую экран, надеюсь, что его видно. Сергей Владимирович Пахомов, РГПУ имени Герцена, Санкт-Петербург, институт философских наук, доцент кафедры философской матропологии, истории и философии. Доклад, который я представлю... Розанна, виден мой экран, да? Да, всё отлично видно. Если вдруг что-то не так, мы обязательно скажем про я инициативу. Хорошо. Мой доклад посвящен достаточно важному аспекту тантрического мировоззрения, который постоянно, в общем-то, на всём протяжении истории тантризма, был, можно сказать, на переднем плане этих традиций. Идеал бессмертного состояния был известен в Индии издревле. О желании бессмертия упоминается уже в Ригведе. Например, в одном из гимнов Кагни говорится «Ты, о Агни, смертного переносишь высшее бессмертие». В силу доминирования ценности бессмертия в индийскую эпоху индийское общество до поры до времени, в общем-то, не нуждалось в идеале духовного освобождения именно в том смысле, в котором ему начинают предавать где-то с середины первого тысячелетия до новой эры в ходе шраманского движения. Нет его ни в Самхитах, ни в Брахманах, ни в Ираньяках. В принципе, до буддийской упанишады продолжает ту же линию. Широко известна фраза из древнейшей упанишады Брихадараньяки «Веди меня от небытия к бытию, веди меня от тьмы к свету, веди меня от смерти к бессмертию, сделай меня бессмертным». Или же еще «Когда исчезают все желания, которые обитают в его сердце, то смертный становится бессмертным, достигая здесь Брахмана». Бессмертие интересует одной из супруг мудреца Еджинявалки, Майтрея, о которой у нас уже сегодня говорилось. Не менее древняя Чхандоги упанишады утверждает, что тот, кто проникает в этот слог, слог Ом, становится бессмертным, как бессмертный бог. Здесь я особенно велосипед не запретал, воспользовался переводами, которые уже представили Татьяна Яковлевна Елизаренкова и Александр Яковлевич Сырки. Этот идеал бессмертия сохранился в духовной жизни Индии после того, как, вероятно, под влиянием шраманских движений повсеместно в среде подвижников распространилось стремление к нирване и к мокше и причудливым образом переплелся с этим новым идеалом. В сущности, мы можем видеть в понятии мокше вследствие дальнейшего развития понятия бессмертия. Ведь духовное освобождение в распространенном толковании – это освобождение от сансары. А сансар, в свою очередь, традиционно понимается как круговерт рождения и смертей. Поэтому и восприятие стереологического идеала, конечно, должно было в той или иной степени отразиться архаическое стремление навсегда преодолеть смерть. По всей видимости, тема бессмертия, наряду с интересом к магическим способностям, доминировала поначалу в прототантрических движениях и культах. Ну и после того, как наступает, так сказать, эпоха мокши, понятие бессмертия отнюдь не отступает на задворки тантрического сознания. Напротив, о бессмертии в различных его формах и аспектах охотно пишут многие тантрические авторы. Иногда бессмертие рассматривается как таковое вне освобождения, иногда вместе с ним или в его контексте. Порой в тантрическом тексте эти задачи перечисляются, можно сказать, через запятую, как, например, в алхимическом трактате Росарнова «Вечная молодость, телесное бессмертие, достижение идентичности с Шивой», то есть освобождение при жизни Джован Мукти, которое трудноосуществимо даже для богов о Махадееве. Главный объект культа той или иной тантрической традиции выступает своего рода эталоном бессмертия. Бессмертие для смертного возможно потому, что последний может соединиться с бессмертным по своей сути богом. В этом смысле бессмертие бога представляет собой нечто вроде архетипических координат, которые задают ориентиры для поиска бессмертия практикующим. Трансформируясь в высшее божество, соединяясь с ним, адепт переходит одновременно от смертного статуса к бессмертному, от зависимого положения к освобожденному. Тантрические произведения, когда они перечисляют эпитеты высшего божества, обязательно упоминают среди них также и бессмертие или преодоление смерти. Например, в Каматве тантре Шива говорит о себе как о нестареющем и бессмертном. Шива Ахам Аджарам Амара. В Нетра-тантре Деви называют Шиву победителем смерти, Мритюджит, владыкой бессмертия, Амритеша. Лакшми в Лакшми-тантре прославляет Господа Васудеву в аналогичных характеристиках, как нестареющего и бессмертного. Затем о самой Лакшми говорится в том же духе, она описывается как сущность бессмертия, как победительница смерти, Мритюджая. Уничтожительница смерти, Мритюнащина и так далее. Поэтому, будучи бессмертным само, божество способно даровать бессмертие своим последователям, либо напрямую по благодати, либо с помощью тех или иных средств практики. Так, Рудра Ямала, например, отмечает, что почитаемые Махадеви способны принести бессмертие, блаженство и освобождение. В Амрита Ананда Мукти. В Анаде Тантре Камешвара, то есть Шива, говорит своей супруге о том, что она всегда приносит спасение от смерти, небеса и освобождения. Тантрические божества, как известно, зачастую амбивалентны по своему характеру, и это, конечно же, сказывается на отношении к смерти и бессмертию. Повелевая смертью и сами будучи бессмертными, они также способны уничтожать что и кого угодно по своему усмотрению, вносить хаос в мир, вводить существ в заблуждение. Великая Кали, в Кали Веласа Тантре, например, описывается как смерть и заблуждение Марамохини. Однако, неся смерть и разрушение одним, такие божества одновременно несут бессмертную жизнь, спасительную трансформацию другим, тем, кто готов выдержать их силу. Убийственной для непосвященных бессмертной энергии становится спасением для прошедших инициацию в практике. Как говорит кашмирский мыслитель Утпаладева в Шива Сто Трав, в Али, там, где скорби превращаются в счастье, а яд в напиток бессмертия, где сансара становится освобождением, там пролегает путь шиваизм. В отличие от телесного бессмертия, которое представляет собой задачу на будущее, духовное бессмертие является не задачей, а данностью, поскольку оно является состоянием души, дживы или атмана, а приори считающейся бессмертным существом, хотя обычно этого состояния не понимающего. В этом смысле освобождение, среди прочего, означает также осознание душой своей бессмертной вечной природы. Телесное же бессмертие — исключительно сложная задача, которая требует от практикующего огромной затраты сил и неустанной практики, предполагающей трансформацию естественного физического тела. В то время как духовное бессмертие и как данность, и как цель безоговорочно признается всеми тантрическими направлениями, при этом такое бессмертие полностью тождественно духовному освобождению по отношению к бессмертию телесному мнение расходится. Соответственно, удельный вес ценности такого бессмертия варьируется от одной тантрической линии к другой. Например, такие школы, как Трика или Шривидья, не слишком интересуются телесным бессмертием. В частности, выдающийся представитель Шривиди, мыслитель Бхаскарарая, говорит о бессмертии, объясняя в комментариях к Трипура Маху Панишаде некоторую сущностную природу всего, Брахма — создатель всего мира, Вишму — сохранитель, орудор-разрушитель. Чего же больше? Раб, рыбак, плут и так далее. Любое живое существо наделено этой, как сказано в тексте, формой всего. Произойдет ли смерть тела в силу накопленной кармы в одно время или в другое, в том месте или ином, это уже совершенно не важно. Ведь то, что должно быть осуществлено, уже осуществилось. Таков смысл текста. Контекст таких рассуждений понятен. Гораздо важнее познать собственную природу, свое истинное «я», чем добиваться бесконечного продления жизни в физической оболочке. Неоднородность тантрических направлений заметна в их целевых установках. Такой американский исследователь, как Дэвид Гордон Уай, прочерчивает мысленную шкалу от деятельных до познавательных тантрических школ. Чем более познавательной или созерцательной является школой, тем меньше она интересуется телесным бессмертием. Цитата. «Практикующие, которые делают свою тантру, подчеркнут соматические цели телесного бессмертия, удовольствия, магические силы, а те, кто знают свою практику, нацелятся на самообожествление, скорее в когнитивном или психологическом ключе». Поэтому неудивительно, что тема бессмертия тела часто муссируется в тех деятельных школах, которые огромное внимание уделяли тантрической хатха-йоге. В первую очередь мы имеем в виду различные течения ситхов или совершенных, йогинов, алхимиков, целителей, поэтов. Широкомасштабное движение ситхов захлестнуло Индию чуть менее чем полторы тысячи лет тому назад. Пренебрегая теоретическими спекуляциями, они активно штурмовали твердыни смертного удела человека. Идущие с глумин индийской архаики стремление к бессмертию было подхвачено этими подвижниками и развито до высокой степени. Ситхи учили о реализации бессмертия посредством телесного совершенства и, как часто считалось, обладали эликсиром жизни. Ситхов уважали, почитали, но в то же время опасались из-за их необычных магических оккультных сил, которые также назывались ситхи, как известно. Эти силы, в свою очередь, были следствием упорных психопрактических тренировок в рамках хатха-йоги в совокупности приемов, которые, как считали ситхи, вели к обретению телесного бессмертия. Тела, которые развивали ситхи посредством хатха-йоги, имели особую природу. Они, конечно же, разительно отличались от обычных физических тел. Ситхи ищут, как пишет Шашибхушан Дазгутта, освобождение в трансформированном, нематериальном, то есть совершенном теле. Это неразрушимое духовное тело, полностью свободное от элементов омрачения, ашудха-майя, но все же связанное с элементами вишудха-майя, которые препятствуют ему становиться абсолютно статичным и действуют как полностью очищенный, динамичный принцип, ведущий к дальнейшей эволюции этого тела через все более-более тонкие ступени, приводя его к окончательному состоянию парамукти. В подобном теле ситха помогает своим ученикам, занимаясь передачей духовного знания. При этом такая деятельность уже его не омрачает, поскольку ашудха-майя на него никак не влияет. Будучи состоянием совершенно невозможным, немыслимым в глазах физического мира, телесное бессмертие предполагает парадоксальную ситуацию смерти для этого мира. Умереть, чтобы родиться снова и больше никогда не умирать – таков девиз ситхов. Умирает грубое тело, но рождается тело божественное, тело совершенное. Такое тело можно разрушить, можно убить, но нельзя заставить его умереть. Поскольку умирание и смерть – это процессы природные, естественные, то настойчивое избегание их означает, что духовный путь по преодолению смерти представляет собой в каком-то смысле неестественную траекторию, возвращающую индивидов в непроявленное, недифференцированное, в то же время интегрированное состояние. Частью паниндийского движения ситхов является школа надха, где идеал бессмертия, а именно бессмертия телесного, также играет очень большую роль. Поэтому все то, что говорилось выше про ситхов, справедливое для надха. В частности, надха градуирует бессмертие и выделяет в нем две ступени. Сначала обретается бессмертие в совершенном теле, ситха-дега, а затем в божественном теле, дивья-дега, которое представляет собой нематериальное духовное тело, уже не подверженное распаду. При этом надхи распределяют эти тела по степеням телесного бессмертия. Совершенное тело относится к разряду относительного бессмертия, а божественное тело к абсолютному. По крайней мере, первое тело обретается уже при жизни практикующего. Большую роль играли представления о телесном бессмертии в индийской алхимии Расаеве. Формируясь в течение первого тысячелетия в контексте аюрведических предписаний, которые были связаны с продлением обычной человеческой жизни, Расаеве со временем стала все больше интересоваться йога-тантрическими практиками, которые могли быть эффективными при достижении этой цели. Но при этом она и сама скорректировала свои теоретические постулаты в стереологическом духе. По словам историка химии Профулы Чандры Рая, около 700 года Расаеве наступила в тантрический период своей истории, который продолжался примерно 600 лет, и именно в этот период практика алхимии достигла своего высшего развития. Логика тантрических алхимиков вполне ясна. Поскольку высшей стереологической ценностью является не просто обретение освобождения, но освобождение при жизни, то оно не может не быть спасением в физическом теле. Соответственно, выдвигается особое требование к такому телу, которое не должно подвергаться распаду, то есть оно должно быть бессмертным. Предлагаем алхимики, алхимиками средства и процедуры способствуют, по их мнению, трансформации тела достижения бессмертия. Особенно большое значение в этой связи имела обработанная ртуть раса, которую хлестко называют также убитой ртутью, мрита-сутака. В частности, средневековый историк индийской философии Мадхова в девятой главе своего трактата Царва Даршна Санграха цитирует некий алхимический текст, в котором сказано, что именно царственная ртуть делает тело нестареющим и бессмертным. Символическая параллель между убитой ртутью и умершим для земного мира таантрическим югеном ситхом здесь достаточно прозрачна. Раса является квинтэссенцией, семенем шивы, которая также называют парадой, потому что она помогает переправиться над другой пара, берег бытия. Вещество, которое получается в результате соединения семени шивы и семени гаури, или слюды абхрака, способно уничтожить смерть, как пишет тот же Матхал. Устанавливая связь между освобождением и ртутью, уже упоминавшись о мной Расаарного, возглашает, у сурешен освобождение возникает и знание, о знании сохранения жизненного дыхания. У богини тело устойчиво там, где властвует ртуть. Благодаря использованию ртути, у богини быстро обретается нестареющее бессмертное тело, а также концентрация ума. Ртуть поистине сакральна в глазах алхимиков. Та же Расаарного советуют относиться к ней как к божеству. Надо созерцать ртуть, касаться ее, поглощать ее, и даже просто о ней памятовать, в общем, всячески ей поклоняться. И так, как уверяют многие тантрические произведения, практикующий в ходе своей садханы обретает бессмертие. Освобожденный йогин уверяет йога-биджа, посредством силы йоги побеждает смерть. Для него сама смерть умирает. Это напоминает нам, кстати, фразу из пасхального тропаря в православном богослужении. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. В своем отношении к смерти такой человек кардинально отличается от всех остальных людей. Он живет там, где все умирают, и напротив мертв там, где живут глупцы. Обретая смертное тело, согласно представлениям ситхов, подвижник пребывает вечно в состоянии самадхи. В таком хатха-ягическом трактате, как Шива-санхи, это говорится о том, что благодаря практике созерцания йоги на уровне аджня-чакры обретает власть над первоэлементами. После этого йогин не умрет даже за сотню циклов жизни Брахма и, уничтожив изначальные семена кармы, пьет напиток бессмертия. Нет для него ни старости, ни смерти, ни страданий, ни невзгод, ни болезней, уверена Акулавира тантра. Все болезни оставляют их и новых воплощений не для них, для этих йогинов больше. В Сидха-сидханта Патхате, еще одном трактате матховском, освещается облик и образ жизни этих идеальных людей. Они носят раковину и серьги, спутанные волосы, пьют чистую амриту. Неуязвимый для богов и демонов подобный йогин играет словно в Хайрава. Текст специально отмечает, что носители таких совершенных тел поистине владеют всеми сверхъестественными способностями. В шестой главе того же трактата такой совершенно называется Аладхутой, тем, кто прекратил натиск омрачений и пут, словно срезал волосы с головы, освободился от всех состояний. Он пребывает внутри своего духа, не ищет предпочтений в мире, проявленный и непроявленный одновременно, он поглощает проявленные и превосходит все ашрамы. Живя посреди динамичного меняющегося мира, такой субъект перестает воспринимать его как источник страданий, но рассматривает его теперь как исполненный блаженства и духовного света. В тантрических произведениях довольно редко можно встретить какую-то подробную картографию трансцендентных областей, в которых пребывают бессмертные люди, избавленные от материального мира. Когда речь заходит об освободившемся при жизни, то тексты отмечают скорее характер его состояния посреди забот земного мира. Или о том, что если говорится о том, кто обрел божественное тело, что указы скорее на их вездесущность пребывания в любой желаемой сфере. Но иногда можно встретить в тантрических сочинениях пассажи о конкретных областях высшей реальности, особенно в сочинениях школ с яркой чувственной образностью и мистической символикой. В частности, в сочинениях вишнуитской Сахаджи описывается запредельная божественная обитель, куда настойчиво пытаются попасть адепты. Эта обитель выглядит как чарующее райское место, в котором нет ни старости, ни смерти. Проводя аналогии с земным городком Вриндавана, местом детских развлечений Кришны, Сахаджи верят в вечный Вриндаван, где нет ни ночи, ни дня, но есть только бесконечное наслаждение. Там вечно цветут цветы, растут деревья, в тени которых можно отдохнуть, в изобилии вьются медоносы, жужжат пчелы, опьяненные ароматом их белых и золотых цветов. Здесь нет ни смерти, но есть только вечная юность. В другом тексте говорится, что вечный Вриндаван далеко отсюда, однако все же он находится в пределах 14 миров. Его населяют молодые люди, знатоки расы, содержащиеся в них самих, знатоки пути пракрити и великолепия Пуруши. Это место, где нет ни приходов, ни уходов, ни становления, где всеустойчиво, где нет обмана или фальши. Это место, где вечно юный Кришна вечно развлекается со своей Радхой. В то же время все эти описания можно воспринимать как аллегорию состояний сознания идеального человека в учении данной школы. Переходим к выводу. Подводя итог нашему исследованию, можно сказать следующее. Разнообразные тантрические школы в ходе своей истории никогда не оставляли без внимания тематику бессмертия. Все они, как и практически все остальные индийские традиции, как минимум были уверены в духовном бессмертии из-за наличия в теле бессмертной же души, сопряженной каким-то мистическим образом с высшим духом или абсолютно реальностью. Помимо этого, немало школ деятельного характера стремились и к обретению бессмертия телесного, потрансформируя посредством практик хатха-йоги обычное грубое тело в более тонкое совершенное неподверженное распаду. Истоки обоих представлений достаточно архаичные, уходя во времена, когда идеал духовного освобождения еще в полной мере не сформировался. Тем не менее, когда этот идеал появился, понятие бессмертия успешно к нему приспособилось. И духовное, и телесное бессмертие тесно связаны с ценностью освобождения, которое наступает еще при жизни практикующего. Духовно свободный индивид обретает просветленное видение всех вещей, как они есть, преодолевая рождение и смерть, и даже ими повелевая через отождествление с высшим объектом своего культа. Чаще всего это Шива. Телесно-бессмертный адепт вдобавок к этому получает также совершенно неуязвимое тело, которое он отныне свободно и вечно использует по своему усмотрению, полученное бессмертие и есть, по сути, его освобождение. На этом я завершаю свое выступление. Хотел бы поблагодарить организаторов за столь креативный подход к проблемам, которые случились в наши дни. Очень хорошо, что эти чтения состоялись. Для меня это тоже интересный опыт. Я в первый раз выступаю на онлайн-площадках, так что это в любом случае было для меня полезно. Спасибо. Хорошо, спасибо. Вопросы? У меня есть вопрос. Я Пахом Ван, и я изучаю сейчас вопрос нагов и змей в индийской философии. И я столкнулась с тем, что неоднократно наги описываются как бессмертные или же как сменяющие при физическом как бы продолжении своей жизни свое воплощение вместе с кожей отбрасывая как бы все отрицательные аффекты, которые могли бы их тяготить. К тому же в Тандия Махабрахмане 25-й части также есть описание такого ритуала, в котором совершая жертвоприношение три нагараджи обеспечивают себе вечную жизнь и победу над смертью, после чего они как бы тоже переходят на некий новый уровень и сбрасывают свою кожу перевоплощаясь. Вот у меня такой вопрос относительно того, насколько мы можем это тоже связывать с высшим проявлением, высшим разумом или с богами и в этом случае к чему ближе эти существа как бы к некоторому божественному и к йоге или же просто они такие по природе своей, как вы можете это прокомментировать? Вы знаете, мне кажется, что это связано просто с общеиндийской мифофольклорной традицией, которая тянется еще к очень далеким временам и многие существа, которые не являются так сказать людьми, они оказываются в той или иной степени связаны с бессмертием. Боги, предки, какие-то полубожественные сущности и наги, конечно, к этому контексту тоже очень хорошо могут быть приписаны, тем более, что, как вы верно сами же заметили, наблюдение за сменой за тем, как змеи выползают из своей кожи, обновляют тело, могло приводить наблюдателей к идее, что они постоянно могут жить, просто периодически переходя из одной оболочки в другую. Но с другой стороны, когда более поздняя мифологическая картина в Куранах сформировалась, то там, разумеется, очень много чего было приплетено еще вдобавок к этому. И тема освобождения, разумеется, была подстегнута, и какая-то связь с познанием и так далее, и так далее. Поэтому нагов можно в этом ключе воспринимать с самых разных ракурсов, и поэтому всегда надо уточнять, скажем так, что имеется в виду. То есть бессмертие духовное тут все можно найти. Спасибо большое. Пожалуйста, еще вопросы. Можно вопрос? Пожалуйста, Елизавета Олеговна. Здравствуйте. Сейчас я включу видео. Здравствуйте. спасибо большое за доклад. Меня зовут Елизавета Кузина, и я хотела спросить по поводу того, связано ли каким-либо образом странным и известно ли об этом что-то алхимическая традиция и каббалистическая традиция с тантрической. И наверняка существуют какие-то сопоставительные исследования. И вот мне бы хотелось вас спросить об этом. Подождите еще раз. Есть ли какая-то связь между каббалой и тантрой? Да. Знаете, вряд ли она есть напрямую, конечно. Хотя мне приходилось встречать такие описания. Буквально на днях я перечитывал работу Свами Рамы в жизни среди гималайских йогов. И там пишут совершенно ничтоже, сумняшися, что иудаизм, и индуизм это одно и то же, с одного источника происходит. И действительно, если мы звезду Давида будем сопоставлять с Шри янтры, то там вообще много всяких комбинаций. Нет, это все домыслы на самом деле. Хотя есть, на мой взгляд, очень любопытная параллель между происхождением мира с точки зрения философии Схакалрии, когда божество само себя ограничивает, и потом из этого цинцума начинает формироваться мироздание в Сирии, космической ошибки, и тем, что описывается в работах Кашмирского шиваизма в Абхеновагубте себя ограничивает по своей воле и тоже формирует мироздание. Но в любом случае к этим параллелям, если они вообще есть, надо подходить крайне осторожно, потому что контексты все равно могут быть разными, и необходимо учитывать всевозможные детали. Спасибо. Пожалуйста. Так, пожалуйста, вопросы еще, комментарии? Если вопросов нет и комментариев тоже пока не предвидится, тогда мы приступим к следующему докладу. Ковалевская Анна Петровна «Традиции ритуала почитания моноскриптов в писаниях Шаева». Пожалуйста. Не забываем отключать микрофоны. Всем добрый день опять. Спасибо за приглашение, возможность выступить с результатами своего исследования в области ритуалов, связанных с Шаевым моноскриптами. сейчас я попробую включить демонстрацию экрана. Демонстрация Вот. Так. Демонстрация В общем, вообще известно, что религиозные традиции к хинду тяготеют к устной передаче знания и превозносят ее как самую адекватную и почти напрямую, запрещая даже записывать переданное из уст в уста знания. Вот «каранакатам дэйвина, лекхим куската адишу», то, что было передано из уха в ухо, то есть из уст в уста, нельзя записывать в книги и так далее. Несмотря на это, один из самых больших, если не самый большой корпус рукописных текстов в мире был произведен в Индии, а традиция почитания рукописного текста возникла достаточно рано, например, свидетельствует фигура джаинской богини Саресвати, здесь на слайде, держащая в руке манускрип. Изначально традиция записывать знания, скорее всего, возникла как вторичная настройка на традиции передавать знания из уст в уста при определенных условиях. Когда же на индийском субконтиненте распространилась письменность, вкусные и письменные способы сохранения передачи знаний переплелись между собой сложным и замысловатым образом. Но похоже, что отношение к письменности в большинстве случаев все равно сохранилось и сохраняется по сей день, к чему-то вторичному, более низкому за иерархией передачи знаний. В особенности это касается религиозных знаний, связанных только для круга посвященных и с характерной в большей степени контроля над распространением этой информации. Один из способов выразить сакральность объекта – это ритуализировать любые действия с этим объектом, с рукописью в нашем случае. Вокруг рукописи сформировалось множество правил сложных религиозных церемоний, подобно тому, как это происходит вокруг любого другого сакрального объекта, такого как изображение божества, его или ее символов, или даже вокруг сакрализованного человека, религиозного учителя и человека, считающегося с такими. То есть книга может стать местилищем или телом, где якобы содержатся некоторые божества. Книга может быть воплощением этих божеств. Книга также может быть атрибутом божества и достойным предметом для подношения. В презентации я собрала список ритуалов, связанных с рукописью в основном по материалам исследований Хлоин в 10-ми, а затем я проведу свое сравнение между ритуалами в шаево-писании в двух разных направлениях – тайном и публичном, непосвященном и кодумирян, или, условно говоря, экзотерическом и экзотерическом. До Новогутта, известный и влиятельный автор кашмирского шаевизма, конца 10-го и начала 11-го в своей тентрологии называет предметы, которые могут быть использованы для подношения упачара или драги. Например, линги в тентрологии 27-44, такие как «хартгард меч», «харико», «жерканный нож», «картери ножницы», «макура зеркала» и «кустока» – книга. Так, рукопись может служить предметом подношения. Поклонение рукописи может происходить в контексте других ритуалов. Например, ритуала Паветра Аропана – ежегодная церемония повязывания священного шнура. В разделе, посвященном ежегодному подношению Павету, в Сомашамбудхаты, называются божества, призываемые на постамент павильония мангапа, которым затем подносят шнух – это Шива, Ганеша, Раби и Вахми. Кроме того, шнух подносят к рукописи, кустокам, а также входным дверям, хранителям сторон света, ритуальным сосудам и т.д. Рукопись также можно дарить данным. Итуализированный дар пожертвования рукописи. Можно дарить учителю, а чарья данных, наряду с другими пожертвованиями в контексте англического ритуала посвящения. Рукопись можно дарить наряду с другими предметами правителю, священнослужителю. Книгу можно читать. Например, ритуальное чтение из книги может происходить как действие на религиозных церемониях. Шива Зармотари написано «шанкярхам, экам, ампияям, бачим». В контексте ритуала и духовного удовлетворения, призванного принести всем мир, надо прочесть одну главу. Ритуализированное обучение тексту. Это тоже следующий ритуал, где книга читается. В контексте ритуала прочитание учителя. В ритуалах, в основном, шаево-седранки. Рукопись может быть также и главным объектом поклонения. Абдинавагубки называют три различные сферы или области – стханас, где могут находиться объекты поклонения. Это прага, дыхание, дега – тело и магия – смешные пространства. Последняя категория включает в себя 16 объектов поклонения такие, как мандалас, круговые схемы, стхандела – место для жертвоприношения, акша-судра, четкий куск, рукописи, турынга – образ Шивы, тура – изображение на кости, пака – изображение на ткани и т.д. Ритуалы, где книга выступает объектом поклонения – это, может быть, обычная куджа – ритуал поклонения с подглашениями у бачара отражений книги в зеркале, так как невозможно лить воду и молоко прямо на книгу. Ритуал описан в Адрикуране. Еще один ритуал – это ритуал вселения в рукописи божества и воплощающие священное писание. Это могут быть божества Пара, Вагишвари, Байрави или любое другое, связанное с конкретным текстом, и последующие поклонениями. Есть еще ритуальная процессия ятра, в которой с книгой поступают как с образом божества, помещая ее ноги и ресницы и устраивая с ней торжественное шествие. Еще один ритуал в книге – это установление рукописи на львины в трон – тимхасан или для битха-пратишка и поклонение в внести вещь знаний. Ритуалы, такие как любви Адана, дарение книги, могут быть самостоятельными ритуалами, как и чтения пасхалов, так и памятного урока, на ежегодное церемонии, повязанное с священного шлюва. Существуют предписания ритуалов, связанные с написанием книг, например, обязательное написание мандро стиха, стиха благословения, пожелания успеха, удаха, пожелания счастья, предсказывание почтения горнейших другим божествам, учителю, выбор подходящего времени и места для начала работы, предварительные ритуалы. Ритуалы, связанные с субтопированием книг, далее об этом я буду говорить подробнее. Ритуалы, связанные с хранением, использованием и передачей книг. Ритуалы, связанные с захоронением рукописи в случае их повреждения. Эти действия делают обращение с книгой подобным на обращение за своим человеком. Например, утверждение вредных, подобное захоронение особой категории людей, таких как младенцы, укушенные змеёй, убитые молнии. Может быть, укрывание рукописи в пещерах, особенно распространено в горных районах. Наверняка есть ещё разные способы расстаться с повреждённой рукописью, но это огромный аспект и достоин отдельного исследования. Ритуалы могут быть магией, использующей написание слов, такие написанные словами и текстами. Например, стрелью защиты. Тракши, талочки. Настание защитных амилетов, амулетов с надписью. Вот пример одного из такого амулета. Он потом заворачивается и носится в его специальном клое. Магия может быть направлена на достижение желаемых результатов. Камям, Карман или Сиди. Есть разные виды гаданий по рукописам. Например, на две астрологии, где у нас пастролог вытаскивает фариант из пачки уже заготовленных текстов, якобы содержащих описание судьбы обратившегося пастрону человека. Или, например, в тексте кончаратры Вишвакшара Сангитаа, 37-я глава, сказано, что надо написать на каждом листе по предсказательной штуке, а затем гадать по мундскрипту, вытаскивая радонный лист, как из колоды карты. Тут, на следующем слайде, представлен сравнительный анализ главы о поклонении книги Куста Капуджа Паталаха из Джиадрат Хаябалы в тексте в направлении Виблия Пиха, видимо составленного в Шмире и завершенного в XII веке. Этот текст содержит много материалов в направлении эзотерических направлений в рамках Кау. Эта глава сравнивается со второй главой о даре знаний и для Адама Ампияя текст из его Дхар-Моттора, написанного в VIII веке, это более ранний, чем Джиадрат Хаябалы, предназначенный для Шайва Миря. Творин Виблия Синини, которая исследовала в книге в Шива Дхар-Мотторе и в общем целом ряде писаний и других шаево-мужнавских текстов, говорящих Шива Дхар-Моттора и весь корпус Шива Дхар-Мошастры, такой большой корпус, состоящий в своем книге, пользовались большой популярностью в Непале, где они повлияли на рост целой коллекции аналогичных табур шайвов. Джиадрат Хаябалы северо-индийского теста в Генеатуре несет на себя влияние шива дрова. Из представленных текстов, этапов по ритуалам в двух текстах, видно значительное сквозь между ритуальными процедурами вокруг и дископированием. Особенности джиадратха заключаются в том, что в процедуре ритуальных действий не включено поклонение и благословение от грудь. Становка рукописи на богатый длинный трон не включили также пожертвование или дарение рукописи третьим пустам, но в джиадратха включено «Важное таинство шайва» про дышь ха ритуал и приспособление божества в Мустрит. Важной темой дуа по копированию книг в обоих текстах является характеристики переписчиков. Переписчики в текстах могут называться по-разному Лев, Хакао, Лекхиту, Випикара, Харара, Хаястха, Бибера и Ньюй. Эти слова могут указывать на разные типы переписчиков. Например, Хаястха – это класс или джатик профессиональных писаний, а вот переписью священных текстов обычно занимаются пусты коллег в руках. Не буду вдаваться на все характеристики переписчика. Их достаточно много по текстам. Особо вот хочу обратить внимание, что переписчик должен не только уметь хорошо читать и писать, но быть еще высокообразованным. То есть разбираться в Я, Караме, Я и Неман, Сунирух, Пучьёте, ждать региональные алфавиты. В случаях для джиадратха Ямала требуется особое соответствующее посвящение. То есть он должен быть все лучше. И в Шеведгарнофтере и в джиадрате высказаны требования к переписчику украшать себя золотым кольцом и бассетом. А вот мое самое любимое – это пункт 8. Это прославление того, кто правит текст. Правит текст из того, кто совершает очищение шобранным текстом. То есть грамотные фирологи ценились издево. К необходимым характеристикам переписчика также относятся и требования к его почерку или каллиграфии. Требования к почерку по тексту во многом схожи. Сводится к тому, что почерк должен быть четким, разборчивым, аккуратным, красивым. Особо обращу внимание на фразу в геодратхаямале «читра биндон китаани». То есть это значит, что отмеченные разнообразными художественными биндами. Возможно, речь идет о типичных фантрических загамулингах, изящных звуках над назовизированными гласными, которые показывают множество уровней звука. Чандра биндами, родовые и так далее. Несмотря на требования, не все переписчики показывают высокий уровень каллиграфии грамотности. Вот два примера хорошей каллиграфии в геодратхаямале и в «Вишва Сара Санграха». В «Вишва Сара Санграха» это текст из корпуса Шива Дармашастрия. А вот это примеры не очень хорошие, со множеством исправлений, ошибок таких, шероховатостей, неровностей. Вот, например, пометки на полях это все исправления, пропущенные буквы. Там стоят кружочки «Т» и «2», это значит «Т» нужно вставить во вторую строку, а внизу там птичка с точечкой, это туда, куда нужно вставить это «Т». Получается, когда написано было «Удгарет» и не дописали до конца, исправлено на «Удгарет». А бывает так, что вот просто мазня в самом тексте, то есть исправление буквы написано. Но внизу вообще красота. Тело было плохое. Дальше, вот после, когда переписывание текста закончено, следующая стадия это доставка манускрипта из мест и переписывания к месту хранения. Сравнение того, как описано в торжественной процессе Шива Дмармота и Эль-Джиадра Тхаямале, тоже показывает скользко, но с интересными различиями. Особенности процесса Эль-Джиадра Тхаямала заключаются в том, что ритуал более скрыт от власти мужчин, в ней не участвует царь. Ритуал более либеральный, в нем участвуют йогины и мужчины, и женщины, в том числе низко-касы. Маршрут процессии в Эль-Джиадра Тхаямале, видимо, более короткий, только до домашнего храника, а не вокруг всего города к главному городскому храму, только потом к домашнему храму. Эль-Джиадра Тхаямале не фонтезен, и дорогостоящий, но очевидно, что участие веков дешевле, чем участие в слонах. Тем не менее, изменения в джиадра Тхаямале не настолько велики, чтобы убрать вообще все скользкости с этой ритуалами. Когда рука не доставлена, на место поменья необходимо устроить праздник Турцева по этому поводу. И обращу ваше внимание опять на то, что в джиадра Тхаямале заимственный материал внесены изменения в соответствии с характерным направлением учения, исповедуемого в тексте джиадра Тхаямале. В Адхар-Ваведе Пратриштха и в Шава-Ол-Шиве Дхар-Мотере сказано, что тот, кто устраивает праздничный хир в нижней секции, должен избегать нанесения вреда живым существам. А в джиадра Тхаямале предлагается угощать гостей мясом и вином. Предложение мяса и вина появляется на всех этапах ритуала. Его предлагают и плещику, участникам праздничной процессии и гостям на празднике. Ну и последняя, завершающая часть главы, состоит из перечисления того, что можно делать с тем, каковы плоды с их действием. Шава-Ол-Шиве Дхар-Мотера дает более полный список и того, что приносят плоды, и список самих продуктов. В списке Шава-Ол-Шиве Дхар-Мотера содержатся публичные действия в книге, такие как чтение про публики, рецитация, дарение, а также приветствуется плата за все эти действия. Шава-Ол-Шиве Дхар-Мотере благо, которое приносит все эти действия. Клуминацией является наслаждение в мире Шивы, после чего счастливый обладатель книги попадает опять на землю, как богатый правитель. Однако далее идет раздел об изготовлении золотого сундука для хранения монастриста, после чего Шава-Ол-Шиве Дхар-Мотера все-таки говорит, что монастрики в его хранении и изучении не способны принести освобождение тем, кто хочет, тем, кто имеет желание, Рагин, приносит исполнение желания. В джиадратхе перечисленных плодов меньше, но это опять-таки богатство исполнения желаний, а далее сказано, что всех плодов на перечесть тысячи вертов. Кроме того, обладатель, почитатель или читатель книги достигает высшего цель Шава, то есть достигает освобождения и больше не рождается. В перечислении плодов также содержатся угрозы в джиадратхе. То есть если правила не будут соблюдены, но и лучшее, что может быть сделано, это передать рокопись в той руке не присвященной, какой гномник попадает в нарк. Ну и выводы. Общность и разница, обнаруженные при сравнении двух текстов, позволяют вам сказать, что хотя прямых текстов и заимствований мало, джиадратхеямалов в вопросах поклонения книги изобилуют общими чертами, свидетельствами данного влияющего кормозки. В джиадратхеямале, вероятно, находилось под влиянием, по крайней мере, косвенно, в шивотгармозках. Общими темами в этих главах являются этапы ритуального поклонения, требования к переписчику, требования к почерку, проведение праздничного публичного шествия, публичное празднование и пир, перечисление преимуществ, хранение, поклонение, изучение, чтение орудия. Разница заключается в том, что шивотгармозка носит явно более публичный и парадный характер и уделяет меньше внимания секретности. Важным является акт дарения мастера. В ритуал привлекаются люди из верхушки социальной иерархии и сам царь Раджа. В перечислении плодов ритуала акцент делается на благополучие и социальные успешности. Шивотгармозка также более куританская, ритуал более дорогостоящий. Авторы джиадратхеямалы переработали тот же материал, очевидно, испосабливая его к своим взглядам и потребностям, снижая уровень публичности, усиливая требования закрытости доступа, улучшая содержание главных характерной миролюбивости, негетарианства и перетанства. Библиография первая от Наринда Досимини, «Of course in books, Ritual and Knowledge Transmission in the Manuscripts in the Work». Весьма рекомендую к прочтению, доступно к свободному скачиванию с официального сайта издателя . «И хочу еще сказать, что в джиадратхеямале следы текста для мирян не убраны полностью, там как-то неестественно чувствуется вот эта публичность, так что вот этот эзотерический секретный текст, назначенный только для посвященных людей, вдруг приобретает некоторые черты, характерные для экзотерических, в описании для мирян». Спасибо большое, Анна Петровна. Пожалуйста, вопросы. Ярослав Владимирович. Ярослав Владимирович, вас не слышно. Извините. Спасибо большое, Анна Петровна. Это очень интересное и полезное исследование. Но поскольку меня в последнее время интересует все, что связано с пещерами, у меня вопрос по поводу вот этого захоронения поврежденных рукописей в пещерах. это воспринималось, а понималось, как погребение. Вот так же, как, скажем, когда их бросали в воду, это аналогично определенному погребению. Или нет? Я немного знаю об этом, но поделюсь тем, что я знаю от других исследователей. Например, в Непале, в горных районах Мусканг, там, где очень принято не хоронить людей, а просто оставлять их где-то на открытом пространстве, в горах, вот там, примерно в тех же местах и прячут манускрипты в пещере. Причем считается, что эти манускрипты, они, если повреждены, они приносят не удачу, а беду. И от них нужно избавиться. Поход вредный. Можно от себя добавить еще немножко. Кстати сказать, есть традиция захоронения, даже есть такой термин специальный грандхосоматхи, то есть, могила для книг, для рукописей. И такой грандхосоматхи, вот как раз традиция бенгальского кришнаизма, гаудеевышнаизма, существует во Вриндауне. Там похоронены рукописи брендаунских гаслами. Подлинные их рукописи. Спасибо. Понятно, спасибо. Пожалуйста, еще вопросы? Может быть, комментарии? Так, если комментариев и вопросов нет, тогда мы переходим к следующему докладу. И у нас следующий докладчик Ерченков Олег Николаевич. Тема техническая терминология тантрийской йоги. Йоги Вичняла Байрала Тантрия. Пожалуйста. Хорошо. Так, господа, добрый день. Прежде чем начать, вещаю я не из дома, а вещаю я Старого Петергофского проспекта из консалтинговой компании «Территория обучения света». Мои друзья из этой компании любезно предоставили мне и связь, и помещение. Так как в связи с карантином в нашей деревне перегружен интернетом, практически не работает. Итак, техническая терминология тантрийской йоги Вичняна Байрала Тантрия. Я тут... Одну секундочку я настрою презентацию. Правда, она немножко к другой тематике, но тем не менее, чтобы общим фоном картинки шли. Ох... Демонстрацию экрана. Здравствуйте. Одну секундочку. Помогай. Угу. Вот. Итак, особенностью любой мистической традиции, как семиотической системы, является широкое использование специального кодового языка и специальной терминологии, имеющей двоякую цель. То есть, терминология техническая на санскрите означает санкета, то есть символ оверс парибгаша, парибашика санжня и так далее. Имеет двоякое значение. То есть, попытка передать специальным языком особенности мистического опыта, очень часто невербализуемого. И вторая его задача это ограждение мистического знания от непосвященных. Вот. Наиболее таким интересным примером применения всего многообразия мистической терминологии вкупе с философской терминологией является вот Лиджиняна Байрава Тантра. Этот текст один из наиболее важных текстов традиции кашмирского шваизма, иначе именуемого Трика, Пратабичня Шассана, относящийся к категории Агам, Агама Шастра, то есть, базовых текстов откровения, имеющих, согласно традиции, божественное происхождение. Ну, традиция считает Вижняна Байрава Тантру частью более объемного, не сохранившегося текста Рудра Ямала Тантры. Большинство ученых, в частности, Джайдевы Сингх, датируют текст Вижняна Байрава Тантры промежутком между VII и IX веком. Одно из наиболее ранних упоминаний Вижняна Байрава Тантры встречается в работе Адвая Самапаппи в Арктика в Монархии, чья деятельность в области поэзии и шилаидской философии приходится в правлении Кашмирского царя Джайапиды. То есть, это приблизительно 779-й, 1813-й год нашей эры. Итак, согласно теории структурного полиморфизма, в свое время предложенной Еленой Петровной Островской, каждая индийская религиозно-философская система складывается из трех содержательных уровней доктринального, психотехнического и логикодискурсивного. От себя добавим, что к названным составляющим следует отнести четвертый уровень, символический и ритуальный. Не всякого сомнения, текст Веджиняна Байарава Тантры относится к разряду текстов, посвященных по преимуществу психотехническим аспектам учения Трики. Мы говорим о психотехниках в достаточную мере условно, так как многие так называемые созерцательные психотехники носят в Веджиняна Байарава Тантре характер углубленного философского или абстрактного размышления. К психотехническим текстам можно отнести тексты, относящиеся к классу агам, а также их раздел йога-пада, то есть йога как мистическое единение с созерцаемым или почитаемым божеством. Такие тексты, как Свачханда Тантра, например, или Малине Виджайотара Тантра, Нетра Тантра, Брамма Ямала Тантра. Вот, кстати сказать, Брамма Ямала Тантра частично была переведена, издана совсем недавно в таким международном проекте Гамбургского университета и французского востоковедного института в Пандичери. Настоятельно рекомендую. Очень интересный текст. Итак, Брамма Ямала Тантра, психотехнические вот их и философские аспекты за последние десятилетия были тщательно проанализированы такими авторами, как Самадео Судева, Экина Баумер, Цаба Кис как раз. Также я вам рекомендую на эту тему почитать, ознакомиться с такой работой, тоже публикация Франческо Сфера, которой следует буддийский текст Шаданга Йога, Анупама Ракши, это такой трактат, очень интересный, с комментариями Рави Шри, Рави Шри Джняны, который под названием Гуна Бхара Нинама Шаданга Йога Киппани. Издана в Риме в 2000 году тексты, аннотированная транслитерация. Ну, не претендуя в рамках доклада на всестороннее описание номенклатуры философской, мистической, технической, терминологии, кстати сказать, замечу, что подобные номенклатуры не созданы до сих пор в полной мере. Существует несколько таких проектов, вот типа Агама Абидана Коша, тоже международный проект. Уже три тома вышло. Если там слова Тезаурус приводится в порядке санскритского алфавита, вышло три тома, они дошли только ровно до середины, до буквы Т. И существует очень интересная санскритская энциклопедия под редакцией главным редактором, которой являлся покойный пандит Баладжитнах, которая называется Кашмира Шаева Даршина, Бригад Шабде Коша. Недостатки очень много там двухтомной большая энциклопедия с очень иллюстративным материалом, но недостатки всех санскритских энциклопедий, как правило, их достаточно скупой и такой в духе сутар лаконичные статьи. То есть в полной мере они не дают нам развернутого описания тех или иных реалий. Можно выделить несколько содержательных пластов и терминов, используемых в Вижняно-Байрао-Тантре по принципу соотнесения с другими религиозно-мистическими системами. Первое. Группа терминов, свойственных исключительно данному тексту или только традиции кашмирского шваизма. Таковы можно отнести термины специального кодового языка парибасика санчня. Например, шанта или капала. Шанта одно из имен шивы, который означает мирный, умиротворенный, покойный и так далее. Но в контексте Вижняно-Байрао-Тантры это чисто технический термин, который означает ша-анта, то есть то, что следует за звуком ша. А за звуком ша следует слог фонема са. Являясь частью мистической хамса-мантры, он таким образом описывается. Или вот капала, череп. да? Ну, опять-таки, в контексте Вижняно-Байрао-Тантры термином капала обозначаются вот эти вот два аспекта абсолютного сознания Пракаши и Марша. Собственно, КА ПАРА ШАКТИ СЯ ПАЛА КА ШИВА САНЖНЯ КАХА. ШИВА ШАКТИ САМАЙОГА КА ПАЛА ИКИМ ЧАТЫ. Пишет средневековый комментарий. Далее. И даже само имя ШИВЫ Бхайрава рассматривается как некий окрастих. То есть Бхая САРВАМ РАВАЯТИ САРВАДОВЬЯ ПАКА КХИЛЕ ИКИ Бхайрава ШАКДАСЯ САНТАТА УЧАРАНАТ ШИВАГА Тот, кто заставляет всех кричать РАВАЯТИ от ужаса, от страха Бхая и всегда вездесущего все. Благодаря постоянному произнесению слова Бхайрава Йогин становится ШИВЫ. То есть Бхайрава это тот, кто своим всеосвещающим сознанием, пишет комментатор, делает так, что все звучит, или тот, кто будучи по природе своим всеосвещающим сознанием, единым с КРИЯ ШАКТИ, энергией действия, охватывает всю Вселенную. Тот, кто производит все, кто наполняет собой всю Вселенную, поэтому посредством непрерывной рецитации слова Бхайрава практикующие становятся ШИВЫ. Также как и КРАСИХ рассматривается имя Бхайрава как Бхарана, Равана и Ведравана, согласно такой, то есть, творение, поддержание, разрушение, вбирание. Далее термины, еще группа терминов, общие для, и для Веджняна Бхайрава третья, шлока восемь-шестая. КИНЧИ ДжНЯТАМ ДВАЙТАДАИ БАХЯЛОКА СТАМАКУНАГА ВИЩВА ДИ Бхайрава РУПАМ ДжНЯТВА АНАНТА ПРАКАША БРИТКИ Что-либо приводящее к двойственности внешний свет или внешняя тьма это форма Бхайравы начиная с состояния ВИШВА Вот здесь используется специфическая терминология ВИДАНТЫ маркирующая четыре состояния сознания то есть таким вот ВИШВААДИ то есть ВИШВА и другие Итак ВИШВА бодрствование в котором присутствует ограниченное знание продукцирующее двойственность ТЕЙДЖАС сновидение в котором происходит восприятие впечатлений внешнего мира и ПРАДЖНЯ глубокий сон в котором пребывает абсолютная полная тьма Итак далее третья группа терминов термины общие с югическими текстами буддизма а также школами югическая школа надхов и других например лакши то есть объект созерцания мудра определенное положение в ритуале как правило мудрами называются жесты руками осуществляемо в йоге мудра это фиксация либо тела либо определенная фиксация в определенном состоянии сознания в тексте в тексте Вижняна Байрава Тантры они там приводятся кечери мудра лилигана каранкини отдали со своими специфическими особенностями здесь имеется в виду не положение тела а положение сознания на которое нужно сфиксироваться и так чакра мандала двадошанта вот двадошанта это буквально означает двенадцать кончиков пальцев имеется в виду некие точки точки внимания точки фиксации двадошанта она проводится либо от кончика носа либо над макушкой головы и вот когда мы это багир двадошанта внешняя двадошанта и существует антар двадошанта внутренняя двадошанта вот которая находится в области сердца и вот наблюдая движение праны жизненной энергии вот на этих йогин концентрируется на этих двух точках первое же первое же шлока первое же Дхарана Вижьянабайраватантра она гласит урдва прана ядго джива висарга атма паручари утпати витая станы барана баритаски вверх как прана и вниз как джива движется следует двигать следует возносить чарет висарга атму суть висарге суть творения вот эту шакти благодаря концентрации на двух точках ее возникновения возникает состояние барита вот в этом стихе огромное количество технической терминологии как раз прана и джива это технические обозначения для звуков са и ха в хамсоманке барита это одно из имен тоже фактически как бы такое техническое имя высшие шахти барита значит наполняющие или содержащие в себе все учара учарет следует двигаться мы еще вернемся к понятию учара произносить дальше термины неразрывно связанные с метафизическими спекуляциями грамматистов для коранников вот сравните вот дара на 15 слог 38 анагата пара патракарне абханга шабда саридруте шабда брамма нишнатага парабрамма алигачхати то есть слушая непрерывный негибнущий звук в раковине вот ушной раковине вот либо в журчане водопада ручейка погружаясь в высший брахман ой погружаясь в шабда брахман югин достигает парабрахмана высшего брахмана ну и собственно аналогичный практически такой же стих содержится в надобинду упанишат в одной из югических упанишат там там говорится две видьи шабда брахман парам чая вот существует две видьи как шабда брахман достигается высший брахмана в кратце изложим общую структуру и содержание ручнян по араба танк так она состоит из 163 шлок начинается с вопросов в виде как обычный такой агомический текст представляет собой диалог между шаки и шивой начинается с вопросов богини о природе высшей реальности паратапы затем шлоки с 29 по 139 то есть содержит описание 112 медитативных техник дхаран или йога пракрия или упай вот кстати сказать все эти все эти все эти самой вичняна байрава танк нету такого названия как дхарана или там йога пракрия и так далее то есть это все плод работы комментаторов средневековых которые там впоследствии их описывали и комментировали дальше шлоки со 140 по 142 описывают результат практики далее следует от 143 до 153 содержит определение таких фундаментальных йогических и ритуальных терминов как бьяна джапа хома пуджа и так далее с таким очень своеобразным локер со 154 по 156 описывают аджапа джапу мистической мантры дыхания и завершается текст традиционным благопожеланием и условиями хранения текста от них посвященных с самого начала начиная с вопросов дэви текст вичняна байравы вводит нас понятийный аппарат тантрической метафизики и йоги практически общий для всех без исключения дуйских агам дэви задает восемь вопросов о природе высшей реальности и приводит восемь наиболее важных терминов определяющих ее это шабдарашикала наватма трещира шактитрая надабинду ардачандраниродика чакрарудга аначка вот шабдарашикала является первичным потенциальным прообразом матрики санскритского алфавита шабдараши буквально набор звуков множественность звуков совокупность звуков недифференцированный логос в абсолютном сознании шивы из которого путем сложного рекомбинирования через объединение с различными шахтами шива порождает из своего я все многообразие вселенной наватма наватма это девять сущностей буквально эссенциальная природа высшей реальности согласно метра-тантри это пять то есть девять наиболее высоких ащудга такс шива садашива ишвара видья мая кала ньяки пракрити наватма мантра такая символ парамапады символ стоп-гуру которые в начале каждого тантрического ритуала как бы адепт визуализирует у себя на голове как бы ставя мысленно стоп и гуру с мриди-мурой вот он визуализирует что он ставит стоп и гуру себе на голову и произносит вот эту самую наватма мантра которая состоит из девяти словов девяти сложные там харакша малава вот три сира буквально означает три наконечника три зубца три потока вот то есть три сира байрава тантра называют три сиры три метафизические категории три это шива шакти на то есть абсолютное сознание абсолютная энергия и живое существо ну в традиционном классическом таком шивоизме дужно-индийском шависиданте эти три категории называются пати паша и пашу то есть владыка господь путы и опутанный пашу душа вот также символически они представлены в просада биджа сауха где са это представляет нару живое существо покрытого тридцать одной татвы от земли до кала-ататвы ау дифтонг представляет собой шудга-видью и швару и садашу а висарга символизирует шиву и шакти обозначаемыми графически двумя вертикальными точками ну и так далее то есть я уж для сохранения экономии времени и дальше очень важный очень интересный момент это как использовать как используется ну мы всегда наш что любой европейский язык что русский что английский очень беден в отношении передачи такого понятия как медитация to meditate to contemplate все практически созерцать еще можно сказать вот здесь же огромное количество употребляется различных терминов для обозначения этого понятия с его тонкой такой вот градацией с его тонкими нюансами вот и вот эти вот многообразие разновидностей процесса медитации на этих 112 дгарнах передается глагольными формами аптатива паро чарет чинтает дьяет бхавает парикальпает дгарает смарет правищеет нает кшипет в раджет вот можно от этих глагольных форм собственно говоря образовываются наречия широко применяемые в качестве термина в комментаторской литературе у чара у чара это еще со времен грамматики панини панини и фонетики шикша обозначается вообще сам процесс рецитации вед произнесения и не только рецитации вед но и вообще произнесения с правильной артикуляцией того или иного слова предложения вот у чара это медитативное созерцание движения прана какой звук она издает все более более утончающийся вот бхавана это культивирование приведение к бытию это вот такое вот медитация такая креативная воображаемая мы воображаем даже не столько какие-то вещи или формы сколько состояния вот чинтана размышления вполне себе такое философские как и манана вот оно с этим связано дьяна вот здесь по-моему особенно созерцание как таковое кальпана кальпана вот это вот воображение это вот причем воображение такое тоже креативное и в общем образное вот мы можем воображать там мандалы цвета состояние богов в их там антропоморфной или абстрактной форме кстати сказать Вижняна Байрана Тантри говорится что настоящая бхавана настоящая дьяна это пребывание в состоянии недвойственности с божеством а не созерцание его формы с руками ногами и так далее вот далее смарана смрите пометование пускай пометуют правейшее вхождение вот сами названия этих терминов говорят сами за себя что в этом состоянии сознание человек осуществляет и кшапана то есть устранение уничтожения следует бросить следует поместить следует обратить внимание либо свою концентрацию и так вот конечно там много чего разного интересного можно было бы извлечь вот кстати сказать мне в свое время было предложено прочесть лекцию поведения на байрава тантре но там достаточно странная команда собралась она сказала и они сказали так а можно это увязать как-то с вот эти дхарны с учением датайтре вот я задумался вот а потом обратившись вот к образу датайтре вот я вспомнил что у него там по одной из версий у него там существовало 24 учителя вот это земля воздух небо вода огонь луна солнце болт питон океан мотылек чела слон вормиорда и так далее я как-то начал применил некое такое творчество творческий подход и многие как говорится гуру датайтре они в общем созвучно оказались многим дхарны джиняна байрава тантре вплоть до того что ну там земля воздух небо вода они прям просто упоминают так или иначе вот а вот например мотылек патанга вот это символ одновременно праны вот кстати сказать в реглете существует даже целый гимн патанге вот и это ну скажем так басня о мотылеке которая летит на огонь на огонь и сгорает в нем может прочитаться как двояк с одной стороны как некое морализаторство что типа нехорошо идти на поводу своих чувств это нет гармично скажем так вот а можно прочесть этот образ мотылека как праны который сгорает в огне осознавания вот и тогда этот образ предстает совершенно в ином контексте ключе и так подводя итоги нашего краткого обзора отметим что исследование терминологии тантрической йоги важно для понимания множества философских феноменологических психологических ритуальных аспектов феномена индуистского буддийского тантризма и способствует расширению решению множества вопросов лежащих в сфере междисциплинарных исследований и компортивистских студий вот на этом я остановлюсь благодарю за внимание спасибо большое вопросы пожалуйста пожалуйста вопросы очень интересный доклад можно ли задать вопрос пожалуйста александр вопросы после будет еще один комментарий стороны андрея селовича пожалуйста всем добрый вечер очень интересно было послушать поучаствовать сейчас у меня появился такой вопрос последнее время я сталкивался с темой панча макары я так понял что ее по-разному тоже интерпретируют не могли бы вы может быть как-то прояснить о том как вот технически этот термин понимается в тантрических текстах да вот во-первых начнем с того существует несколько уровней прочтения так или иначе как бы существует протягша то есть прямое непосредственное восприятие того или иного термина или того и той или иной реальности есть анукальпа ну по крайней мере если мы говорим панча макари анукальпа замена вот замена и таттва то есть понимание вот как бы таковости вот с этим например максиа оно трактуется как как прана собственно говоря и изображается две рыбки это прана и апана которые движутся по наде по этим рекам в теле и там выйди и пингали и вот и подобно тому как рыбу сложно поймать точно так же сложно поймать прану схватить другое значение вкусить максию тоже уже в контексте например йоги надхов вот у рыбы как правило темная спина белое белое брюхо белое брюхо вот и когда человек сконцентрировавшись йоги сконцентрировавшись на область аджня чакры третьего глаза вот у него глаза закатываются видны только белки это называется вкусить максу сконцентрировавшись ну и так далее то есть вот эти многообразные уровни прочтения они по-разному понимают соответственно как бы майтхуна это вот единение дживаку и параматмы окончательные эмоции Шива и Шахси хорошо спасибо пожалуйста так еще вопросы пожалуйста у меня был вопрос да меня слышно да да Олег я по поводу мантрочек начиная с Шабдара Шимала Наватман и Просад биджа мантра это я упустила или это все все эти мантры перечислены в Виджняна Бхайра или тантры не ну упомянуты скажем упомянуты упомянуты да и ты еще не очень четко произнес вот хотелось бы уточнить это все прежде всего все таки формы кута мантры биджа мантры на которые нанизываются разные смыслы потому что что касается например мантры Саук там в принципе большая достаточно может быть разбежка по нанизыванию смыслов ну да тоже там много смыслов можно нанимать а вот мантричество упоминается еще так называемый пинда мантры да пинда наватма мантры чем пинда от биджи отличается а то что в бидже три элемента как правило три элемента больше больше трех элементов в мантре вот но еще она еще она не представляет собой вот формулу такую вот ну как бы предложение какое-то да типа там намахивая да вот грамматического значения у нее нет просто набор слогов там да вот это уже пинда мантра и пинда мантра она как раз упоминается в джиняна байрау тантре и приписано вот как бы созерцать ее вот ее элементы из которых она состоит как бы вдумываться всматриваться вслушиваться в ее смысл такой архетипический попытаться его уловить там и так далее салх тоже из джиняна байрау салх у него даются опять-таки намеки 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 то есть все-таки полностью она описана в манни виджайо да да и еще одно слово я вспомнила кута мантра вершинка кута да пинда мантра и кута мантра и сэту например ну это вот техническая терминология она уже тут она не применяется но так или иначе в других агамах и в других контекстах она так или иначе спорвает и наватма он тоже в биджайо на байраве упоминается да непосредственно то есть вот они там спрашивают байравы это наватма да он говорит нет это символ вот а байравы это состояние вот это чистое бытие абсолютного сознания а это только символ который который служит там как сказано для незнающих глупцов и они являются слабыми в руках шахте это сладкие шарики модаки которые мать богиня там дает как бы детям чтобы успокоить их от ночных страхов вот то есть как бы бытие байравы ужасное он пугает как бы живое существо живущее в сансаре своей непостижимостью и кто такой байравы вот шахте ему дает пилюлю сладкий шарик и говорит вот вот байравы успокойся кушай спасибо пожалуйста олег большое спасибо я хотел отметить ясность которая по моему все таки важна меня очень порадовало и удивило что ты упомянул патангу потому что получается что отлично известный суфийский символ мотылька имеет свое соответствие в Индии еще поди знать кто его придумал а в Европе мы его знаем давным-давно со стихотворения Зейлеги Зейнзух Блаженное томление в Угете в западно-восточном диване также могу напомнить чудесное название небольшого раздела одного из суфийских произведений собрание мотыльков вы выяснение сущности свечи а вот спасибо тут еще несколько вопросов вот в частности вопрос Татьяны Иосифовны большое спасибо как толкуются паук и оса а паук и оса а ну там сейчас я на сейчас на вскидку не вспомню но там говорится что паук попадает в сеть в сеть оса попадает в сеть вот и пытаясь выбраться она как бы в этой сети увязает и паук там ее поглощает ну там такое вот ну а здесь это в этом в этой же в этом же контексте может можно вспомнить образ паука ткущего свою сеть вот этот паук брахману подавляется сети и здесь точно то же самое что все вот эти вот малые загрязнения это производные нашего же собственного сознания вот и чем больше мы пытаемся как бы из них самостоятельно выбраться там сказать как-то разгрести это все тем больше увязает вот в этой сети вот здесь такой может быть хорошо и вот еще второй вопрос а вот разные методы Наталья Юрьевна задает вот и собственно говоря как бы в самой Вичняна Байрава Тантри вот если как бы такую аналогию более такую уже в виде психопрактики там вот прямо говорится что надо созерцать все окружающее как собственно как бы Викальпа или как сон например вот вот картина передо мной все что вижу все что слышу это сон вот Викальпа пытаться в ней как-то вот что-то там своими усилиями порядок навести это запутываться собственных Викальп да да следующий так следующий вопрос Наталья Юрьевна задает разные методы медитации слушание вхождение созерцание и так далее это фактически от умственных индрий в одну точку ну не всегда не всегда ну в принципе вот как бы вот они названы дгаронами дгаронами в более поздней комментаторской литературе что такое что такое дгарона вот ой я вот процитирую йога сутру вот Экадэйша на память не помню уже 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 возраст раньше мог как как живой патефон магнитофон на память цитировать вопрос Экадэйша адгарана ну то есть ну то есть сейчас одну секунду еще открою важный важный вопрос и спасибо вот как раз соотнесение понятия концентрации вот как он понимался в йога сутре патанджире вот так нашел дэйша банда да дэйша банда чита сия дгарана третий раздел первая сутра то есть дгарана есть фиксация ума вот этого ограниченного сознания в общем чита чита как раз в терминологии кашмирского шиваизма в отличие от читаньи и читки вот это вот как раз индивидуальное сознание вот дгарана есть фиксация банда привязка буквально к одному месту дэша банда чита сия к месту вот концентрация в отличие от дьяны и причем дгарана чем отличается от дьяны дгарана это некое усилие мы привязываем и вот стараемся не отпускать а дьяна это вот как бы объект медитации нашей как бы протекает вот сам собой как вот есть там такой образ что надо всматриваться в глядине мигающих взорах пространства и небесу зриш байрау такое есть вот небеса сами по себе неподвижны и йогин он смотрит в безграничную даль неба и отождествляет его со своим сознанием а проплывающие облака которые меняют форму появляются исчезают он отождествляется своими санкальпами и векальпами намеренными и примысливыми мысленными конструкциями вот примерно так можно ответить вот и соответственно дхарана это уже более более позднее появившиеся в 17 веке комментатор Шива Падьяя их так вот эти техники называют но он под большим влиянием и йоги и адвай-тавидан уже находился собственно антрический контекст там во многом ну что называется утерян или ему придается меньшее значение так хорошо спасибо еще вопросы есть ли вопросы к Олегу Николаевичу комментарии если вопросов нет насколько я поняла тогда мы поблагодарим Олега Николаевича Анну Петровну Сергея Владимировича за прекрасные прекрасные доклады и я предлагаю сделать перерыв на полчаса а после чего мы приступим ну наверное к одной из самых креативных областей в эндологии это тамилисты да вот будем слушать тамильские тамильские исследования по тамилистике значит полчаса связано не только с тем что вот устали скажем так ряд высказались пожелания но и потому что Александр Михайлович сейчас небольшая какая-то проблемка с входом в наш нашу конференцию и вот сейчас Ангелина Дмитриевна решает с ним этот вопрос и Николай Валентинович помогает так что я думаю что через полчаса как раз все и получится если нет возражений тогда через полчаса просьба также до какого времени точно точно а у нас получается там где-то четыре доклада 40 это получается 18 30 если полчаса то 16 40 нет речь идет от которого часа будет длиться сезон нет нет я имею ввиду вот эти полчаса да это что значит сейчас 10 да значит это через ну 40 действительно да 16 40 не выходим из сессии просто отключаем видео отключаем как обычно всего доброго то что то что то то Александр Михайлович, я вижу, вы подключились. А вот, Николай Валентинович, у нас полчаса, полчаса. Ну, я вот подключился с помощью. Вот, Александр Михайлович, вы подключились. О, прекрасно. А я вам создал аккаунт для вас. Не мог вам дозвониться, зато теперь не знаю, как из него выйти, потому что я тестово зашел под вашим аккаунтом новым, который я для вас создал. Вот здесь написано, что... Сейчас, я думаю, решим эту проблему. Это уже наименчатые проблемы, которые остались. Ну, хорошо, я рад, что... Вот, Ольга Павловна, видите, узнаете в новом обличье? Да, это Павловна Мого. Знатная у Ольги Павловны аватарка. Да, у меня аватарка знатная. Горжусь. Оля, я вас сегодня не узнаю. Я не узнаю, у вас какие это называется? Хорошо. Да, сейчас, я тогда... Я прошу... Прошу меня извинить за то, что вот какой-то здесь... А вы как раз успели. Хорошо, что у нас не получилось. В итоге как раз успели, да. Слава, здравствуйте. Привет-привет. Привет-привет всем. В любом случае, мы так рады вас видеть, что прямо, как говорится, нет слов. Надеемся, что через полчаса ничего не произойдет. Вы, главное, не выходите из сессии. Просто отключить надо. Я боюсь это трогать, всякие кнопки, клавиши, тумблеры, рычаги и так далее. Ну ладно, давайте через полчасика. Вы командуйте тогда, я, в общем, как бы готов. Микрофон. И через 16.40 мы начнем. То есть вы начнете. Через сколько? 16.40. Через 25 минут уже. А, ну понятно. Получается, что я даже и как бы и не опоздал. Ну, как бы, да, получается, что вы и не опоздали. Здравствуйте, Олег Михайлович. Да, Настя. Здравствуйте, да. Вот я с удовольствием вас отмечаю, как присутствующую фигуру. Вы там, как всегда, на фоне морских пляжей. Вот, это, кстати говоря, вот, Аня, здравствуйте. Это, кстати, очень мне поможет, потому что у меня тема морская. Вот, кстати, у Ани тоже морская. Действительно, пейзаж, нейдаль. У меня иллюстрации будет хоть отбавлять. Таким образом. Здравствуйте, Александр Михайлович. Да, Аня, здравствуйте. Я уже с вами даже вас поприветствовал. Вот, и Дашу теперь вижу. Здравствуйте. Ну, в общем, всем здравствуйте, да, я... Приготовились слушать. Ну, такая, еще через 40 минут оказывается. Нет, нет, не 40, что вы. 25. В 16.40. А, ну да, в 16.40, хорошо. Вот, вот, Татьяна Иосифовна, добрый день. Все, я все включила, Саша, чтобы сказать вам здравствуйте. Да, вот и хорошо. Очень рада вас видеть. Что самое интересное, я услышал, что, как выясняется, не всегда бывает. Вот, знаете, у меня тут, знаете, у меня такое впечатление, так сказать, что меня доставали со дна Марианской впадины. Так сказать, фигурально выражаясь, потому что я никак не мог действительно, вот, осуществить это подключение. И, ввиду того, что я не мостах, так сказать, не делал, впрочем, уколи. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Ну, чем это будет, кстати, я сейчас пока не могу сказать, так сказать, в конечном итоге. Может быть, лучше было бы мне там оставаться. Это еще почему? Что ж там хорошего? А? Ну, так это самое. Не вылезать, знаете, наружу. Вот, Коля, вы меня слышите? Я вас нет. У него выключен микрофон. Да, Александр Михайлович, я просто начал в какой-то момент организовывать вам аккаунт, новый, на всякий случай. Теперь не могу вернуться в свой. Ну, вот, видите, вы там присоединились ко мне в этой самой впадине, я смотрю. Да, да, да. Я, в любом случае, благодарен за усилия, потому что я как-то расстрелялся в связи со всем этим. Ну, хорошо, я рад, что все в итоге... Ангелина оказалась чрезвычайно эффективным менеджером, да. И как-то меня оттуда вывело. Я, правда, не знаю, где я нахожусь, так сказать, в этом смысле, но это уж главное. И поэтому я ничего не трогаю, чтобы я случайно не вывалиться. Правильно, да. Да, а я сейчас... Я еще, прошу прощения, я всех сейчас покину, еще порешаю свои, значит... Да, 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 Оль, вы подготовили. Новый, новый какой-то. Да, ты, правда, да. Мне-то уже некогда готовиться фактически, да. Господа, я прошу прощения, если вам не войти через ваш аккаунт, вот какой-то, который у вас на e-mail зарегистрирован, зумовский, там можно пытаться нажимать кнопку «Войти через Google аккаунт», если Google аккаунт у вас есть, зум быстро к нему привязывается, спрашивает у вас дату рождения, сверяет и пускает... Да, 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 да. Мне надо вспомнить, потому что, на самом деле, у меня есть платный аккаунт зума, и мне не хотелось бы его потерять, так что я сейчас к нему вернусь. Вот, спасибо большое. Вы не примените техническую ставку. Спасибо. Таня, простите, я хочу воспользоваться тем, что мы сейчас пока в свободном, так сказать, режиме. Скажите, пожалуйста, где вы локализованы сейчас? Я на проспекте «Испытателей», мы же метро «Пионерская». А, понятно, то есть это не ворчки, нет? Нет, нет, я вовремя выехала. Вот в отличие от Анастасии Крыловой, которая на фоне такого пейзажа заманчивого сейчас. Потому что это виртуальный пейзаж. Он такой, виртуальный. Мне моя дочь помогала говорить, давайте я тоже поставлю такой. Да, я думаю, он у всех должен быть доступен, если там возле видео, возле окна камеры нажать такую стрелочку, там можно выбрать виртуальный бэкграунд. Вот я не захотела выбирать себе предложенные такие фоны, я хотела свою фотографию вставить, но не знаю, как ее вставить. Возле видео. Это тоже можно. А, выбрать виртуальный фон. Вот так видно по всем, по людям, что я, по коллегам, что они вставлю свои фотографии, а вот я не вижу такой возможности. Где это-то? Это вот видео видите? Ну, вы же включаете и включаете видео, да? Рядом такая стрелочка вверх. Справа. Такая стрелочка вверх указывает. А мне не дали стрелочку. Да нет, ну, у вас же открыт этот, вот, ваш, ваш... Да, открыт. Ну, вот внизу, внизу здесь, вот тут микрофон, да, это включить-выключить звук. Следующее, это видео нарисована видеокамера такая. Да. И вот рядом с ней стрелочка наверх. Да. Справа. Когда вы ее кликните, тут будет выбор нескольких возможностей. Одна из них в середине – выбрать виртуальный фон. Да, совершенно верно. А я не вижу, как мне свой фон. Так что свой? А вы вот, если вы бы хотите... Свою фотографию. У меня есть... Если вы хотите, если вы хотите фотографию... А, я могу себя сфотографировать. Все, поняла, спасибо. А вы можете еще на три точечки нажать на своем видео. И там будет меню «Изменить фото профили». И вот туда вы можете загрузить файлик с фотографией. А, вот, спасибо большое. Теперь вижу. Кастя, вы уже очутились в каком-то густом лесу. А, это парк при больнице в Арисе, где мы жили. Ну, хорошо, что они в больнице. Здорово, тут есть... Там, по-моему, я прячу... Да, вот. Там за мной гигантский термитник. Собственно, он фотографировал. Этот виртуальный фон работает так довольно условно, поэтому могут наблюдаться... Артефакты, да. Как у Розаны сейчас. Поистине потусторонние. Да. Розаны демонстрируют какие-то уже космические вещи. Прошу прощения. Я хочу проверить, слышно ли меня сейчас нормально. Вот в этой пронитуре. Нормальное качество звука, да? В принципе, для доклада подходит. Я еще одну вещь сейчас тогда проверю. С вашего позволения включу демонстрацию своей презентации на всяких случаях заранее. Нужно, чтобы освещение, чтобы он более-менее хорошо работал, этот виртуальный бэкграунд, нужно, чтобы освещение было спереди. Да. А иначе, да, вот он может засвечивать, самого человека не видеть, если плохо освещено лицо. Хочу уточнить, виден ли. А какие картинки. А меня нормально слышно, Коль? Да, хорошо. Да, у меня чуть-чуть как-то... Просто я с маленького компьютера под именем Андрея Всеволодовича, поэтому я тут переживаю. Сейчас. А вот как тут слайд-шоу, да? Сейчас. Да, вот так вот, в принципе, если сделать полный экран, то, видимо, вот так видно мою презентацию, да? Да, ну да, видно. Да, ну ладно. Вейга Павловна, можно вас попросить отчество прописать у себя? Павловна. А это чужая, я поэтому тут это так вообще... Скромно. Ну да, сейчас напишу. Не-не, я же сразу сказала, лучше поменять, чтобы вас... Да, да. Ну, в принципе, там... А, вот только вечеринка написана. Ну, это что, сейчас? А, вот. Угу. Ну, хорошо. Так, тогда можно... Сейчас и пока. Можно пока говорить вообще, так сказать, на посторонние темы? Нужно, нужно говорить. Рузана, вы... Нужно говорить. Мы вас всегда с удовольствием слушаем. Ну, я, собственно, не для того, чтобы вы меня слушали. Трансляция в YouTube не отключена, поэтому тема с этим учетом. Хорошо. Но совсем посторонние темы. Вот будет чаепитие в пятницу онлайн. Вот там и трансляции в YouTube не будет, поэтому там полностью куарная ситуация. Сейчас просто... Нет, ну, как сказать, вот я просто хотел продолжить разговор с Татьяной Осиповной, значит, на как раз интересную тему. Дело в том, что, значит, вот, ну, тут многим известна, значит, моя дочь, которая подключилась... Да, и моя есть вот еще студентка, одна бывшая такая, Ксения Мельникова, которую тут тоже многие знают. Вот. Ей, значит, пришла в голову идея тоже устроить такую вот конференцию, значит, связанную, ну, как бы с демонстрацией каких-то интересных вещей, связанных, естественно, с Индией. Вот. Я почему об этом вспомнил, потому что как раз, значит, у нас была такая конференция состоялась, но она, так сказать, домашний характер носила, хотя, в общем, могла бы быть интересна и более широкому кругу людей. Вот. Она была посвящена как раз ворточке, вернее сказать, путешествию в Бунделькхан. О, как интересно. Да. А что ж вы меня не пригласили? Ну, я тут, Таня, понимаете, не я это организовывал, я вас, конечно, поминал, потому что я знаю, что это ваши родные веси, так сказать. Вот. Меня просто, так сказать, подключили, чтобы я был в качестве зрителя. Ну, иногда я комментарии какие-то давал, потому что там это вела в основном Татьяна, которая, в общем, набрала фотографии нашего путешествия в свое. Ну, это было уже довольно давно, не знаю, даже лет 10 тому назад, я сейчас не помню. Вот. Но там были очень хорошие фотографии, потому что, значит, помимо того, что вот мы были в Ордчхе, вот, мы еще ездили, я, кажется, я вам говорил, вот в этот замок такой, вернее... Гархундар, да, и вот даже, Таня мне даже присылала фотографию. Да, 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 вот это такое, тогда это было очень труднодоступное место, вот. А сейчас, не знаю, кстати, сейчас говорят, туда уже туристские маршруты какие-то. Да, 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 к сожалению. А тогда мы, значит, просто на такси каком-то туда добирались, в общем, там было пустынно совершенно, ну, слава богу, и обезьян даже не было, ну, вот, и впечатление, очень, конечно, сильное, потому что это такое солидное сооружение, которое еще достаточно крех, хотя оно уже, конечно, отчасти руинировано, но очень красиво, оттуда виды такие на полупустыню. Нет, место замечательное, конечно, было, во всяком случае, да. Да, да, сейчас уж действительно не знаю. Как называется? Повторите, я не послышала. Гархундар. Гархундар. У Вриндавана Лала Бармы есть даже, есть роман под таким названием. Да. Далеко от того, от тех лет, где мы были? От Орчи? Да нет, ну, там километров восемьдесят. Ой! Здрасте, думаю, кто же... Здрасте, здрасте. Там километров, километров, ну, километров, может быть, семьдесят. Километров восемьдесят, да, от Орчи. Совершенно верно. То есть просто развалины дворца, да? Уже не развалины, там уже все. Были... Ну, был не развален, но такой прозрушенный он был, да. Разрушенный. Нет, развалины, что не назовешь, да. Он стоял достаточно крепко. Хотя, конечно, в общем, разруха там, несомненно, была. Особенно в нижних этажах, там же были подземелья какие-то. Потом даже во дворе там были ямы, в которые можно было провалиться. Вот, и чтобы этого не было, они даже обводили их каким-то мелом, значит, кругами, так сказать, чтобы люди случайно туда не наступили. Ну, в общем, определенную остроту это придавало. Вот. Плюс истории о том, что в этих подвалах, этого замка, значит, люди в недавнее время просто-напросто пропадали. То есть заходили туда посмотреть что-то, а потом не выходили. Вот. Мы хотели попробовать, так сказать, провести такой эксперимент, но все-таки не решились. И что правильно сделали. Да, потому что у нас же такси... Зато теперь мы в эту шагу впали, но впали. А, вот. Он мог нас бы очень долго ждать и не до завтра, и вот нельзя было. Ну, в общем, вот такие культурные события, они всегда приятные. И, в общем, даже, может быть, эта традиция какая-то и продолжится, я не знаю. Потому что, а что же еще делать, оставаясь дома, как не путешествовать вот таким образом? Как эта программа называлась? Ой, я не могу сказать, но она... Телевизионная. Телевизионная программа была такая тогда в советские времена. Думашнее такое вот упражнение. Ну, а телевизионная, в конце концов, господи, много было таких клуб путешествий. Даже кинопутешественников был в свое время. Вот. И вообще всякие клубы. Вот, наверное, вот это клуб кинопутешественников называлось, как живо. Ну, там, да, там было много таких ведущих, довольно известных. В том числе, по-моему... А, нет, этот Дроздов вел передачу о животных. А клуб кинопутешественников вел... Сенкевич, наверное. А? Да, совершенно верно. Сенкевич, да. А, Сенкевич. Это кто сказал? Это я сказала. А, Оля. Да, ты же. Ну, вы-то еще маленькая были, да. Так я, ну, маленькая. Все относительно, но я все детство смотрела. У нас было обязательно... Сенкевич, точно. ...в мнении кинопанорама, клуб кинопутешественников, что там еще. Вот, и все, мы без отрыва смотрели. Помните, еще был такой, такая пословица, «Сенкевич путешествует, а мы смотрим». Что-что? Не пословица, а очевидная вещь. Да, «Сенкевич путешествует, а мы смотрим». А мы смотрим, да. Ну, последнее время какой-то был, так сказать, товарищ, это тоже фамилия, вот, который, значит, наслаждается этими путешествиями и приглашает нас тоже. По-моему, он себя показывает в контексте каких-то дорогих отелей, значит, там, в окружении, значит, всяких яств и напитков и так далее, в том числе экзотических. Я сейчас забыл, как его зовут. Ну, в общем, по-моему, сейчас это прекрасно. Впрочем, я сейчас ее смотрю, поэтому и не знаю, что там происходит. А вот клуб кинопутешественников, а начинал его, между прочим, такой же человек, генережиссер-документалист Шнейдеров. Вот, он, значит, по-моему, он был. И еще один, еще кто-то был. В общем, ну, была интересная передача, особенно тогда, это были такие времена Советского Союза, когда никто никуда не ездил, а тут, в общем, все-таки была возможность что-то посмотреть. Как сейчас? Вот, да, ну, сейчас возможностей больше посмотреть. То есть возможностей не ездить, конечно, сейчас тоже больше. Но и посмотреть что-то можно. Ну, да, ну, вот посмотреть, посмотреть вперед этой заражи. А в Орче очень плохая ситуация, там ужасно ее превращают в туристический хаб. И в Орче конец, в общем. То есть там будут толпы диких туристов, да? Там уже толпы туристов, которых привозят с огромными автобусами. Да, ну, вот это началось в марте, сразу после холи, там были дни Орче. Теперь, правда, это правительство, которое было специально заинтересовано в Орче, в развитии Орче. Понятно, то, что называется туристический бизнес. Да, ну, слава богу, да, и у некоторых политиков там есть гостиницы. Но сейчас вот это правительство ушло, так что гостиницы будут еще у каких-нибудь политиков. Да нет, ну, все это понятно. И это, к сожалению, путь типичный для многих мест. Для многих. Ну, да. Они взяли Чахангир Махальф, они выкрасили таким светлым беш. Чтоб красиво было. Делайте мне красиво, в общем, это важно. Да, да, эмоции. Это им, да. Это им удалось. Трудно этому, увы, воспрепятствовать. Наверное, нужно попробовать, поскольку сейчас, благодаря короне, короне это... Ну, вообще, жарко уже сейчас, туристический сезон, нет? Наверное, это все закрыто, в связи с эпидемией, нет? Ну, сейчас-то, конечно, все закрыто. Все, наверное, даже храмы закрыты. Понятно, да, ну, естественно, да. Я как раз, между прочим, унес ноги, можно сказать, из Индии вовремя, потому что, как-то там из-за того, что все еще зарождалось, показав на страницах газет. Вот, я успел. Некоторые, даже мои ученики бывшие, там застряли. Довольно серьезно. Более, что им надо было еще... Я на карантине. Уважаемые коллеги, я вынуждена прервать Александра Михайловича. Мы продолжим обязательно эту тему, но, к сожалению, у нас уже, вернее, к счастью, я не знаю, мы должны начинать, и у нас... Нет, конечно, да. Доклад Александра Михайловича Дубянского. Еще раз к вопросу о теме Нейдальф, тамильской поэзии. Рекомен, у нас 30 минут. Да. Мы его не выдерживаем, но кто знает. Ну, в общем, да, я постараюсь как-то основные вещи сообщить. Вот тема, конечно, требует большого времени для хотя бы даже ее более-менее порядочного раскрытия, вот это одна из тем, из таких канонических тем тамильской классической поэзии, которая, значит, которая называется «Тены», вот, и посвящена она, значит, теме, ну, как вы, я думаю, многие знают, что в тамильской поэзии определенные ситуации в любовных отношениях героев, это любовная поэзия, будем считать, связана с определенным ландшафтом. И вот эти ландшафты, или, значит, географические какие-то регионы, они, то есть, вернее, поэзия, которая посвящена этим телом, значит, она всегда разрабатывает определенное соотношение между пейзажем, значит, и между чувствами, так сказать, и состоянием героев. Вот, ну, много об этом я, естественно, сейчас говорить не буду, тем более, что как-то я об этом и писал в свое время, да и о нейдер я тоже этим самым писал, вот, но, поскольку тема, как я уже сказал, в общем, очень многообразная, и с разных сторон с ней можно подходить, то, значит, я решил все-таки, и даже более того, я помню, что это было очень давно, значит, даже, кажется, я уж не знаю, Веруслав Владимирович, помнит или нет, но я даже с этой темой выступал на Зоберевских чтениях, вот, и тогда помню, значит, было еще Татьяна Яковлевна присутствовала, которая, значит, как-то одобрила эту тему, в связи с тем, что это была тема моря, вот, она как раз тогда писала, помню, или только что написала статью о море в Ригведе, вот, и, значит, вот она, как-то пришлось это ей по душе, вот. Но в Ригведе-то, значит, с морем тоже не так уж хорошо дела обстоят, а вот любопытно, что поэзии, лирические поэзии, скажем, санскритской, да и пратвистской, в общем, так сказать, морская тема, по сути дела, отсутствует. То есть море упоминается, так сказать, либо вскользь, либо, во всяком случае, вне связи с ситуациями людскими, так сказать, какими-либо. Вот, в этом смысле, конечно, эта тема Нейдаль представляет собой явление вполне, так сказать, оригинальное. Вот, хотя и, конечно, несвободное, в общем, видимо, от влияния все той же санскритской традиции. Но я еще раз скажу, скажу, что здесь очень много есть, чем позаниматься, в частности, значит, вот и поэтическими приемами, вот, или там анализом содержания и прочее. Все это, конечно, я в один доклад вместить не могу, просто этим надо еще очень плотно заниматься, вот, но какие-то соображения дополнительные я бы хочу выразить. Но, во-первых, хочу напомнить о том, что, значит, Нейдаль, слово само по себе, означает, то есть имеет несколько значений. Вот, ну, прежде всего, это растения, цветов, вот, и эти вот темы Тиней, они, в общем, пять тем, они все связаны с именами растений, вот. Тут, правда, есть некая заковыка. Я даже вот перед, значит, собранием знатоков, так сказать, как это тоже тема поэзии, такая смущение перед собранием знатоков. Вот, я сейчас вырву, но это уже, так сказать, самокритика, в общем, отчасти пойдет. Дело в том, что вот идентификация этого цветка, Нейдаль, значит, как выясняется, несколько затруднена, потому что, потому что, значит, это лилия. Для этого известно, что это лилия. Вот если посмотреть даже по каким-то спискам, даже в таком издании, как «Дравицкий этимологический словарь», там, значит, говорится, что, значит, Нейдаль – это так называемая, значит, лилия альба, нимфея лотос альба, вот она называется на латыни, вот, то есть белая лилия. Вот, и в некоторых других изданиях, там, члендийский, даже, значит, ее называют белым цветком, вот, и я в свое время тоже на это как-то клюнул, значит, ну, это небрежность, конечно, которая, в общем, со всякими, наверное, случается, и тоже в своей книжке тоже ее, значит, поместил, как цветок вот эта белая, так сказать, лилия. На самом деле, в общем, это синяя, конечно, лилия, и, в общем, как ее характеризовать в ботанические точки зрения, я сейчас вам не могу сказать, но этот цветок, кажется, очень известный и водяная, в общем, такая лилия, синий фиолетового цвета, я думаю, все присутствующие так или иначе ее знают, и, значит, есть несколько мест в Томильской поэзии, где, в общем, хотя и не так много, и описаний таких подробных нет, но все-таки говорится о том, что она синего цвета, что она ниля. Вот ниля – это известное, так сказать, тоже вот слово, которое означает вот эту самую синюю или вообще летовую лилию. Значит, и, кстати, в санскритской поэзии тоже, значит, она упоминается нередко, и, в частности, в связи с тем, что с нею, с ее лепестками сравниваются глаза героинь, глаза, значит, женщин темные, так сказать, и иногда это, так сказать, дает повод поэтам, значит, на этом как-то сыграть. Ну, в частности, вот в этой самой коллекции знаменитой антологии Видьякары «Субгаша Таратна Коша» там есть вот маленькое стихотворение о том, что, значит, сколько раз, значит, обманывала ее изображение в воде, и, в общем, цветочница боится теперь смотреть, значит, воду, потому что, значит, ее глаза, то есть она, это как бы в виде отражения свое, она думает, что там цветы этой самой лилии и пытается ее сорвать, вот, а на самом деле это отражение ее глаз. Это такой вот небольшой стишок. Ну, и в танвийской поэлии тоже есть немного, но очень указание на то, что это цветок, который сравнивается с глазами героини. Вот, так что будем считать, что все-таки это вот синий цвет. Вот. Но, помимо того, что это, значит, цветок, который дает название вот этой самой теме, еще вдобавок, это еще и цветок, или, вернее, само слово, ну, и связано с довольно мрачными обстоятельствами, потому что Нейдель называет некий тип, значит, барабана, который можно назвать погребальным или похоронным. Вот. И опять-таки есть упоминания о том, что в нескольких онтологиях, там, в Фуранануру, потом, вот, Николай Валентинович подтвердит, что на Ладеяре есть, значит, мрачные такие стихи, где говорится о том, что вот нечего радоваться, а вот скоро же прогребит звук этого самого Нейдель барабана. Так что, значит, связь его с таким мрачной стороной жизни тоже довольно очевидна. Ну, и, значит, третье значение, которое важно, вот, то есть, простите, нет, в связи с этим неудивительно, что темы, основной, так сказать, доминирующей темой стихов на тему Нейдель в поэзии, Томинской является, в общем, тема страданий, таких, или любовных переживаний, причем они доходят там до значит, до таких очень сильных пределов, то есть переживания, разлухи, которые вкладываются вот в уста героини, вот, они действительно бывают очень сильными, вот, и, видимо, тоже какие-то мысли, может быть, о смерти приходят, ну, вот, допустим, одну иллюстрацию я, так сказать, прочту, не претендуя на, конечно, на лавра-чтеца декламатора, но содержание, допустим, одного стихотворения зонтологии на стены, лучи тускнеются, солнца заходящего, кстати говоря, тема вечерняя тема, вечерних, значит, такой вечерней тьмы, сумерек, вот, она как раз характерна для этой поэзии, значит, лучи тускнеют солнца заходящего, и ночь тоскует, как лиана, чьи цветы опали, летучие кругом летают мыши, и петуха самец, открыв с насмешкой клюв, хохочет, прошло уж время возвращения, названное обещавшими, что в путь отправится с негибнущей любовью, а бурая сова кричит всю ночь на крепкой ветке дембу дерево стал соствольного, неужто мне страдающий от боли, нескончаемой и одинокой, и впредь придется слышать доносящуюся с пальмиры тростоствольной птицы андриль голос. Ну, андриль, кстати, это птица, которая, если я не ошибаюсь, идентифицируется с так называемой отпечаток, или нет, или скорее скраунчей, во всяком случае, в общем, считается, что это птицы, которые живут очень семейным союзом, так сказать, при разлуке навсегда страдают. Вот, это, кстати, часто упоминается в стихотворениях, это самая птица. Как упоминается, конечно, целый ряд предметов, которые образуют пейзаж или ландшафт этой темы. Значит, повторяю еще раз, тема разлуки, вот, она доминирует, и, вернее, тема даже страданий, связанных с разлукой. Конечно, это не означает, что буквально все произведения, которые относятся к этой теме, вот так шмарочны, но вот доминанта все-таки такая. Ну, значит, я сейчас не буду перечислять предметы, которые, ну, для них очень коротко, там есть целый ряд деревьев, которые выразуют этот канонический пейзаж, характерный для этой темы. Вот, значит, ряд, скорее, не животных, а птиц, вот, в частности, цапли, которые, значит, постоянно там летают, вот, и вот этот самый андриль, потом, значит, песчаные дюны, значит, ну, и, конечно, океан, вот, потому что дело происходит все на берегу океана, где-то в районе Рыбацкой деревни, естественно, там описаны занятия рыбаков, ну, в зависимости от размеров стихотворений, значит, либо коротко упоминаются, что вот они просто выходят там в шумящее море, или же иногда более пространно даются такие картинки, иногда очень изящные, ну, например, если они на ночной лов выходят, то лампады, которые они зажигают на своих лодках, значит, они превращают вот этот самый океан в звездное небо, вот, то есть, поэтому не выпускают таких случаев, ну, вот, ну, вообще, значит, сам океан тоже описан достаточно кратко, то есть, он шумящий волнами, вот, глубокий, пахнущий рыбой, вот, такого рода определения, вот, но всем понятно, что, то есть, те, вот, например, Настя Крылова, за ней, за ее спиной, так сказать, вот, ей ли этого не знать, то эта стихия, в общем, опасная, и, значит, собственно говоря, при том, что аспекты, так сказать, вот, этого образа океана могут быть разные, потому что он же источник жизни, там, и так далее, вот, но все-таки вот этот момент опасности, который, конечно, в общем, вполне гармонируется с этим общим содержанием этой темы, вот, он, несомненно, всегда тоже присутствует. Более того, значит, даже для определения океана употребляется слово, одно слово суром, которое в этой же протомийской поэзии употребляется для обозначения пустынной, опасной местности период летней жары, которую, значит, герой обычно пересекает и уходя там на какое-то свое дело, как правило, там военное дело и еще, и еще. Вот, то есть, иначе говоря, вот эта сама пустыня океана, так сказать, фигурирует, как тоже, значит, опасная вещь. Кроме того, там, значит, обитают опасные животные, там обитают, ну, в прибрежных водах обитают крокодилы, а в океане обитают акулы, и вот, они тоже часто упоминаются, причем, значит, если, так сказать, с цветком этим некоторые пустынницы наблюдаются, то, значит, с акулами их, кстати, тоже, потому что, значит, часто называют рогатые акулы, но имеют в виду, значит, рыбу, которая на самом деле называется макрель, таким вот удлиненным, значит, удлиненной носовой костью, вот, видимо, они тоже ее, а слово употребляется, которое вот акулу означает, видимо, значит, они тоже, значит, эту самую, так понимали, короче говоря, опасное, так сказать, животное, оно рвет все эти рыбаков, кусает, значит, этих же рыбаков часто, и вот, и, в общем, это все создает вот эту атмосферу некой опасности. Ну, сами отношения между героями развиваются, в общем, по канонам, уже известным, по другим темам поэзии, так сказать, герои встречаются, значит, вот, ну, не на берегу, то есть, не у края, там, допустим, поле просока в горах, а встречаются на берегу моря, герой, значит, появляется, выделяется из стайки девушек какую-то одну, которая, в которой они влюбляются, и вот между ними развиваются дальше, так сказать, их отношения с помощью подруги героини, все это вполне соответствует обычному, вот, канону, любовному канону тамильской поэзии, и сейчас я на нем останавливаться не буду. Обращу внимание только на одну вещь, если мы, значит, все-таки подумаем, а кто герой, собственно говоря, вот этой поэзии, то окажется, что героиня, вообще-то говоря, это девочка, все время упоминается, значит, то, что она с подружками играет на берегу, там, строго, рисует домики на песке, гоняет крабов, ну, плещутся в волнах, вот, и она, так сказать, дочь рыбаков, то есть, она принадлежит вот этой деревеньке, где рыбаки, там, сушат все эти, вот, теперь, значит, они же, девочки эти, отгоняют чаек обсушивающиеся рыбы, то есть, в общем, обычные, такие занятия, а вот герои, фигура довольно загадочная, потому что, значит, довольно регулярно, всюду он описан, как некий персонаж, приезжающий на колеснице, иногда даже, иногда даже, даже с каким-то отрядом, вот, то есть, в общем, ничего, конечно, конкретного, ничего не говорится, но, совершенно явно, что социальный статус, так сказать, этих героев, различен, и вот, в одном стихотворении, так, и сказано, подруга, героиня, обращается, значит, к этому молодому человеку, и говорит, следующее, она дочь рыбаков, что ловят рыбу, выйдет в синее бушующее море, из маленькой милой деревушки, что вблизи прибрежной рощи, а ты, любимый сын богатого владельца крепкой колесницы, из древнего селения, с торговой площади, где флаги высоко трепещут, какое благо в нас, отпугивающих стаи птиц, что всохли без помех, куски акулы жирной, мы пахнем рыбой, шел бы лучше прочь, ведь наша жизнь скудна, она зависит от морских плодов, она не для тебя, а для таких, как мы, так даже превосходна, вот, здесь уж это вот социальное неравенство выявлено, так сказать, вполне определенно, и, в общем-то, остается все-таки некоторой загадкой, вот, что же, так сказать, может стоять вот за этими фигурами вообще, ну, я, так сказать, стараюсь еще коротко один сюжет затронуть, потому что, повторяю, много об этом еще говорить, вот, факт тот, что, значит, сам герой, в общем, необычен, конечно, ну, вот я говорю, он, так сказать, более высокого статуса, и даже можно, даже говорить о каком-то достоинстве едва ли не, там, князовскому и царскому. Но вообще, этот сам сюжет, здесь я только намеком скажу, потому что, это требует определенного исследования, так же, как, кстати, и сюжет темы Куринджи, когда герой приходит на поле просто и встречает, значит, девушек, в одну из которых влюбляется, вот, он вообще говоря отражает такой вот известный фольклорный сюжет, значит, о том, как некий герой высокого статуса появляется в диком месте, там, в лесу, в пустыне, или там, на берегу моря, как в данном случае, и, значит, встречается с какой-то простой девушкой, вот, в конце концов, сюжет Шакунталы, вот, именно об этом и говорит, вот, или там, сказание о деве Февронии, когда, значит, княжечка тоже встречает такую лесную деву, вот, и здесь тоже, вообще говоря, мы сталкиваемся с похожей ситуацией, вот, кроме того, значит, в некоторых темах томической поэзии проглядывает, вот, более-менее определенно, некая такая мифологическая подоплевка, ну, скажем, вот, в теме Куринджи, где речь идет о горах, там, значит, вот эта пара любовников, так сказать, она является, конечно, несомненно, репликой, вот, герои, не репликой мифологических фигур, а именно Муругана и Валли, вот, и меня как-то всегда интересовал вопрос, а вот можно ли найти какую-то подоплеку, такую вот мифологическую, для, вот, морского, так сказать, морской вот этой самой темы, вот, ну, что я могу сказать, во-первых, в описаниях героев иногда проглядывают, на это, впрочем, черты божественности, если так можно выразиться. Вот, кстати, поэзия Нейдель, она отчасти представлена в повести о браслете Шилы Падигаром этой поэме, где, значит, там, Ковалан со своей возлюбленной обмениваются песенками, и вот эти песенки как раз вот на морскую тему, и там, когда говорится, что ты стоишь как богиня, как Анангу, как такая устрашающая богиня, то есть, иначе говоря, даже эта девица, девочка, простая, наивная, она, значит, в себе какие-то такие намеки, намеками содержит какие-то черты. Вот, иногда упоминается, между прочим, бог моря, вот, и тут тоже разные вещи, и с одной стороны мы знаем, что есть богиня морская, вот, Танилов, это вот, мы не мехали, вот, и кроме того, вообще женский персонаж, Анан, вот так ее и называют, а с другой стороны, мы знаем, что в Талькапием, где эта тема представлена, значит, говорится, что властителем этой зоны морской является никто иной, как Варуна. Сам Варуна, значит, как имя, оно не употребляется в поэзии, но, но говорится, в общем, о Дейвом или о божестве моря, вот, иногда о божестве морских глубин и так далее, а мне возможно, что фигура Варуны, так сказать, или Варуны, как говорят, что, наверное, правильнее как-то сохраняется, вот, но я хотел обратить внимание, по-моему, еще пять минут у меня есть, да, Рузанна, вот, хотел обратить внимание на, так сказать, одну параллель провести, которая, в общем, буквально, конечно, трудно, но, тем не менее, вот, какие-то черты сходства не в этом видятся. Я имею в виду историю, которая была запечатлена в очень позднем тексте, еще 17 века, значит, был такой, была такая поэма Тиру Вильядль, значит, это поэма «Игрокшилы» вот, в районе города Мадурай, и вот, значит, Паранджёти Мунивар, автор, вот, значит, писал разные пришествия Шивы на землю, в том числе, значит, в том числе на берег моря, вот, и там говорится, ну, всю историю я не буду рассказывать, говорится, просто, что он явился в селении рыбаков под видом рыбака, вот, значит, у него была корзина для рыбы, сеть на плечах, вот, и задачей его была спасти рыбаков от злой акулы, вот, и что он в конце концов и делает, он, значит, как там говорится, он влезает в лодку, вот, значит, все это описано довольно подробно, значит, прыгнул в лодку и пошел, значит, разрезая волнующийся океан, взял сеть, бросил ее со скоростью стрелы из лука, потом, подобно рыбы, глотающие слона, это мифологический образ, где-то, значит, поэзии санкстрийской есть, и поймав рыбу, вытащил ее на берег, вот, и как рыбаки сказали, он сын нашего рыбачьего бога, вот, ну, рыбаки начали поражить, танец такой хороводный, а что самое главное, выдали ему в жены девицу, значит, которая была дочерью главы этого племени, значит, рыбацкого, и которая была, собственно говоря, аватарой умы, вот, так что совершился брак между ними, и, значит, Шива уволок эту самую свою, свою собственную собственно супругу, значит, в храму Таракоша-Мангей, где он, значит, стал с ней и пребывать. Ну, значит, естественно, такой прямой аналогии с сюжетом поэзии Нейдель может быть найти невозможно, но интересно, что, так сказать, очень много деталей всяких свидетельствуют, в том числе в тексте вот этой Пураны, свидетельствуют о том, что, так сказать, общая характеристика фона, общая вот, так сказать, характеристика ландшафта, значит, была хорошо автору вот известна, и он ее, так сказать, подпроизводит вполне достоверно. Вот, ну, не буду внимания деталями утомлять, но факт, так сказать, такой, что здесь, как бы, это два сказания вот этих, вот, если так можно выразиться, вот, они, во всяком случае, находятся, как бы, в одной парадигме, если так можно выразиться. Ну, вот дальнейшие какие-то размышления на эту тему может приведут к более положительному результату, ну, по крайней мере, вот то, что можно об этом сказать, вот, вкратце, вот, я постарался и изложить. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Александр Михайлович. Вопросы есть? Комментарии? Вопросы? Есть комментарии? Да. Александр Михайлович, я буквально позавчера дочитал статью The Blue Lotus, и там говорится о том, что в санскритских словарях путают лотос и синие лилии. Вот. Я правильно понимаю, что... Не очень понял, простите. Значит, есть статья, разбирающая ровно то, с чего вы начали. То есть, и там описывается, что в санскритских словарях путают, говорят о неком синем лотосе, который, в принципе, ботанически невозможен и вот имеют в виду как раз лилию. Но мне кажется, что вы ее именно лилией и называли. Так, лотосы синими не бывают. Ну да. Лотос это цветок с белым или розовым цветом. Ботанические это, хотя они там семейству лилийных принадлежат, но они, это разные отряды, так сказать. Поэтому лотос это не точное название. То есть, получается, ошибка не только в этимологическом словаре, вообще словари не дружат с ботаникой. Это, безусловно, ошибка, да. Но так же, как, между прочим, путают баньян и ашватху в Индии, в том числе, текстах путают явно ашватху и баньян. Хотя это, хотя это фикусовые растения, но они разные. Спасибо. Так, пожалуйста, Ярослав Владимирович и Татьяна Иосифовна. Давайте сначала, Ярослав Владимирович. Ну, я коротко, да. Я хочу поблагодарить Александра Михайловича за очень информативный и в то же время очень красивый доклад. И хочу спросить, вот когда-то я читал, мне кажется, что чуть ли не у Бешема вот это чудо, в котором было Индия. Там было сказано, что южноиндийские, тамильские, по-моему, рыбаки почитают рок-акулы как символ вот воруны, который, он же воруна. Но это же не может быть мордом акрелия. Вы не знаете, что это такое может быть? Так вот, при том-то и дело, что это, я знаю даже это место из текста, значит, это из поэмы одной. Сейчас уже, сейчас точно не скажу, но можно найти. Это описание вот этой зоны Нейдаль в поэме там Сиропана от Рупады и такая вот наставление на путь к Панару. Там действительно говорится о том, что рыбаки, значит, выдрузив, так сказать, челюсть, там сказано, акулы, значит, они, вот. Но дело в том, что челюсть, вот макрель, это, вот это ее рук, так сказать, это и есть удлиненная челюсть, челюстная кость. Вот. Так что вполне возможно, что вот об этом идет речь. То есть и здесь некоторая путаница, у них наблюдается. то есть они под одну категорию, так сказать, сверстывают вот многие вещи. Вот. И да, и в общем, они, так сказать, вот то, что этот Варон был богом моря, там можно, я уж сейчас в деталях не входил, в некоторые есть свидетельства о том, что вот этот бог из океана, так сказать, вполне может быть каким-то, ну, может ослабленным вариантом. вот. И в этом смысле, кстати, поскольку Варона мрачная фигура, то соответствие вот этой самой теме печали и страданий, так сказать, тоже вполне логично. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Татьяна Иосифовна, у вас вопросы. Спасибо, да. Саша, и еще раз примите, пожалуйста, благодарность за ваш замечательный доклад. Скажите, пожалуйста, все эти романтические истории, они происходят в какое-то определенное время года или нет? Знаете, вот время года для этой самой темы Нейдаль не выделено, вот даже в теории, а выделено только время суток, а именно вечер, вот, когда вот заходит солнце. Вот. Во всяком случае, во всяком случае, это не сезон дождей. Вот это можно... В Уржаре. Спасибо. Нет, нет, это вот не сезон дождей, и, так сказать, как бы там, на этом берегу особого роли даже не играет это. Спасибо. Да, ну, еще и Махабхар, естественно, Махабхар это приходит на ум, да, рыбачка и царь. А, Сатья-Лати, да. Кстати говоря, в общем, тоже там это самое... Кто ее встречает, встречает этот... Господи... Ну, вы знаете, да, царь, да, Вичитра Вильярна, он, да, в лесу встречает ее тоже. Вот это... Это вот такой распространенный мотив, и я, знаете, я пытался найти это вот в этом показатель этого, Арны Томаса, значит, наверняка там где-то, но он как-то так явно у меня не вылез, вот я, по-моему, более тщательные поиски могут даже привести вот к такого рода мотиву. Может, Ярослав Владимирович, мне кажется, это лучше известно, может быть, это есть где-то, то есть, может быть, попадалось. Ярослав Владимирович, нет? Не слышно, Ярослав Владимирович. Я вот помню, что сюжет такой девушка, пахнущая рыбой, он есть и в Махабхарате, и вот в разных племенных каких-то фольклорных... Ну, да, да, это вот, я говорю, это вот, по-моему, Вичитра Мирия, да, встречается в Сатьявате. Да, да, да. Нет, а это именно девушка, простая девушка, лесная, так сказать, которая встречает принц, вообще говоря. И мне такое предположение есть, что это в этом там списке Арны Томаса этот мотив где-то должен быть упомянут. Спасибо. Спасибо. У меня, знаете, такой просто маленький комментарий, когда вы говорили о томическом слове с уром, о том, что это и дикий, и море, да, правильно я помню? Море, это пустыня. Пустыня, да? Да, пустыня моря в данном случае, она применяется, она применяется как раз к пустынной местности, такой вот жаркой во время летней жары. Хорошо, спасибо большое. Тогда мы, если больше нет вопросов и комментариев, перейдем к следующему докладу и у нас Ольга Павловна Вечерина с докладом, сейчас, минутку, у меня тут, к сожалению, с докладом. Розанна Владимировна, я должна включить, чтобы презентацию показать доску сообщений, да? А как? Ну вот презентацию, чтобы показать, вот я зашла в эту, в демонстрацию экрана, а дальше что? Должна нажать. И она будет уже демонстрировать ваш экран. Значит, тело Бхакты и тело Шива о проблемах телесности в Томирской Шайвабхакте. Шайвабхакте. Нет, а чтобы презентацию включить файлы, надо нажать дальше, да? Вам нужно презентацию экрана, может быть, выбрать, то есть там варианты есть. Зелененькая, внизу на ленте, зелененькая такая кнопка демонстрация экрана. Я ее включила, да, а дальше файлы, да? А дальше, например, вы выберете что? Демонстрация экрана слева сверху крайняя опция. Там есть разные способы, что показываете? Ну вот мне файл надо, чтобы показать, файлы нужно выбирать, да? Ну просто я боюсь, что вы в файлах уйдете куда-то далеко. Просто возьмите экран, там слева сверху, дано, экран. Можно выбрать то приложение, в котором у вас PowerPoint просто. Базовый, да? Если у вас открыто приложение PowerPoint, то можно его выбрать. У меня вставлена, чтобы флешка вставлена. А, ну главное открыть приложение сначала. То есть если вы сначала PowerPoint откроете, то потом можно... А мы ждем открыть то в файл или где это? Zoom? Ну файл открыть. Просто нет, в PowerPoint файл открыть в PowerPoint. У вас же, наверное, презентация PowerPoint. Да. Вот откройте PowerPoint. Вы работаете как с обычным файлом, открываете на компьютере, а потом щелкайте демонстрации экрана и мы увидим его. я не поняла. А, сейчас. То есть у вас файл должен быть открыт перед тем, как вы можете... Да, я поняла, поняла, поняла. Я поняла, поняла. Сейчас, секундочку, извините. А вот интересно, Александр Михайлович, раз уж такая заминка, вот в арабской поэзии эпохи Джигилия, ведь они ведь тоже используют как бы образ моря для обозначения вот как бы опасностей, которые в пустыне они встречают. Вот. И в суфийской поэзии очень часто тоже можно встретить такие аналогии, где идет описание. Все. Справилась. Прошу прощения. Видно, да? Да, да. Все прекрасно видно. Значит, ну, мое сообщение посвящено, вообще говоря, некоторым вопросам изменения представлений амирских шайвов-хактов о собственном теле. Значит, ну, вообще, конечно, известно, что исследования телесности в андологии связаны в первую очередь с исследованиями тантрических и геогических практик. Мы сегодня уже даже на самом деле прошли уже два доклада на эту тему. Вот. Но не менее интенсивно изучаются и разные формы воплощения в телесность богов, то есть Рупы и Мурти. И, как известно, примерно с середины первого тысячелетия начинает формироваться иконография телесных воплощений этих богов в корпусе агомической литературы. Процесс, во-первых, был чрезвычайно сложным таким, многосоставным и, на самом деле, малоизученным. И, в принципе, вот этот огромный корпус агомических текстов, он до сих пор переведен частично и даже опубликован только частично. Известно, что вот в томильских шивоэйских храмах наиболее широко используются камикагамы, ну, по тем основаниям, что в ней, во-первых, есть комментарии руководства подхати Акхора Шива. Вот. Ну, и, значит, Тюрмуллер упоминал в своем прологе к Тюрмандерам, что ему уже было известно 28 магам, 57 стихе, и конкретно упоминает 9 из них, ставя камикагаму на второе место после пары магамы. Надо сказать, что вот тут обнаружила недавно совсем, что камикагама была издана в проекте вот этого Гималайской академии монастыря в Хауаи на Гавайях, который, вот, поскольку они в свое время подписали договор по Анди Шерри о дигитализации всех рукописей, которые у них хранятся, в стихахагам. То есть, получили доступ, действительно провели эту большую работу за три года. И вот сейчас издали, он, конечно, он не имеет научного, то есть, он не является научным в полной мере перевод, но тем не менее он доступен в интернете в свободном доступе и приводит, значит, там, соответственно, параллельный текст санскритский и английский. Вот. Ну, а для цели вот моего сообщения важно, что, по-видимому, параллельно и у шиваитов, и у вайшнаевов, и у шахтов начинают формироваться некоторые новые идеи вот в середине века, в середине тысячелетия, вернее, первого, где-то в районе шестого века, седьмого, о том, что Богу можно поклоняться только так имеющему форму. И вот, собственно, в шиваизме это записано во всех иконографических руководствах и у Допинат Хирау, такая же последовательность и в многочисленных тамильских руководствах, ну, которые, собственно, представляют собой, вообще говоря, выдержки тоже изагам, вот, что сначала идет, вообще говоря, лучшей, наиболее такой важной, наиболее пригодной, наиболее сакральной формой для поклонения, конечно, Линдер, которая, ну, она, хотя и считается рупо-арупо, но, конечно, она на самом деле не антропоморфная и не расчлененная форма, но в том числе из-за ее очевидных параллелей с высшими уровнями Шивы, как сада Шива. Вот, но в целом, благодаря, вот, творчеству одеяров, главными, постепенно, потихоньку, и в ритуале, и в жизни, и как объекты для поклонения становятся все-таки иконографические формы Мурти, в которых Шива может быть и репрезентирован, их вообще 25 всего, при этом для каждого Мурти предписывается конкретная поза, оружие, украшения, прически, а также другие аксессуары, которые, и фигуры, кстати, тоже его спутников, то есть, членов его семьи, например, входящие в тот или иной антропоморфный комплекс. Вот, и, собственно, считается, что, хотя вот этот вопрос на самом деле нуждается в дальнейшем исследовании, я просто пока как-то не очень могу понять, каким образом, потому что, ну, вот, с легкой руки зверя Вилла считается, что сначала иконография как бы Шивы складывалась собственно вот в видениях авторов Деварова. Но, вообще говоря, немножко это как бы противоречит собственно тому, что изложено в самих гимнах, поскольку вот авторы восторженно описывают явленный им облик Шивы, но сложно представить, что все вот они, все трое были такими визионерами, что как бы они описывали свои видения в голове, то, чего они не видели в общем, вовсе. Ну, то есть, это как-то несколько чудновато представлять, вот, потому что любимый их объект описания это прямо очень конкретный Шива, причем они больше всего любят описывать, так, полистать как, вот так, больше всего они любят описывать его голову, распущенные, спутанные, часто пламенеющие волосы, причем Шива у них всегда очень как бы цветной, его шевелюра, хочется даже рассказать, что космы, вот, она всегда богато украшена, то есть, в ней обязательно месяц, череп, ганга, змеи, цветы, очень часто они описывают его серьги, также не менее часто упоминается его черное горло и ожерелье из Удракши. Тело Шивы, как правило, описывается как красное, при этом, значит, оно покрыто белым пеплом, ну и, конечно, чаще всего, и, собственно, часто с этого начинается описание, описывают его ноги, в котором очень много эпитетов, в том числе ноги описываются как красные, красивые, золотые, святые, цветочные, украшенные звенящими браслетами, лотосоподобные и так далее и тому подобное. Ну и, как правило, в описаниях фактов Шива двигается, но часто упоминается его форма, так сказать, ну, стоящего, застывшая, как говорится, иконическая. Два главных облика, это Натараджа и Пхикшатана. Значит, Индира Петерсон обратила внимание, что очень часто поэты играют, вот, вся троица цветами, в описании облика Шивы так, что получаются изысканные портреты, которые она даже обозначила в своих фрагментах переводов, ну, в своей известной книжке, вот, как, например, портрет в красном, портрет в серебре, Золотой Владыка. И, собственно, представь, да, и конкретные, конкретные облики конкретных Шив четко привязаны к конкретным местам. То есть, на самом деле, ну, известно, что, вообще говоря, вот, в совокупности Деварм представляет собой такую хронологию их паломничества от места к месту, это 276 или 275 по разным подсчетам, что называется, памятных мест, и более того, несколько подигамов их, собственно, фактически представляют собой такие, как бы, прапутеводители, которых они перечисляют, которые, собственно, и так и называются список святых мест, вот, например, у Сундерара, таких списка три, это 12, 41, и 47 подигам. У опары таких списков два, это 70-й и 76-й подигам из 6-го тома Деварма. А у Сундерара в 39-м подигаме во втором томе Деварма тоже приводится список святых мест. Ну, поэтому, учитывая, что на самом деле у нас существует такая грустная, в общем-то, для историков искусства, историков культуры вещь, что мы фактически вот иллюстрируем творчество поэтов изображениями тех богов и самих поэтов, которые не являются им современными, а стоят от них на примерно три и более веков, потому что ну, известно, что время первоначального строительства Паласка, как раз когда жили все эти поэты, оно, собственно, было характерно таким достаточно большим объемом храмового строительства, но эти храмы строились из кирпича, украшались, они, значит, да, конструкции внутренние были деревянные и украшались они часто с помощью гипса известняка, то есть отделочной работы, и вот, собственно, ранние чолы, управляемые знаменитой благотворительницей Симбиян Махадея, характерны как раз тем, что на месте всех этих храмов ласкового времени они строили в необычайном количестве каменное сооружение, поэтому все то, к чему призывали любоваться собственно Бхакты и те, видимо, образы Шивы, которые они собственно видели и описывали, мы их с вами видеть не можем, потому что они все заменены на более позднее и часто, ну, учитывая, что даже образы человеческого времени, это образы в основном теперь хранящиеся в музеях, в двух галереях, и они были извлечены из различных схронов, то, так сказать, то, что стоит сейчас в храмах, оно отнесено вообще к времени наяков, например, хранящие, вот, но поэтому, как бы, может быть, это и родило вот такую странную гипотезу, узверябило, что, значит, все это было создано поэтами в собственных головах, без всякой привязки к каким-то конкретным телесным обликам Шивы, просто, видимо, надо полагать, что то, что они видели, было впоследствии уничтожено, вот, но что касается тела хакта, то оно прошло достаточно большую эволюцию, то есть, если, оно, вообще говоря, большинством хактов, за исключением Сундарера, любимца и единственного хакта друга Шивы, воспринималось в основном, как не имеющие, вообще говоря, никакой инструментальной ценности для своего владельца вне поклонения Шивы, но, кроме того, оно, конечно, мешало, потому что оно все время чего-нибудь желало и хотело, разных плотских желаний покушать, также, в общем, всякие такие вот вещи, то есть, оно было явным, зримым, очевидным препятствием к освобождению, и, собственно, в знаменитом подегами Апара он риторически восклицает, а этого тела что за польза, если оно не говорит славься, вот, но, кроме того, многие хакты уже, вот, не поэт, а просто факты, наянары, входящие, собственно, в список, о чем мы знаем из Перия Пурана, Сундера, они рассматривали свои тела как дополнительный материал для пожертвований Шиви, то есть, в общем, если вот им не хватало, ну, например, они могли свои глаза использовать как подношение, могли свои волосы использовать как подношение, могли свою кровь использовать как подношение, наливая ее вместо масла, то есть, тело само по себе было нисколько неценно, представляло вообще отчасти такой расходный материал, но, в целом, у большинства все-таки, у авторов Девара грязными и противными, вот, в той форме, в которой это происходит позднее у маленького сахара, они сами все-таки, как правило, не являются такими, очевидно, безобразными, то есть, вот это такой яркий пример такого другого, в котором сосредоточены все пороки, которые только можно себе представить, главное, что их часто обвиняют в толщине, что для Джайма странно, вот такими противниками альтер-эго, безусловными, так сказать, уродами являются Джайма, ну, что понятно, потому что, собственно, сами поэты жили в то время, как раз, когда происходила интенсивная религиозная борьба, и, собственно, вот уже в период живого развития бхакты формируется, по-видимому, традиция почитания самих бхактов, по крайней мере, в знаменитом списке, о котором я уже как раз рассказывала и на Зобровских чтениях, и в статьях тоже писала, значит, некоторые из бхактов, которые входят вот в этот список сундарара, в этот знаменитый его перечень, вот, они, собственно, славны тем, что они в своем, так сказать, усердии были почитателями уже не самого как бы Шивы, а Самбандара и Апара и, собственно, самого сундарара, и таковых можно назвать, по крайней мере, несколько человек, то есть уже происходит некоторое такое, с одной стороны, обожествление, что они идут, за ними, так сказать, везде ходят, открыв рот, и всячески становятся такими рабами рабов, что тоже знаменитый рефрен из этого подпаде Гама, вот, а с другой стороны уже складывается такая, в общем-то, иконография почитания бхактов, поскольку известно, что, начиная примерно с 10 века, бхакты, уже их, уже их мурки становятся неотъемлемой частью храмового убранства, причем становятся, как вот в группе все вот так вот, 63, то есть в таком вот виде, вот они могут присутствовать в храме, и присутствуют практически во всех храмах, но, как правило, все вот эти группы, они, хотя они сделаны по старым иконографическим канонам, но они поздние, так и, собственно, посвященные, есть храмы, посвященные самим бхактам, и, кроме того, встречаются отдельные святилища, посвященные тому или иному бхакту отдельно. Ну и, собственно, тем самым, как бхакты, так и в тела, очевидно, приобретают некоторое божественное измерение и тоже попадают в иконографические руководства, но это происходит уже позже. Надо сказать, что вот, что еще вот служит дополнительным таким моментом сомнительным относительно датировки жизни наиболее загадочного и выделяющегося из всех фактов Тиру Муллера, потому что этот же культ наиболее эффективный зафиксирован в Тиру Мандера. Первое, что, значит, я сказала, что Тиру Муллеру известны уже все 28 магам, вот, второе, значит, он пишет в своем 1857-м стихе, например, так, «Подношение Господу в храме с высокими башнями не доходит до его преданных, но подношение его преданным несомненно достигнет Бога в его храме с высокими башнями, там, Капуром». Ну, то есть, в общем, стандартная датировка Тиру Муллера как человека, живущего где-то во время «Парайкаль», она представляется на самом деле вообще чрезвычайно, конечно, сомнительной. Надо сказать, что вот Сундар отличается от всех других фактов тем, что вот его высокое самомнение, в том числе о своей внешности, вообще о своей самоценности, в целом его никогда не покидает, но, как убедительно показала Барайя Рангасвами, который написал о нем вообще совершенно фундаментальный труд в 2000 страниц, четырехтонный, вот, который я недавно вот в интернете нашла, чем чрезвычайно счастлива, вот, а значит, она, что при вообще чрезвычайной лоббильности вот его настроение, когда он вообще очень свойственна депрессия, по поводам и без повода вообще вот поругался с Шивой или наоборот чувствует, что у него у самого нет никакой любви к Шиве, тогда он бьет себя в грудь и кричит каменное у меня сердце, то есть его мучают дефекты скорее не внешности, не, а скорее, я бы сказала, собственной души, то есть, например, жестокосердие, невнимательность к близким людям, в том числе к обоим своим женам, к своему другу Чараману Перумалю, сластолюбие и подобного рода вот такие, я бы сказала, такие человеческие пороки, о которых он, в общем, знает, но не может с ними справиться. И особняком стоит от, собственно, бхактов, авторов Деварма, Маника Васахар, который, ну, как известно, что он примыкает, да, как 64-й бхак, вот, его творчество занимает отдельный том, который как раз воспринимает свое тело как нечто, вообще говоря, нечистое или даже отвратительное. И вот чрезвычайно характерное описание им своего тела как жалкой хижиной с девятью отверстиями, сочащимися грязью, снаружи одетой кожей, что скрывает над повсюду, внутри копошащихся червей, нечистоты. И способы преодоления им своей вот этой мерзости, безобразности, он часто сейчас сравнивает с шелудивым псом. То есть, как бы, обращаясь к Шиве, вот, в отличие от Сундерова, с мольбой, что, ну, понятно, что с таким телом, такого мерзкого, такого истекающего нечистотами и всякими нехорошими запахами, ясное дело, что Шива как бы полюбить не может. И вот часто его желание переплавить самого себя, то есть, преобразить настолько радикально, чтобы, вот, слово, собственно, вот этот мелтинг, вот плавка, оно встречается у него там, ну, разные глаголы там есть, но оно встречается у него необычайно большое количество раз. То есть, вот он прямо в буквальном смысле такое ощущение, что хочет чрезвычайно переформатироваться так, чтобы раз и навсегда избавиться от этого мучающего его отвратительного, отвратительной телесности, но у него это не получается. И надо сказать, что, да, это вот, собственно, те Натэши, которые датируются по ласким временем, немногие оставшиеся, которых, в общем-то, могли видеть пхакты именно в таком виде. Единственный пхакт, первый пхакт, которому это удалось решить эту проблему радикальной трансформации своего тела сразу, ну, с помощью Шивы, это, собственно, поэтесса Каракали Майярд, и проблема женской телесности, вообще говоря, представляет собой самостоятельную тему, потому что, ну, понятно, что вот вопрос вообще о месте женщин в различных религиозных течениях поисков спасения, он по-разному решался, в многочисленных религиозных течениях того времени, но в целом, ну, например, и в буддизме, и в джианизме женщинам были представлены некоторые такие институциональные средства для достижения цели освобождения, то есть, в общем, они могли искать путей, но это было возможно на пути ухода в самху, но в хакте, поскольку это течение не предполагает никаких монашеских общин, и вообще говоря, стирает различия между миром домохозяев и миром святых, то это была еще одна из причин, по которой опыт в хакте, вот он не был в этом смысле так жестко структурирован, и вот первая женщина-бхат из трех входящих в список Сундера, она радикально решила эту проблему телесности, демонстративно принеся в жертву свою красоту и свое тело, воззвав, собственно, к Шиве, вот практически почти теми же словами, которыми к нему через три веки, двумя веками позже взывал маленького сахар, тот не видел себе и красоты никакой, так она говорит, забери этот мешок плоти, красота которого была только ради мужа, и дай мне форму тех духов, что почитают твои стопы, и, как известно, ее вот эта просьба была немедленно исполнена Шивой, Исикижак, который, собственно, описывает всю эту историю в Куране, Рейкаль, входящий в Керек Урана, он далее говорит, и тотчас же ее тело из плоти утратило свою красоту и стало телом из костей, почитаемым всеми на небе и на земле, то есть вот плоть мешает акту достичь спасения, и, собственно, исследователи, которые занимались в том числе и в рамках вот такого нескольких таких гендерных исследований способами освобождающего блаженства, то они указывают, что женщины-бхакты были особенно вовлечены в процесс вот телесный, и которая тесно связана для них всегда с сексуальной трансформацией. И, строго говоря, рассматриваются две таких крайних радикальных модели. Одна — это, собственно, отрицание своей сексуальности и своего тела радикальной, но там же была и предыстория, поскольку, как известно, сначала, собственно, муж перестал воспринимать ее как женщину и стал молиться ей как богиня. И, вообще говоря, это дело довольно долго, это было не одномоментно, это было целый год, вот, и он от нее уехал, и более того, даже женился там в другом городе. В общем, там это решение в ней зрело не быстро, вот. И вот именно решение отрицания своей сексуальности, что было тесно связано с плотской телесностью, а вторая же модель, это напротив принятия своей сексуальности и использования своего тела для растворения в боге. Здесь они в качестве примера приводят Андель, который, как известно, единственная женщина в факте, только в вишнуитском направлении в факте. И в то время, как первая модель полностью элиминирует телесность, вторая модель считает, как раз, наоборот, именно женское тело важным средством достижения божественного слияния. Другой вопрос, что сшив этот путь, видимо, был совершенно невозможен, поскольку во всех иконографических как бы изводах всегда присутствует ума в качестве половины Ли, в качестве хотя бы Сергея Лукки Ли, в качестве реальной богини тоже. Ну и третий путь для женщины в Шайве-бхакте тоже обозначен двумя другими женщинами, входящими в список Сундарара, его собственной матерью и добродетельной царицей и высшего и сушкуга царяния Думарана пандийского, вот, которые как раз собственно вот по тому и вошли, что они как бы растворились в своих, с одной стороны в своем муже, другая в своем материнском и женском долге, и собственно вот их такое выполнение своих женских обязанностей параэкселленс, оно собственно и послужило, но правда они еще были славны тем, что их истории тесно переплелись с историями Сундарара, поскольку вот одна была его мать и Санбандара, вот. Таким образом Карайкаль превосходит свое физическое существование, сознательно надевая мантию Претта или Пей, ну и вот собственно ее ненормальность, выключенность из нашего мира хорошо показана, про нее до сих пор снимают фильмы, комиксы рисуют вот ее вошедствие так сказать на гору Кайласа на руках и весь муж и весь земной мир остаются в некотором ужасе от ее новой формы. Но надо сказать, что вот эта ее изможденная форма объединяет ее с точки зрения сюжета дальнейшей ее жизни, которая вся была проведена на погребальной поляне. То есть с одной стороны с Шивой, с другой стороны с Калией, как как бы не Калией, потому что вот эта знаменитая скульптурная группа, изображающая знаменитые, не менее знаменитые соревнования Шивы, победившего Калия в лесу Тиролангаду, собственно, незримым свидетелем, пожизненно которого и была Кайласа уже вот в образе демоницы. Но надо сказать, что вот ее два падегама, дошедших до нас, Тиролангад и Тиропадегама, далеко посвящены описанию этого танца Шивы на погребальной поляне, окруженного жутким демоницами Пей. При этом Шива, выступающий, надо сказать, в облик нищего на кладбище и танцующий на этой земле клеммации, вызывает у нее не чувство отвращения, а трепет и возвышенные эмоции, переходящие в состояние к стаду. И в том, как она описывает великого Бога, можно смотреть много параллелей с тем, как его описывают другие факты. Она также стихом вводит фрагменты его описания, начиная с красных столб. Так, у него красные ноги и шея, которая переливается к черным. Господь украшен не блестящими украшениями, а костями и полумесяцами. У него густые спутанные волосы, красное сияющее тело, шея полная яда, украшенная горлянда из черепов. Он покрыт белым пеплом, опаяцом, слоновой шкурой. Его обивает кобра, он держит череп каполу. И все это восторженно описывается в каракале и, очевидно, призвано вызвать такое же ощущение восторга у понимающего зрителя, что, собственно, и вызывает до сих пор и сегодня. И совершенно особняком стоит, так сказать, опять возвращаясь и заканчивая мое сообщение, это Тиру Муллер, который собственно основная идея его Тиру Мандером, если говорить о теле, хотя он описывает в 8-ой тантре разные типы тела, коррелирующие с разными типами души, в том числе там у него есть и грубое тело, как страдающая форма, которая состоит из всяких довольно неаппетитных и несимпатичных жидкостей, лимфы, крови, плоти, жира, спермы, головного мозга и так далее. Но также он описывает и тело Джняни, и вообще говоря, он считает человеческое тело правильным образом подготовленное посредством различных упражнений обителью Бога. Более того, в стихе 1529 стихе он утверждает, что Бог, собственно, и преобразил уже его тело, вступил в него и всегда в нем пребывает. И вообще говоря, тело для тех, кто видит Джива это шива-линга, где чувства светильники, где плотское тело это храм, где рот это ворота гопором, а сердце святая святых храма щедрого Господа. И также он в стихе 1726 отразветляет тело шива-лингом, чедампором, садашивой и священным танцем. Далее говоря, что составившие это тело, правящие этим телом, сияющие в этом тело, это нанди, его ищут по всему свету, а он внутри тела. Таким образом, вот эта идея, идея, заложенная в Тирумандерам, Тирумуллера, которые, собственно, стали основой для позднейших спекуляций ситхов и их трактовок уже тела как совершенного тела, которое может быть преобразовано в бессмертную сущность, то есть совершенного тела кая-ситхи. И, собственно, практики йоги в нем изложены, они очень резко контрастируют со всеми остальными бхактами. И, кроме того, как известно, вся девятая тантра Дирумуллера посвящена Чидамбараму. И, собственно, тот стих, который я процитировала, где он тоже напрямую считает, что тело, собственно, это храм именно Чидамбарам. Мне все-таки кажется, что вот эта традиционная датировка его временем примерно Карайкаль, она очень ранняя, потому что Усамит-хактав Чидамбарам вовсе не был главным храмом, Шива-натораджа не был главным иконографическим изводом, а, собственно, вот тот Шива, которого они описывали, это все-таки в основном Шива-фхекшатана, то есть это Шива, вообще говоря, шатающийся аскет, достаточно необузданный, неистовый, такого скорее категории Бхайрава, нежели вот тот натораджа, которого мы знаем, который становится таким доминирующим образом, но все-таки уже во времена Чолов и позже, особенно, конечно, стараниями Умахатишчева и Ачари, то есть уже это вот во времена Шаева-Ситханта. Ну, вот, собственно, все, что я хотела как бы сообщить по поводу некоторых соображений о телесности Бхактов и телесности описываемой имени Шивы. Спасибо за внимание. Есть какие-то вопросы? Вопросы, если есть, можно убрать уже демонстрацию экрана? Пожалуйста, вопросы у кого или комментарии, может быть, кто-то хочет высказаться по докладу Ольги Павловны? Можно? Пожалуйста, Александр. Спасибо. Очень интересное было сообщение, доклад замечательный, спасибо большое. У меня возник такой вопрос по ходу рассказа. Я так понял, что вот эта тема иконографии, да, она начала развиваться примерно в VI-VII веке нашей эры, правильно? И, стало быть, идея поклонения божествам как некому одушевленному образу тоже относится к этому времени? Или все-таки это существовало и раньше? Ну вот, хотелось бы прояснить вот этот вопрос. Если что-то можете прокомментировать. Ну, там на самом деле существует разрыв, вообще очень непонятный разрыв, потому что у нас есть как бы знаменитый Шива Линга из Гудемалама, вполне себе с антропоморфным Шивой по Шупате. Вот, но он датируется первым-вторым веком до нашей эры. А потом как бы вот, собственно, изобразительность, ну, по крайней мере, на крайнем юге вот связанная масса, уже это Мамала Пуром и позднейшее уже вот Паласка творчества, то есть это уже середина первого тысячелетия. То есть, что было, собственно, вот в эти 500 лет? Ну, поскольку, понимаете, у нас вообще вся история древней тамильской культуры, она связана с тем, что у нас какие-то там, во-первых, у нас очень плавают датировки, то есть все, что мы говорим, это в значительной степени так, это довольно условно, в частности, датировки того же, например, Тиру Муллера тоже плавают так примерно с интервалом в 700 лет. Вот. И, собственно, привязка всех довольно такая, ну, она, в общем, относительная, то есть плюс-минус 100 лет это вообще считается просто очень точно. Вот. Поэтому, когда я говорю, что примерно вот середина первого тысячелетия появляются, но просто у нас, у нас просто нет раньше памятников, то есть может, может у них все это было непрерывно, может еще лежит в земле сырой и когда-нибудь вырвут, и мы скажем, батюшки, мы себе совершенно, и счастливые искусствоведы начнут все переписывать, вот. Но пока, пока вот существует вот такая дыра, то есть вот фактически у нас нету памятников примерно вот с рубежа нашей эры до Мамалапурама практически нету. И мы поэтому не знаем, поэтому мы говорим, что их нету, не было. А может быть, то есть вот это как бы вот, ну считать, ну то есть считается, что вот она, что поворот происходит, вообще говоря, индуизма, вот где-то примерно вот в это время вот на именно поклонение, то есть меняется культ, происходит отход вот от всяких ведических дел, то есть вот складывается вот эта вот иконография Пуджи, иконография храмового пространства, другой тип поклонения, в общем, вот это все, вот это вот где-то вот датируется середины первого тысячелетия. Но это все, это понимаете, это все на самом деле мне иногда кажется, что это просто наши конструкции в наших головах в значительной степени. Ну объяснительные модели, вот. У нас нету, у нас нету такого, у нас нету хроник исторических, у нас нету четких таких датировок, у нас есть поэтические тексты, блестящая традиция, но к ним не привязывается то есть у нас вот это вот, то есть вот как-то вот существует, все это, все это, все это по раздельности существует. Не осталось тех городов, развалин, которые вот описываются в замечательной поэзии эпохи Сангама, вот, ну мы не знаем, где, где, где эти, где те, где те блестящие города. Говорят, что там были портреты какие-то писались, то есть, но тоже ничего же не дошло, и поэтому, вот, это реконструируется чисто вот по литературе, например. Поэтому это вот тихо. Спасибо большое. Так, еще вопросы, пожалуйста. Вопросы небольшие. Можно, Татьяна Мисикова, она подняла руку. Да, простите. Руслан Владимировна, я с удовольствием уступаю это место специалистам по интравидологии. А потом, а потом я. Хорошо, хорошо, давайте тогда я сделаю свой комментарий. Я вообще согласен, может быть, с картиной, которую вы нарисовали по отношению, ну, того, как устроена телесность в шабаинском хакте, но мне вот кажется, что такой еще важный момент, что на самом деле вот эта концепция телесности, она не возникает на пустом месте, и видно, что она на самом деле очень связана и с древне-тамильской поэзией, в каких, то есть как бы действительно есть ощущение, что, ну, то есть может возникнуть ощущение какого-то разрыва. В традициях, потому что действительно в древне-тамильской поэзии такое тело эротическое, женское тело, значит, с очень детальным детанием поверхности, да, тело со всеми этими вот известными признаками там разных психо-матических состояния, вроде вот пасолей, да, желтизны, которая в разлуке на женском теле возникает, да, с другой стороны, мы знаем, это героическое тело, так сказать, мужское древне-тамильской поэзии, но на самом деле очень много сюжетов, которые уже в литературе связаны с телесностью, они на самом деле воспроизводят древне-тамильскую систему, ну, например, та же самая вот у Манико Васса, короче, допустим, идея, что там эмоции концентрируются вот в некотором внутреннем органе нэнджиу, да, как бы сердце, которое при этом может плавиться, да, это же на самом деле история абсолютно древне-тамильская, да, и мы вот эти все вещи, вот, а с другой стороны, я хотел подчеркнуть, что вот идея, что тело не имеет собственной ценности, у меня она, вот, очень ассоциируется с влиянием джайнизма тоже, ну, мне кажется, вы об этом сказали, но вот именно есть на самом деле класс текстов именно джайанских, там, в том числе на ладьяр, которые сегодня вспоминали, которые просто вот противопоставляют, ну, как бы, тело, как, ну, становится метафорой иллюзорности мира, да, все устроено не так, как, не так, как кажется, да, тело, красавица снаружи прекрасно, а внутри оно отвратительно, это значит, что и мир не является тем, чем он нам кажется. Такая вот логика дидактическая, да, она ведь на самом деле передается в том же, в том же тюру мантерам, там, в, по-моему, во второй тантре, или даже в первой тантре, это, вот просто буквально стихи о теле на самом деле выглядят, как абсолютная перепевка джайанских текстов тамильских на ту же тему. то есть, мне кажется, что действительно, вот, я просто хотел сказать, что у меня какое-то ощущение, что действительно шивайский традиция, она просто настолько связана в этом, оказывается, в южном контексте, в таком случае, с джайанской литературой, с древнекоминской поэзией, ну, вот, собственно, у меня такой, наверное, комментарий. Да, Коль, спасибо, я с вами совершенно согласна в том, что как раз вот прямая, прямая последовательность, если рассматривать именно литературный контекст, он, несомненно, как бы присутствует, просто это вообще необъятная тогда была бы тема. Я как раз хотела связать именно вот с памятниками именно изобразительными. Ну да. То есть, только как бы вот этот кусочек. А так, да, несомненно, вот джайнов, мы еще это как бы вот мало просто этим занимались, исследователи, и у меня есть большое подозрение, что они еще отталкивали, потому что просто я не знаю, как это можно установить, что, ну, учитывая, что вот это самоумерзвление себя от голода, оно распространено и до сих пор, в общем, существует единичный случай, как оказывается. Последний там был в 2016 году Саликхана вот это. Вот. И говорят, что как раз, что они вот были чрезвычайно распространены в то время, вот, в том числе в Камилнаде. Вот, поэтому, конечно, вот они всеми силами, я думаю, что сочиняли новую модель, вот, чтобы убрать вот эту жуткую аскезу, которая приводила просто людей, мы же просто не знаем, насколько это массовым было явлением. Но именно потому, что вот джайнская литература, она как-то все время так вот на периферии, в общем, у всех, у исследователей, у всех вот и тексты, собственно, сами так, как-то не особенно входят в оборот. А так, на самом деле, конечно, вот, если смотреть именно как развитие понимания тела, начиная с литературы Санги и вот и в джазике потом период, то есть там, прямое идет развитие, несомненно, там как раз традиция не прерывалась, то есть я тут с вами полностью согласен. Так, вопрос, по-моему, у Александра Михайловича был, да, у Александра Михайловича? Микрофон. Что-то не слышно ничего. А выключен микрофон, Александр Михайловича. Вот, наверное, сейчас слышно, да? Да. Ну, вот, реплика небольшая. Ну, во-первых, я с вас с большим удовольствием вас, по-моему, слушаю, много интересного, она в курсе, так сказать, событий происходит. Мне кажется, единственное, что я хочу высказать, и, кажется, даже мы это обсуждали, мне кажется, что вопрос формирования, так сказать, физического облика вот Шива, в данном случае, его у Бога Другого, вот, все-таки он начался, мне кажется, гораздо раньше, нежели даже в тамильской литературе, как ты упоминаешь, потому что, вот, существует же Махабхарата, существует Шаторудрия, то есть гимны, которые так или иначе как описывают Шиву, вот, и там можно действительно накопать, мне кажется, много иконографических черт, которые могут потом повлиять жена и, так сказать, анатомическую иконографию, и так далее, но это чисто гипотетическое, вот, а так вот, спасибо, Ольга, спасибо большое. Спасибо. Татьяна Иосифовна, вопрос ваш. Спасибо. Два вопроса, если можно. Во-первых, большое спасибо, Ольга, Павловна, было удивительно интересно. Во-первых, вот это, то, что тело Бхакта это дополнительный материал для жертвоприношения Шивы, помимо самого мирщурения плоти, были еще какие-то ритуальные проявления этой идеи? Вы знаете, они как бы у них, судя по перья Пуранам, они не ритуальные, а они, что называется, вот от, как сказать, от полноты души. То есть, вот он, допустим, наливал, наливал масло в лампы. Вот он так считал, что вот его задача все свои деньги тратить на масло для ламп. А потом, значит, случился голодомор, он разорился, денег у него не стало, но он же обещал Шиве, что он будет пополнять масло. Значит, пожертвую своей кровью, наполню, значит, кровью вместо масла все, значит. Или там, вот знаменитая история с Канапаном, который, значит, свои глаза жертвовал. То есть, это не то, что это как-то вот такой, что они участники некоего ритуала воспроизводимого, а это каждый раз индивидуально такого самопожертвования сравнимого прям с каким-то Александром Матросовым просто буквально. Каждый раз это как бы кончается тем, что и тут появляется, случится звон браслетов Шивы, и довольный Бог в последний момент, как бы вот останавливает это дело. А, останавливает все-таки. останавливает, да. Но в одном случае он не остановил, я имею в виду Сиру Тондаром, который, в общем, сварили, сварили мальчика, да, не остановил. Да, своего сына, так сказать, на заклание отдал. Ну, правда, потом... Ну, потом вернул, но, то есть... А, вернул. Ну, то есть, когда уже, вот, понимаете, уже все было, то есть, когда мало того, что там, вообще совершенно садистская история, потому что мало того, что родители приготовили карри из своего собственного ребенка, вот, они еще были вынуждены, что называется, с застывшими улыбками этого садху кормить. Ну, то есть, типа, как вот гостя дорогого принимать. То есть, это прям какая-то, прям какая-то японская прям история, вот, про то, что у меня сын умер, а я улыбаюсь. вот, и как бы вот она совершенно, то есть, таких садистских историй, как бы вот очень много, но это вот, это такого рода испытания, но по ощущению, по крайней мере, есть обоснованное мнение, вот, недавно, к сожалению, ушедший от нас Энмониус, что это уже позднее привнесение сикижарам, то есть, это не истории того времени, когда, собственно, сами факты были. Это вот из серии тех кровавостей, про которые вот нам сегодня Николай Валентинович будет рассказывать, вот уже вот когда вот Каленгарта, времени Каленгарта поранее я бы сказала, то есть, чем, чем, чем дольше они были по времени от воспоминания, вспоминая ту эпоху, далекую ушедшую, тем они ее наделяли более кровавыми чертами. Простите, вот так по ходу, а что Энмониусу, наверное? Недавно, да. Ох ты, Господи. Буквально вот, по-моему, вот в январе, или вот, ну, то есть, вот совсем вот. И, да, второй вопрос, маленький совсем. Вот это Каленгарта Каленгарта, первая статуя, которую вы показали, поразительно, экспрессивно, какого она времени? Ну, статуи все достаточно поздние, там они разные, конкретно, самая первая, там это из музея, по-моему, если я правильно понимаю, про который вы говорите, это из музея, она без головного убора, с... Она 12 веком датируется. Спасибо. Они все чульские, они все очень хорошие. Кстати, между прочим, Каленгарта единственная вот святая из хактов, которую очень любили почему-то в Юго-Восточной Азии, то есть она туда как-то тоже вошла, вот ее там много статус, она какая-то вот у нее, она им по сердцу пришлась. Камбоджа есть ее храм. Да, да, да. Где? В Камбодже. В Камбодже. Спасибо. Спасибо. Так, если вопросов больше нет, тогда мы переходим к следующему докладу. Гордещик Николай Валентинович «Эстетика комического в поэме Калин Кетепара...» Не, правильно? Кетепара... Да, да, да. Сейчас, одну секунду, я тогда включу свою презентацию. Видно ли? Видно, видно. Видно, да? Уже смешно. Да, да. У меня действительно доклад посвящен будет... Ну, «Эстетика комического» в данном случае понимается не в том смысле, что это какая-то попытка теоретического осмысления комического, да, а, ну, можно сказать, что так вот при чтении вот этой средневековой Томинской поэмы меня очень поразило то комическое, которое я там почувствовал, это совершенно никак не сочеталось с моим читательским опытом предшествующим, да, то есть, и мне хотелось как-то очень... с тех пор меня волнует вопрос именно как как же устроено комическое в этом произведение, почему мы его чувствуем, почему нам одновременно и смешно, и не смешно, но мне во всяком случае. Вот, а речь пойдет, значит, о поэме двенадцатого века на томинском языке, автором которой является такой средневеково-предворный чольский поэт Джан Кандар, ну, писан Кандар по-томински, но Саймонта Джая, это победа, и буквально его имя означает победитель, это вот такой, в принципе, один из... ну, то есть его единственное, паранья война в Калинге, Калинга-то паранья, это единственное его произведение, но оно входит вполне в такой классике таминской литературы, вот, и при этом произведение по-своему уникальное и очень выделяющееся на фоне, даже на фоне такой, скажем так, культуры вот такой несколько кровожадной, да, южно-индийской поэзии, о которой вот сейчас, в том числе и Ольга говорила, значит, произведение посвящено историческому событию, это поход армии Чорьского царя к Латунге первого, значит, в Калингу, практически в соседнюю страну, по, как бы, сведениям этой поэмы, значит, тамошний царь того времени Ананда Варман Чудо-Ганга был что-то типа вассала или, в каком случае, обязанного платить дань Чорьскому царю, значит, произошел некоторый конфликт, связанный с неуплатой в Дании, и вот это историческое событие, оно, на самом деле, действительно историческое, потому что оно подтверждается в том числе и эпиграфическими сведениями, в частности, в Мейкирте, это такой жанр по нигерической эпиграфике, упоминает это событие, то есть, это, то есть, Мейкирте, это вот такая история событий, связанных с царствованием царя Кулатунги первого, и там вот действительно такие события, Мей, значит, истинное восславление, то есть, прославление царя, связанное с тем, что действительно было на самом деле, вот, то есть, такая неэфикшн, да, то есть, но при этом это событие, кстати, был очень простерянным, это не было крупной военной операцией, но зато мы сталкиваемся в данном случае с уникальной ситуацией в истории индийской литературы, когда мы можем, средневековый, древний, когда мы можем датировать некое произведение, вот буквально, ну, десятилетиями, мы точно знаем, что событие в нем описанное относится к 1110 году, ну, как точно, ну, достаточно точно, исходя из анализа эпиграфических данных, в таком случае, есть некоторый консенсус по этому поводу, вот, и, соответственно, значит, произведение начала 12 века, видимо, может быть, несколькими годами позже написано, ну, и так далее, вот, и оно, конечно, прибыло в такой яркий образец придворной человеческой литературы, вот, при этом, вот, в этом произведении поражает, конечно, сочетание такого важного и серьезного нарратива, который там присутствует, связан, там, с изложением родословного, это, скорее, Кулатунги первого, и событий, несколько мутных, связанных с его восшествием на тронг, которые, похоже, вот, наш поэт Джанкандар пытается изложить таким образом, что, как бы, даже официальную версию того, как Кулатунгов зашел на трон, потому что там все не было так однозначно и так очевидно, вот, и, но при этом, то, что больше всего поражает в этой поэме, то, что в ней присутствует очень много таких гротескных и комических элементов, связанных с расой комического, которую, в комическом традиции, назвать на хэйчубэй, комическое, вот, и больше всего эти комические элементы ассоциируются с персонажами Пэй, о которых уже говорила Ольга, в связи с Карейкалем Мияр, вот, как раз Карейкалем Мияр, шваидская, такой, в какой-то момент превратилась в пэй, и из красивой молодой женщины превратилась вот в страшную такую демоницу, отталкивающую как раз вот, чью, чьё скультурное изображение мы тоже видели. Значит, тут, таким образом, Джанкандар обращается к образом, да, восходящим к очень архаичному пласту древнитаминской словесности, потому что в самых еще даже ранних древних героических поэмах нам встречаются эти пэй. Этимологически, возможно, есть предположение, что это от фрета, от сансквитского, через прокритизацию, то есть, через форму пэя, вот, но у меня оно менее кажется даже убедительным, чем предположение, что это восходит к тамильскому форму пэй-лит, то есть, тогда пэй это те, которые льют, но тоже там можно, на самом деле, немножко по-разному понимать, что именно они льют и проливают. Вот, но, как бы, удивительно в этой поэме то, что она описывает вот эти события войны в Калинге глазами демониц, демониц, которые питаются трупами воинов, погибших на поле битвы. в Калинге таким образом получается, что мы в этом сюжете о войне получаем фигуры таких зрителей, которые смотрят на историю этой войны, они как бы сначала ее предвкушают, потому что они очень изголодались, нету великих царей, как в древности, они умирают от голода, они, значит, очень страдают и потом, значит, они постоянно проявляют какую-то неумеренность в своем желании насладиться результатами войны. А результаты войны — это много битвов, и они, наконец, могут удалить свой голод. И это зрители, которые, кроме того, что они наблюдают за достаточно серьезным, важным сюжетом героическим, связанным с этой войной, они все время выделывают какие-то, значит, смешные трюки. То есть, на самом деле, можно представить себя так, если сравнить это с каким-то фильмом, в котором мы видим серьезный, допустим, фильм, и нам показывают зрительный зал, неравнодушный зрителей, который устраивает какое-то безобразие. Я бы так композицию этой поэмы описал. Вот. Ну, и один из исследователей там есть литература очень известная Дэвид Шульман в книге своей «The Kin and the Clown» как раз пишет о том, что вот эта форма комического, с которой тоже столкнулся по коллегии парам, она ни на что как-то на нее не похожа. То есть, вот это описание, оно не только мое, вот, но пишет, что не является ни копирой, ни фарсом, ни пародией, ни формой соревновала ни комическим, семиотическим комментариям серьезности придворной жизни. Я бы сказал немножко по-другому, что в каком-то смысле является тема другим и третьим. И я, наверное, попробую показать, вот, как я понимаю это произведение сейчас. Значит, действительно у нас, ну, получается, что действительно сама по себе как бы вот эта тема комического и войны, она абсолютно не оригинальна, да, но мне кажется, что оригинальным является вот форма того, как она реализована. Потому что это не, вот, самое сильное мое ощущение, что это действительно произведение как промоченного комического, но оно не является ни пародией на героическую поэзию, там, по образцу, не знаю, войны, мышей, лягушек, да, ни какой-то такой сатирой даже на какие-то придворные нравы. Значит, действительно очень многое связано с описаниями телесности этих демониц. Вот, это такой эпизод действительно тут вот как-то, мне кажется, продолжает мысль Ольги, что очень многие вещи в южно-индийской культуры и культуры конструируются через описание телесности, через изобретение того или иного типа телесности. И здесь мы видим, что вот эти описания демониц, они, это, в принципе, те же самые демоницы, которые в древней поэзии были, и те, как Карайкалем мияр в поэзии в хакте, здесь немножко повернута в сторону, я бы сказал так, что в классической поэзии, героической, они были связаны с расой такого страха, да, в каком-то смысле, здесь добавляется больше элементов безобразия и, собственно, смеха. И мне кажется, как раз тоже общее мое ощущение от этой поэмы, что автор, конечно, был очень знаком хорошо с теорией эстетических эмоций и раса, и, возможно, у него была идея, что в хорошем произведении должны быть представлены все расы, и он, возможно, к этому стремился, я попробую это, можно сказать, более детально аргументировать. Значит, ну вот, почитаем эти описания в моих переводах. Их иссушенная, как сушеная рыба скина, подобный днищем деревянных лодок, из кухи, в которых стремятся от змеи и ящерицы, подобно муравейнику с большим входом. Волосы на теле свисают словно змеи, в древних ноздри поросли мхом, в усах потери лицово, а вокруг летают летучие мыши. В духе, смертные мотыги и плуги, вместо талина цепочки они подвешивают ящериц и змея, голосами они упираются в небесный свод, ну или там упоряются небесный свод, там по-разному, а отвисшие губы достигают груди. Вот, вот как бы образ одновременно и антропоморфный, как кажется, с другой стороны, он каким-то образом все время выходит за пределы антропоморфности через вот эти сравнения, вот, и очень связано с демониктами, потому что они не культурные, они не следят за собой, не следят за своей телесностью, они позволяют змеям, значит, свистать, очевидно, не чистят ноздрей, потому что там уже мох, и ощущение, что это все-таки взгляд из куртуазной культуры, где развивается в практике забота о своем теле, такого, как бы, ухода за телом, его культивация такой своеобразной, куртуазной, и это смешно, потому что это, да, и важно то, что это демоницы, которые находятся в свете калия, да, то есть это придворные в каком-то смысле, и важно для, видимо, аудитории, которая проспинял, как мне кажется, то, что это неправильные придворные, да, что они как бы ведут, не ухаживают за собой, так как требуют, требуют, требуют куртуазные общества, давайте дальше посмотрим, что еще смешно, да, над чем смеялись при черном дворе голод, у них вот это состояние вечного голода, это вызывает, вызывает насмешку, значит, они похожи на голодные горшки, они все тащают и тащают, их руки и ноги черные длинны, словно лес пальмировок пальм, то есть они сходовые очень, при этом, опять же, то, что они голодны, выражается с помощью телесного кода, рты у них размером поспорят с огромными пещерами, с описанием тела, это помогает нам понять, что они очень голодные, животы такие, что даже эти рты не могут их наполнить, то есть еще больше, чем рты, то есть парадокс, видимо, у них как бы так это изображается несколько эксклюзивно, что как бы это очень у них тонкие, схудалые конечности и очень огромные животы и рты, их тела напоминают выгоревшие изнутри поленья, и дрова голых костей связаны веревками сухожилий, все тут они нету, насытные похлебки с поля битвы, почему ты не заботишься о нас, вот, и при этом они как бы вот опять выходят за пределы антропоморфности, если поблизости их дети увидят высокий бамбук, то, обознавшись, зовут его мамочка, наша мама, а демоница, верблюжонка берут на руки, говоря, как же на ребеночка моего похож, то есть принимают верблюжонка за маленького пэй, то есть вот такие у нас описания, и поэма построена на этих описаниях, это очень важная часть, вот, но все-таки смешно не только то, что они вот такие уродливые и голодные, а то, что они теряют разум из-за своего, и они теряют разум и из-за своего голода, и из-за обжорства, причем так получается, что они получили, они описывают, что их много уродствий телесных, но за этими уродствиями стоит история славы предков царя Кулакунге, потому что демоницы получают свои увечья на поле битвы от своего обжорства, они страдают, обжорства является результатом военных побед человеческих царей, таким образом оказывается, что эти увечья смешные демониты это способ восхвалять царей в соответствующей династии, значит, ну вот это они сами рассказывают истории из прошлых заключений, там на поле битвы, где яростные слоны обхаяна сражались с противником, некоторые демоницы, подскользнувшие в жизнь мозгов из царских голов, вывихнули суставы и стали хромыми, другие, значит, они толкли в ступках, значит, вместо риса зубы, выбитые из, значит, раков вражеских воинов, и при этом так они увлеклись этим занятием, что сами получили увечья, вот, и, значит, остались там с каким-то увечьем руки, да, то есть, и это как бы смешно еще потому, что это выдает вот некоторый характер их обжорства, да, слишком, они все время страдают из-за своей неумеренности и так далее, да, то есть, кто-то ослеп на один глаз, расплескал горячую поклепку, каждый увечье в таких описаниях имеет историю восхваляющую чольских корей. Давайте пойдем дальше, вот, и к силу вот этой своей такой обжорств и глупости, они оказываются все время в каких-то ловушках и смешных ситуациях, в частности, вот такая есть сцена, которая выделяется в отдельную песню, это поэмя Индера Саулем, по-тамильски, это Индера Джала, то есть, это магия, волшебство, колдовство, сети Индры, такое древнеизвестное очень насквозное понятие, вот, и там некоторые демонстрировали, к ним приходят, другая еще, которая начинает демонстрировать богине Кали, начинает демонстрировать свое искусство создания иллюзий, показывает богине Кали вот эти картины, иллюзии чего? Иллюзии того, что больше всего вызывает желание демониться, а именно вот это кровавое кровавое последствие войны, то, что их больше всего возбуждает, и они голодные, значит, больше всего приходят в экстаз от этих картин, принимая их за настоящее, смотри на груды павших лошадей, смотри, как бьются обезглавленные тела, гляди, как в ужасе несется обезумевший слон, и как струятся достойки кровавых рек, гляди, как в них качаются на волных руки, и так далее, то есть такие написания достаточно длительные, вот, и что происходит с демоницами, они в силу своего особого состояния голода, они сголодались, они не могут отличить реальность от магии, поэтому во время этой речи стоявшие вокруг демоницы решили, что картины правдивы и стали суетиться, подпекаясь друг от друга, надеясь отведать лакомство, падая на твердую землю, ища отдельные потоки политой крови, руками зачерпывали они один лишь воздух, ища упавшие куски плоти, руками нащупывали лишь землю, думали, что схватили одежду из жира, а в руках оказывался ветер, думали, что схватили отрубленную голову, а зубами кусали воздух, и такое несколько театральное и фарсовое на самом деле описание заканчивается тем, что демоницы просто получают очередную порцию унижений, увечий и страданий, они стиснув зубы, завыли от боли, и все это мы понимаем, что это все смешно, в том числе потому, что нам дает вот это не взгляд филологов из 21 века, мы видим, что это воспринимается как смешность самого текста, потому что вот йогини, глядя на то, как у демонист ошились, похожие на веялки ногти и ломались ребра, а разбитые лица стали напоминать спину, так смеялись, что у них самих ребра сломались от хохота, то есть это смешная картина, то есть как бы мы понимаем, что-то смешно для аудитории. И так далее. Сами демоницы рассказывают, то есть картина того, как демонисты описывают свои несчастья, не слишком отличается от как бы авторского описания внешнего облика демони. Так они всегда описывают, когда жалуются калия о том, что они слишком голодны и близка их кончина. Лишь дунет ветер и нас уносит словно шелуху, мучаясь от голода, мы съели половину языка и половину губ и ходим с изуродованными ртами. «Сделай же так, чтобы мы рабыни твоих спасли». Вообще жалостливое описание, но в общем, понимая, как описаны сами демоницы и их роль связана с пожиранием трупов, мы понимаем, что, в общем, это, конечно, насмешка. Значит, из безупречной Кулацунга нас не пожалел, он смех сил получает дань, что платят другие царины, слонов его надеты в цепи, а мы твои рабыни от длительного голода и срок листов на полу и семена и так далее. Тут можно посмотреть. И, наконец, потом это, значит, сменяется достаточно серьезными описаниями войны, вот, но кульминацией поэмы является именно праздник демониц на поле битвы. Когда битва заканчивается, они их приводят на это поле, они одновременные зрители и участники, и они начинают, значит, просто варить похлебку из того, что они находятся после битвы. Значит, начинается, и в этом много достаточно такой, действительно, пародии на придворную жизнь, как мне кажется, потому что, такие, на самом деле, куртуазные практики заботы у тела. Выдров у погибшего слона белый бельник, поковыряйте ему всегда в зубах, выдров ребро, почешите им твой язык. Да, то есть, зубочистки, палочки для чесания языков, но все устроено совершенно не так, как в куртуазной жизни. Возьмите наконечник стрелы вместо ножницы и обрежьте им свои коптики. Они как бы становятся чуть более культурными в этот момент, они пытаются подражать вот этому миру придворному. А вместо масла голову хорошенько полейте слоновьей мадой. Но это, как мы понимаем, вот это, мне кажется, все-таки пародия на придворной практике и на придворное общество в каком-то смысле, потому что, конечно, мы понимаем, что это придворное общество Чольска и было той аудиторией, которую предполагал эта поэма. И поэтому я так предполагаю, что роль поэта Латунги была чем-то похожа на роль действительно Шута типа Вихода Кави, про которого мы тоже знаем из других точек, более поздних. И в этом смысле это была такая над придворным обществом, которое воспринимало эту поэму. То есть в каком-то смысле такое зеркало для придворного общества, очень кривое, но забавное. Опять же, потому что демониция это тоже придворное общество, только это придворное общество и гипотини Микалия. Значит, и они совершают умовение, только это не благая тюрт, а это крути кровя. Они начинают надевать украшения, только это украшения, которые они вырывают там бумеранги используют в качестве сережек, всякие там пики и так далее. И потом они готовят похлёбку. Вот тоже мы видим, что это тоже пародия на какие-то обычные бытовые практики. Только землю увлажнить слонов и вместо воды. Потом вместо колома до благого узора они вместо риса используют жемчуг, который слоновьей головы можно достать по средневековым индийским представлениям. Вместо гашка у них голова слона и так далее. То есть это всё идёт такой достаточно однообразной и серии аналитических сравнений очень понятных. И потом происходят раздачи этой похлёбки. Тут уже автор пополный отрывается, потому что демоницы они образуют некое общество. И у них там тоже есть последователи разных религий. Его Джангандар говорит налейте демоницы брахманки, которые видят безмерных вкусов. Брахманки. Она говорит подаяние брахманки наливают вот эту местную похлёбку. Потом демоницы джанки пьют воду через марлечку. Марлечку делают из сухожилий. Пьют похлёбку кровавую, при этом казалось. При этом джанка тоже. А пей бутилька она тоже не отказывается. Вместо рисовой каши она ароматную похлёбку из мозгов есть. И таким образом демоницы целое общество. Там среди них есть слепые, беременные, сумасшедшие, музыканты, танцовщицы, воровки, астрологи и разные группы демонического забавного. Такие картины. Вот. Кончается всё поеданием похлёбки. Опять же, они очень достаточно интенсивные. Это тоже комические, как мне кажется. В всяком случае, судя по всему, судя по описанию, чрезмерный аппетит тоже комическое для этой поэмы. И потом они начинают веселиться. После трапезы тоже подробно описывается, как они радостно исполняют танец команды, рыгая со сложенными руками, пляшут на поле гипла, словно это танцуют объевшиеся горы. И так далее. У меня время заканчивается. собственно, такая поэма интересно, что если, допустим, телесно действительно юмор очень интересный, начиная с древней томитской поэзии, образцы безусловных комических произведений, они все связаны все-таки с насмешкой над таким-то телесным уродством, от значительной степени. Это может быть связано с героем любого поэзия пространства «Карлик» или вот что-то такое. Это развивается тема. Но с другой стороны, тут огромная инновация заключается в том, что именно Джоан Кандар превращает вот этих демонит страшных, которые важные герои предшествующей литературной традиции, он их превращает в комических персонажей. И судя по всему поэма была очень успешной, потому что парани становятся таким устойчивым жанром после «Карлик» и «Парани». Возникают парани на мифологические сюжеты, такие как парани о жертвоприношении Дакши Шваицкая, Бешнуицкая, Бешнуицкая, Хиранья воды и парани, Абубийская Хиранья, значит, потом у нас появляются, да, потом появляются, это все тоже относительно комические произведения, ну, в смысле, там вот есть комическая тема, вот, а потом появляются такие электрические поэмы, как, например, парани о уничтожении мохи, моховоды и парани, то есть, убийстве мохи, или парани о убийстве пасам, привязанности, это уже такая форма, в которой, как бы, врагом выступают абстрактные понятия, то есть, превращается в такую философскую аллегорию, как я сам эти парани не читал, но, как пишут, что там, в принципе, в форме аллегорической поэмы излагаются идеи веданте, вот, и уже в 20 веке мы, то есть, этот жанр дожил до современной литературы, где, например, появляется поэма о борьбе за независимость Индии, то есть, в принципе, любая, любая борьба и конфликт могут концептуализироваться как парани в комиссии традиции, ну, на этом я закончил, спасибо за внимание. У меня какие-то вопросы? Да, спасибо большое, сейчас вот мы уберем демонстрацию экрана и будет... Да, я сейчас ее уберу. Так. Сейчас, 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 останови демонстрацию. Пожалуйста, вопросы. Вот я вижу, у Александра Михайловича отключен микрофон, наверное, он хочет задать вопрос. У меня включен микрофон, да? Да, да, да. Нет, у меня опять ремарка. Значит, дело в том, что, значит, Николай Владимирович, вы поглядите, все же еще, потому что были предшественники у, у этого самого, джайя Кандара, причем не только в тамильской поэзии, но и в санскритской, потому что, вот, на ваш материал, этот вот, действительно очень забавный и интересный, вот, но он напоминает, во-первых, в частности, фрагмент из Кадамбарь Баны, где описывается дравидийский аскет, в таком же бурлесканом, я бы сказал, ключе, вот, но что больше, что еще более интересно, это Карайкалан и Яр, который описывает, значит, Шмашану, вот, в своем одном, в обоих падигамах, она описывает этих демонистей, вот, и она описывает их абсолютно в том же ключе, то есть, они, значит, одна из них, там, подкрашивает глазки сажей, значит, этого, из костра, значит, берет за лук, вот, потом, значит, ухмыляется, вот, потом, значит, они играют на музыкальных инструментах и так далее, в общем, она уходит куда-то гораздо более глубоко, вот, в принципе, может быть, даже опять жопические слои какие-то, вот, так что, это было бы интересно, и поэтому, мне кажется, то есть, мое впечатление, извините, значит, что, конечно, гротеск тут есть, несомненно, но здесь есть еще и чисто поэтическая игра, вот, 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 вот этому самому поэту было интересно, вот, на, на материале, так сказать, ядовище демоницей, показать, как это можно еще сделать, вот, то есть, такое вот, остроумие, конечно, так сказать, проявляет здесь, безусловно, но вообще, это безумно интересно, конечно. Да, вот, я хочу сказать, что действительно, мне кажется, просто, ну, Карайкай, там же, ну, вот это описание, там просто, вот, 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 Тюрвалянгаду, подигам, он очень, ну, там, короткий текст, там, собственно, описание, написание демониц, два страфа, сравнение, да, две страфы, ну, там, как, собственно, в этой сборнике, сборнике Калавари-Нарбады, 40 стихов по войне, вот, которые находятся, ну, вот, в раннесредневековом сборнике, там, действительно, явные стоки этого жанра, но просто, там, они в таком, как бы, зачаточном состоянии, да. Поэзии Пуром, этой картины, да, нет, ну, а Пуром, понятно, да, это, понятно. В общем, там, масштабные картины, получается, это интересно. Ну, конечно. Ну, вот вопрос тут, про, про, связаны ли эти демонисты с претами, это вот, он такой открытый, потому что, действительно, есть и так, вот, такое предположение, что просто само слово пей восходит в темологических претах, претах, вот, ну, вот, сложно сказать, потому что, на самом деле, действительно, все-таки эти пей, они появляются в очень архаичных пластах поэзии, да, и в самой древней поэзии они уже все есть, и так, ну, как бы не очень понятно. Мне вот, например, не знаю, потому что, то есть, вот, просто, как бы, кажется настолько важным элементом какой-то мифологической конструкции тамильской, вот, я не уверен, что это может быть, ну, потому что это заимствованный элемент. У меня как-то, да, вот. Мне кажется, простите за то, что они, как раз, не являются претами, потому что преты действительно это умершие люди, духи умершие. А демонисты, они ничего не умершие, они были точно живые. Ну, это просто, так сказать, фольклорный тип. Нет, но при этом описание предопредов, похоже, похоже, да, они тоже огромные, с этими тонкими шеями, через которые не пролазит пища, и за счет, они не могут насытиться. Да, ну вот, так и немножко, мне кажется, тут нет какого-то однозначного ответа. Открытых. Может, да, может, нет, да. Так, пожалуйста, еще вопросы. Николай Валентинович, спасибо за очень живописный доклад, очень интересно было слышать. И, наверное, мы приступим к следующему докладу. Это у нас Анна Смиртницкая. Она здесь? Да, конечно, от жуки мы должны перевести к более рациональным вещам, грамматическим. Да, здравствуйте. Меня слышно? Да. Да, вас слышно, только сейчас. Ну, это неважно. А вот, Анна Александровна, пожалуйста, у вас доклад «Терминология родства в гондванских языках». Да, добрый вечер еще раз. Очень приятно здесь всех увидеть в таком онлайн-формате. Вот, значит, я включаю демонстративную экрану. Сейчас я покажу. мой доклад называется «Терминология родства в гондванских языках». «Терминология родства в гондванских языках». Поскольку я уже здесь на загородских чтениях в прошлом году и позапрошлом развивала эту тему, это часть того, чем я занимаюсь, это система родства древидийских языков. То есть, вот, два года назад был доклад про томильские, в прошлом году был доклад про брахуи, и еще там были Куруха-Малта, а сейчас я перешла к гондванским языкам. Это вот в таких живописных местах положены племенные древидийские языки расположены в Центральной Индии. Но сначала немного о методологии. Занимается это направление в рамках семантической типологии, которая ставит свою целью моделирование того, каким образом язык обеспечивает получение, хранение, вработку и преобразование знаний о мире, а также передачу в процессе коммуникации. И то, что важно, то, что используются данные максимально большого количества языков, то есть семантикологический подход. Я изучаю изменение значения в исследовании по семантической деривации отношения семантической производности с вас, связанной между собой разные значения одного слова. Либо синхронно, на уровне синхронной полисемии, либо диахронические значения слова в разные моменты его истории. Исследую теорию семантических переходов Анандриевна и Залезняк. Я прошу прощения, что я немножко повторяю с тем, что было в прошлом году, но я просто чуть-чуть скажу о методологии. Под семантическим переходом поднимается наличие концептуальной смежности между двумя языковыми значениями. Одного слова именно в двух планах и синхронным, и диахроническим одновременно. Реализованно, как вы видите здесь на экране, синхронной полисемии, диахроническая эстематическая эволюция, морфологическая геревация и квадратные заимствия. То есть всякие разные-разные возможные способи реализации этой концептуальной связи между двумя значениями. Например, если мы видим, вот у нас есть окно, как в качестве такого наглядного примера, окно у нас по-русски это будет тематический переход в концепт окно, связанный с концептом окно. Это встречается не только в русском, а и в других языках, например, в чешском, в лесбинском, в удмуртском. И вот я сейчас смотрю одновременно на нашу базу данных, которую мы делаем, в других языках нет. То есть это действительно такая глубинная связь, которая связана эти два понятия. С другой стороны тоже понятие окно, вот в английском window, связано с wind, то есть это окно-ветер. Такая связь тоже есть, причем в других языках, например, в испанском ventana, в английском я уже сказал, в монгольском и в других языках, где понятие окно было связано возможно каким-то образом концептуальности ветром, который в окно. О причинах мы сейчас не говорим, просто конфликтуальная связь. Значения могут быть совершенно разным образом связаны. И стабильные значения вещи, короче, значения, даже когда кажется стабильным, могут быть нестабильными, но изменения могут быть как быстрыми, так и медленными. То есть, например, сейчас мы видим на экране значение Google, отискать информацию при помощи пуском тихонезика. Это современное слово, неологизм, так же, как вот те, которые вы внизу видите, кобидеот, кобидеотрицательный, вот современные, кобидеорсы, маскобесия и другие, которые появляются сейчас. Но эти слова, неологизмы, они новые и по содержанию, и по форме. То есть, также маскобесия это новая форма, а вот, например, корона, главный убор вот всему монархической власти, и новое значение коронавируса, здесь слово не изменилось, изменилось только его значение. Вот такие случаи нас интересуют. Вот я участвую в проекте когнитивных механизмов и симметрической геревации из руководства Анны Андреевны Залезняк и физикознания. И мы делаем такой каталог, вот здесь есть его адрес да, всем shift.ru, по этому адресу можно пойти, посмотреть, там описаны разного рода такие связи в языках. И целью является собрать как можно больше связей таких концептуальных смежностей в языках как можно больше в качестве языков мира, что, ну, конечно, невозможно, но надо стараться приблизиться к этому. Вот. И обработка идет вручную, в отличие от других систем похожих, которые есть в Германии, но это не автоматическая, а ручная система, что очень повышает надежность, достоверность этих связей, которые мы находим. Вот. Но перейдем, вот здесь вот иллюстрация, это страница из нашей базы данных семантическими переходами от слов ветер. Ветер связывается wind window, это то, что уже было с окном, wind anger, wind disease, это вот ветрянка, болезнь связанная с ветром, с зданием по ветру. Очень актуально сейчас. Wind sail, ну, и другие, вот там, какие-то другие концептуальные связи с этим значением, которые можно найти для различных вопросов. Вот. Моей темой имеются значения, связанные, ну, вот еще раз, динамику семантического, связанные именно с термином родства. Вот еще одно слово, здесь вот тоже кадр про динамику семантического перехода, что как-то происходит сам семантический переход. Что вначале было одно значение, допустим, м1, появилось какое-то новое значение, м2, оно стало преобладать или, наоборот, оно как-то ушло на задний план. Но нам важно, что во всем этом процессе есть такая стадия, вот такая вот, которая сейчас выделена, это полисемия, существование двух значений у одной лексической единицы. То есть вот это значение, эту стадию можно цилить по словарям. То есть у нас есть словарь, в котором полисемичные лексемы, в котором слово с разными значениями, и мы можем сказать, что, возможно, это вот путь развития, на самом деле. Мы здесь видим такой срез диахронический. Целью моего исследования является анализ семантики и семантической глибации семантического поля термина родства в древидических языках. источники это разные словари, потолковые прилавники логические. И ограничение легких предначительного поля это вот такой список значений, 15 значений ближайшего родства. Какие эсмантические переходы, в принципе, можно обнаружить, в которых участвуют целиные родства? Здесь вот мы видим значение источник, да и значение цель, как мы сейчас представляем, эсмантические переходы. Вот если термин родства является значением источником, то он может переходить на другие отношения родства, на обращение внутри семьи, на обращение тети, дяди, дедушка, на обращение посторонним, там, тетинка, подвиньтесь, пожалуйста, на неждометие, там, о, мама, о, мать моя, о, батюшки, на статусные значения, как бы там, хозяин дома или там, госпожа, и там, значение важности ведущие, например, в тамильском языке, как главный космический корабль, тоже, mother spaceship, или вот, в Телго, это было как ведущие стены дома, это вот то, на что переходит значение терминов родства, а как значение цель, таких периодов значительно меньше, значение цель, это встречается меньше, чаще всего, поскольку это такая базовая лексика, они, ну вот, прослеживаются на самых ранних уровнях, но исключением встречаются, например, Телу Гучелеллю, сестра, оно происходит не из продавидейского значения, сестра, именно как вот, компаньон, кажется пропал, звук нет, завислое видео, интернет, наверное, да, все зависло, ничего не слышно, все, Анна Александровна, наверное, она сейчас вышла и пытается войти заново, да? Коллеги, минутку терпения, она говорила, что она подключается из сельской местности, у нее возможны проблемы со связью, может быть, сейчас все за минуточку разрешится, давайте чуть-чуть. Да, подождем, конечно. Алло, алло, слышно? Анна Александровна, ага, все, восстановилась. Да, сейчас меня слышно? Да. вот это в деревне тут светло. Слышно, видно. Слышно и видно? Да. А надо еще раз подключить демонстрацию экрана, или она сохранилась? Нет, она не сохранилась. Демонстрацию экрана надо включить заново. Да, подключай. Сейчас видно? Да. Замечательно. Ну вот, значит, получается, что видно и слышно, да? у нас есть изменчивость как бы трех направлений. Во-первых, меняется фонетический вид лексием, то есть, например, вот из прадравидейского айя, старший родственник, у нас получился айян, осец или айе, какие-то разные, ну, фонетические, развитие. потом есть изменения на заимствование, когда, например, вот был продравидейский младший брат, там, корень, там, бит, то, что в томитском, а вот в языке курух, в северном дравидейском, у нас есть хаяс, заимствование индорийских языков, погружения. могут изменяться значения, о чем, то, что нам интересует, например, вот тот же старший родственник в языке калами становится, это уже выражает значение бога. И еще интересный момент, что изменяется система, то есть, вот система родства антропологическая, когда она изменяется, значение терминов, они тоже, как бы, на них влияют эти изменения, то есть, вот, если раньше это был дядя, который был дядя, брат матери, имел очень большое значение, участвовал в ритуалах, его дети становились, могли быть, там, мужем и женой, он становился родителем, вот, свеклым и детестем в браке, то потом постепенно эта система сменяется на линейную, в зависимости от языков окружения, как бы, под влиянием окружения. И это просто становится дядей, который не играет такой роли, а его дети не становятся партнерными по браку, брак происходит каким-то другим образом. То есть, антропологические параметры и тип системы, он влияет на само значение, значение из-за терминства. Вот. И мы переходим к радору и дисков системе родства, вот, которую я попыталась составить картинку на основании имеющихся описаний старостина и вот в базе данных Starlink. Ну, тут нужно понимать, что картинку, которую я пыталась составить, она основана на реконструкции, а реконструкция значения это вещь всегда не такая уж точная. То есть, мы имеем значение в языках потомков и стараемся представить, что было в языке предки. Часто это бывает просто как контоминация возможных значений. То есть, если это был, допустим, дедушка, тетя и бабушка, то мы скажем, что это был старший родственник. Ну, это, может быть, так и было, но мне это ненадежно. И вот получается такая картинка, вот это здесь схема родства, вот здесь все понятно, вот красненьким обозначено эго, ну, синеньким это просто такая вот способ в этой системе, то, на чем стоял курсор, короче, никакого содержательного значения не имеет. Круглые элементы системы это женские персонажи, а треугольные это мужские. Мы видим эго женского пола эхэ, это его хасбанд, а вот над ней кругленькая ома, это м мады, там рядом с ней м м м мады с янг сестры, младшая сестра матери, ну, вот и так далее. И мы видим, что здесь, если посмотреть внимательно, здесь виден такой, так называемый дровидийский тип родства, декуркативно сливающий, где родственники, сейчас скажу, короче, вот я не буду об этом подробно говорить, но просто для понимания, что был распространен кросс-тузянный брак на детях противоположного сиблинга родителя, то есть на детях сестра отца или детях брата матери. И, соответственно, вся система, она такая симметричная. Здесь одинаковые обозначения у правой и левой детей. И, значит, что нам еще важно, вот некоторые параметры здесь, было важно старшинство сиблингов для старшего младшего брата есть отдельный термин. Матерялся дядя по матери, это очень важная фигура. Поколение дедов не различалось митринско-анцовской ветви, утренцовский данный брак, даже есть отдельная линия, вот целую это будет мэна, это группа родственников по линии брата матери. И, интересно, что у старшего рода появились кластеры и у младших символингов возможно не был важный пункт. И, что касается гандванских языков, перейдем к самим гандванских языках, на которых говорят, вот если посмотреть на эту карту, вот в середине центрального района, там вот желтеньким нарисован язык гонди, это вот линия по линии эмиграции дровидов, а гандванские языки подгруппа языков, на которых говорят центральные индии, в штатах Махараш, страна, махия, парадеш, шатфетгард, антопрадеш и Орис. Эта тема подпределяет своей классификацией Михаила Сергеевича Андреонов, а Кришному тебя называют центральной индии гандванские, они, название связано с суперпатентом Гандвана, потому что именно в этом районе были обнаружены его осадочные толщи, и восходит к санскридскому Гандавана и, в свою очередь, к древидейскому Когора. Судатности языки Гонди с диалектами Коя, Пенга, Конда, Манда, Куизди. Вот у меня получилось пока рассмотреть пять из этих языков, и фотографии, немножко красивые фотографии, которые относятся к носителям Куви, племени Дон Грефон. Вот они вот так выглядят, в законе голоса, такой характерный их область. Вот, и, значит, вот язык Куви, на нем говорят, представьте, племени Конг на западе штата Ориса. Согласно переписи, это около 150 тысяч человек, но я не буду очень подробно рассказывать, что мне занимает ваше время. Они находятся в окружении языков Ории и Телогу, которые влияют. Вот по словарю, который вот здесь, по словарям, по работам, получилось установить вот такую систему родства. Здесь, ну вот, понятно, что если бегло посмотреть на нее, там не очень понятно, что, чем она отличается от продравидейской, но все равно видны некоторые недравидейские элементы. Что касается матических переходов, ну вот, давайте сначала посмотрим на элементы, что вот встречаются матические переходы father, man, релизонт семьи Аба, но мата, лумен тоже семья и мама и самка животных в двух названиях тали-талии и тоже father, sister, sister, когнаты в разных диалектах. Ну вот интересно еще, что в категории семенства выражается категория лица, то есть маба, это просто отец, а миба, твойец, это маба, наша, такая черта, которая просто привлекает внимание, потому что она встречается в некоторых языках и возможно имеет более архаическое происхождение. Но в целом система показывает симметричность и сохранность дяди по матери, мама и его кроскозы, она не сохраняется, параметры старшинства есть, есть некоторые дравидистские формы, особенно для младших родственников. Вот, танги, младшая сестра отца, танги, отец, два дравидистских термина для матери, и я, и талия, оба имеют фото дравидистское происхождение. Но существует много заимствований, особенно в подсистеме сестер и братьев, на старше страда, да старший брат, среди сыгранных родителей и заимствование термином для мужа. Вот как можно видеть эту систему в переходном состоянии, она не полностью дравидистская, и она не похожа на соседние индарийские системы, она такая промежуточное состояние, между ликвокатами сливающей или нею. Ну и просто сейчас еще покажу о да, вот 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 здесь опять персонажи с линокольцами в носу, вот языкуи ближайший к Кове тоже штате Ореса и тоже довольно крупный, на нем говорят этнические группы, которые здесь вот ядавы, гаудэфан и другие, в основном они белинвы с Ория и владеют также Телугу, Тавински, Мфинди, ну могут владеть к Кове Бенгальски. Большинство заимствованных элементов из Телугу и Ориума. Вот, но я вот в некоторых случаях, если где-то есть интересные, более интересные информации, надо вас тоже включить. Здесь вот, ну вот, например, заимствованных числительных, кроме 1 и 2, то есть вот в других языках, это по-разному бывает, то есть сохраняется 10 числителей числительных продаведийских, где-то 7, вот, в этом языке только 2. вот показатели Эдейксиса, ближнего, среднего и дальнего плана, имба здесь, амба там, омба там, далеко. И так же имен. Это тоже такая старая черта, потому что, например, вот Томинском сохранилось только ближний план и дальний план. И просто какая-то красивая лексика куали, женщина племени конк, наали, моя женщина. Вот свидетельство многоженства до герии, вторая жена взятая в жены, пока жена была еще первая. Или вот церемония ду-ли-кеду, церемония оплативания умершего на следующий день после человеческой жертвы. То есть какое-то предназначение. Такие некоторые лексические элементы, или дага-регива зазвать привязанность ребенка позволить ему постоянно следовать за собой. Специально легче. Но что касается системы родства, вот мы восстанавливаем ее примерно в таком виде. Здесь есть можно обратить внимание на мать дровидийскую. Вот это с разными вариантами ая-ди, ая-ли. Это из прадровидийского корень. Вот ну и семантические переходы, а комментарий будет на следующем слайде. Семантические переходы, здесь более полные данные, поэтому больше можно сказать о семантических переходах, и на самом деле это, кстати, очень сильно зависит от источников. То есть если для языка есть хорошие подробные словари, мы можем больше сказать про какие-то концептуальные связи, а вот для малых переменных языков, по которым мало информации, мы искать мало. Здесь у нас есть father, grandfather, father and sister, вот это отношение внутри самих самого системы родства. Дедушка, отец, отец с superior, которое статусное значение. Термины обращения, terms respectful address, обращение к женатой или более старшей женщине. Ну и вот другие значения тоже видим, ну тоже переходы, но я не буду подробно все смотреть, но все интересно так, как может. И система, древидейская система размыта, данные не позволяют установить, что она полностью сохранена. Нет данных о фигуре дяди по матери, но с другой стороны есть сохранные древидейские термины, относительно к матери, к бабушке, к малышей сестре. Малая информация поколения родителей и несближение родителей со знакомыми сиблингами. Недревидейскими термины описываются в сиблинге родители эго, старший брат отца Боды, кока, младший брат отца Баи, старший сестра Дада, старший брат эго, муж опять заимствованный. И судя по всему система ближе к линейному антропологическому типу с многочисленными заимствованиями соседних языков. Но сохраняются исходные продравидейские термины и отношения. Картинка из демонстрации про то, что там тоже такая история про шахсты, которые сделаны в горах. Вот иллюстративная картинка. Вот язык Пенга. Это мал. Ну вот он как бы с одной стороны крупный язык, с другой стороны по данным в Кришнаурте достаточно мало и не очень много информации о нем. Мы восстанавливаем систему родства. Семантические переходы. Опять женщина жена, дочь девочка, девочка сестра, старшая сестра мать жены, жена младшего брата отца, сестра младшей сестра матери. Вот это такая типичная для дарвидийского родства параллельность симметричности материнской отцовской ветви. И так далее. Другие переходы, в том числе мы видим в Мизу старик муж. Такой часто встречаются в разных языках. жили более старых социальных женат. И здесь опять данных не очень много, не заполнены некоторые позиции, важные для понимания социально-социологической системы. Нет сына, брата, матери, дочери, сестры, отца. Непонятно что с кросс-казанным браком. Но какие-то значения можно связать с дарвидийскими, но есть многие, которые, которые, которые подвержены замене на заимствование. Муж, старший, брат, старшая сестра, возможно, отец и две. Можно сказать, что эта система значительно изменилась по сравнению с дарвидийской. Большая часть значений получила новое выражение заимствование из окружающих языков. И системное значение терминов тоже изменилось. Интересно, что здесь тоже выражается категория лица терминов отства. То есть мы можем сказать маба наш отец, миба твой отец, табахи его и их отец. Есть интересное выражение для групп родственников, будем подробно, и видна, например, традиция многоженства. Есть термин для старшей жены и младшей жены. Перейдем к языку манда. Тоже малый язык гонгландской подгруппы относится к так называемым языкам кондхо, куи, куи, манди, пенга, распространенные в районе города Кондхмаль. Число говорящих по тем исследованиям, которые есть, 4000 человек. То есть язык такой на грани исчезновения есть работа достаточно современная, но с данными 80-х годов. Наверное, он сейчас существует, но ничего другого он про него сказать не может. Интересно, что у него двусытичная система исчисления, опять, эфирическое представление в существительных идель, она эта женщина вблизи, удаль, она та женщина вдали. Лексики, например, ту-ту, бегущих обезьян, он это поэтическое. Интересно, это вот зилтикара, мягкая, нет, тепло, у него солнце. А вот что касается системы родства, вот мы так восстанавливаем семантические переходы, которые можно здесь найти, опять, женщина-мать, отец-предок, сын-мальчик, младше сестра-матери, жена-плаш от отца, мать-матка-самка-животных. Что касается системы, она сохраняет древеские черты вближении родителей и их одноколых сиблингов, отец-брат отца или мать-сестра-матери, отец-апа-отец, ахару-аба-а, старший брат отца, далее а-ба-младший отец, то есть младший отец. Сохраняются продравидические выражения некоторых основных терминов. И есть фигуры дяди по матери, мама и его подсистема. Но есть и много заимствий. Установятся термины для сестры на на и брат дада, обозначение мужа, дукра, и есть два параллельных варианта обозначения сиблингов, разделение на младших и старших и без раздражения. То есть вот как мы видим, то, что можно увидеть, что разделение на младших и старших раз термин для дравидической исконной системы, а без разделения тоже уход от нее. Вот к такому другому праву. И можно сказать, что система Рассамады сохраняет во многом общий ревизийское состояние. Хотя есть неизменения. Последний язык будет язык гонди. Крупнейший язык гондванской подгруппы. Число носителей, которые вычисляют около 3 миллионов человек. И говорят на нем в разных общинах штатах махараш, что ну вот здесь то, что наверное видите на экране. Надеюсь. но на самом деле надо сказать, что по терминам гонди объединяются разные диалекты территориальные племенные. Иногда недалеки друг от друга. Так что даже пои считаются отдельным языком. И на обширной территории, на которой они подсказаны они контактировали с разными языками окружения, в том числе индорийскими, мунда и другими, что произвело к большому количеству заимствий. Вот система терминов царства. Здесь видим например дадаль, яйаль и другие негрозитические термины. Сематические переходы. Мать богиня, младший стромателем, жена старшего младшего брата отца, младший брат обращение, обращение например от отца к сыну, но и другие переходы. И вот здесь диалектные различия тоже я отдельно выписывала, что в разных диалектах разные варианты терминов. И хотя заимствований в Гонде много, система сохраняет много дробедийских черт, в том числе выражение параметра скоршинства, значимость общедробедийского дяди по матери, а симметричность выражения кросс-кузенов по значению тетя, младшего сестра, матери и младшего брата, отца. Однако выражения значения часто заимствованы, например, дадель, отец, дед, старший брат, баи, старшая сестра, сиблинги, эго и родители эго. В целом можно сказать, что развитие системы Ростова-Гонде далеко ушло от прадребедийского состояния, но в терминологии сохранные элементы декоративно создавающей системы. Ну вот и некоторые выводы о том, что в этих языках системы нельзя сказать, что они полностью сохранили продребедийское состояние, но нельзя сказать, что они так сильно ушли от него, как вот Брахуи, о котором я рассказывала в прошлом году, самый сильный древедийский язык. Это такие промежуточные варианты, которые отдельного исследования скорее всего требуют для того, чтобы лучше понимать, как их расположить на этом пути, пути вот этой изменения. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Анна Александровна, пожалуйста, демонстрацию крана мы сейчас подождем, пока вы берете. вопросы, может быть, у кого-то есть? Комментарии? Если вопросов нет и комментариев нет, мы поблагодарим. Извините, есть, я включалась. Я не вижу. Пожалуйста. Спасибо большое. Такой обширный материал, сведенный системы. Скажите, пожалуйста, в языке, значит, вы считаете, что если есть позиция в системе родства, то она есть, независимо от того, каким термином она обозначается? дядя по матери где-то сохранился, где-то не сохранился, но там вы пишете, что он сохранился, но при этом он обозначается заимствованием, то есть все равно он сохранился. Нет, понятно, что поскольку эти родственные отношения связаны с отношениями в реальности между людьми, конечно, дядя по матери он в шутку как фигура, но просто он может иметь то значение, которое относится к родоведийской а может иметь другое значение, как вот, например, в линейной системе вот у нас сейчас в русском языке, когда это просто дядя и неважно по матери или по матери, родной или по браку, вот просто такой персонаж не имеет такой нагрузки смысловой. Или вы не правы, но в каком-то из языков в куве, в куве, у вас индорийский термин, но дядя, вы пишете, что дядя по материнской линии сохранился. Там еще есть косвенный, я вот сейчас не вернусь, нет, там есть еще косвенный, например, если остается, если он заменяется на замен, на самом деле на другое обозначение не обязательно означает, что изменяется функция. если он, например, остается дядя по матерям и остается синонимен с женой, то это означает, что куве на брак сохранен. Ну, там при этом возможны варианты. Скажите, пожалуйста, в манда, там таба и тая, это показатель чего? Таба это отец, а тая это мать. А ты это не притяжательное смешное имя? Ну, вообще-то эти формы восходят к аба и ая. короче, на прадровидейском уровне т было необязательно. Оно может, да, да, оно может скорее быть показателем лица, но точно сказать не может. Спасибо. Похоже, да, потому что аба и ая по многим языкам проходит. По всем, да? Конечно, напрашивается вот персидская абба. Абу тоже, в принципе, венитин поддерживая. Ну, там такая еще история, что термин родства часто обозначаются такими наиболее простыми звуковыми сочетаниями, то, что называется детская речь. Поэтому вот эти аба и ама, они повторяются довольно часто. Но если она чуть-чуть изменена, то это уже все-таки разное. Кстати, ум тоже мать, да? На арабском соблюдении. Александр Михайлович, у вас вопрос был. Да, по поводу слова, которое означает мать. Это как-то больно подозрительно, это схоже с томическим словом тай, которое означает мать. И там тоже, видимо, начальные согласные имеют какое-то указательное определенное значение. Вот то, что есть вариант «яй», между прочим, тоже старо-тамильском языке, который тоже мать обозначает. Даже вообще он старше, чем тай. «яй». Ну да, я про это и говорю, что в реконструкции там на самом деле «яй». Да, более ранее. Да, «яй», фамильское «яй» это будет, да? Ну да. Ну вот подробно я этим вот конкретно этой формы не занималась. Спасибо, ладно. Татьяна Иосифовна, есть еще вопросы? Нет, все, спасибо. Спасибо, Александр. Анастасия, пожалуйста. Вас не слышно, включите, пожалуйста, микрофон. Меня? Нет, нет, Татьяна Иосифовна, я к Анастасии. А, прошу, прощу. Так, слышно. Да, я хотела спросить насчет междометий вот в языках мундометий. Мунда есть две такие штуки, но на самом деле одна из них, наверное, заимствованная из индоарийских, да, это междометие дискурсивное, дискурсивное, и оно даже просто заимствованное как бай, это бай, вот, которая идет в обращении к такой, какой-то брат, который уже совершенно не брат, и это может не иметь вообще никакого отношения к тому, к кому обращаешься, вот, есть ли такая штука, а другое, мне кажется, это, ну, я только в видела это мать, которая превратилась в ритмическое междометие в песнях. И как она выглядит? Янг. Ну, я надеюсь... А слово мунда? Вроде бы. Вот, ну, я надеюсь, мы еще покажем это завтра на нашем докладе, потому что оно в текстах встречается. Вот, я хотела спросить, бывает такое? Про междометие, про междометие действительно, вот, вот, у меня в материале очень много случаев, когда из стен отства получается междометие из отца, матери, но в дровидийских, вот, у брата там где-то один есть случай, и они обычно эмотивные междометия на случай чего-то какой-то неожиданности, там, ай-ё, там, ай-я, такое, ой, что случилось, мать, честно, да? А дискурсивного такого нету, да? Ну, как ары-яр такое. Ну, с другой стороны, у вас всё-таки анализ текстов, а у меня такой дискурсивный анализ я не делала, поэтому, может быть, оно есть. Ну, да, могло быть просто. Другой материал просто. спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопросы, ещё комментарии. Александр, пожалуйста. Спасибо, очень интересное выступление. У меня такой вопрос, как раз, может быть, вы сможете на него ответить, я очень давно его ищу, и он касается этимологии одного слова. Значит, сегодня мы разбирали, что есть слово Аба, которое означает Отец. И есть также известное слово Баба, которым в Индии обозначают каких-то святых, мудрецов, отшельников, и ещё в некоторых языках им обозначают, например, отца или близкого родственника. Но, когда я искал этимологию вот этого слова Баба, я нашёл противоречие. То есть, одни говорят, что источник — это санскрит, а другие говорят, что источник — это дравидийский язык. То есть, этимологически, вот, если сможете подсказать, что таким послужило первоисточником для того же слова Аба. Вот, буду очень благодарен. А в каких языках вы смотрели? Ну, я смотрел Бенгали, вот, я смотрел санскрит и смотрел хинди, вот, ну, и слышал в арабских есть это. Нет, ну, если это с Индией, если это индоридский язык, то, наверное, оно там собственное. Но, там такая интересная история, она, что вот эти вот термины для отца, вот эти вот Абу, Абу, они есть и в дравидийских языках, и в индоридских. встречаются уже очень как-то рано, я смотрю про это, но они как бы развиваются параллельно, и сказать, вот, лично я, сказать, кто из них был первым, я не могу, и, в принципе, вот, я с Георгием Старостином тоже это обсуждала, он тоже говорит, что вот на таком раннем уровне это уже не очень понятно, но вот насколько я знаю, может быть, другие страны. Хорошо, Ванил, спасибо. Спасибо большое за вопрос, есть еще вопросы, комментарии? Если нет, то я тогда, мы тогда завершим эту сессию, этот день, спасибо всем присутствующим, вот, завтрашний день обещает быть тоже, наверное, насыщенным, если сегодня два доклада были сняты прям незадолго до начала конференции, то завтрашний день напротив два доклада были предложены прям накануне, это доклад Владимира Кирилловича Шохина и доклад Белова Владимира Николаевича. Но завтрашний день будет бодологический и философский. Первую половину будет вести Андрей Силович Пальбак в бодологическую секцию, вторую, вероятнее всего, я. Будем надеяться, что мы будем удерживать регламент, но, наверное, не такие будут обширные доклады, не такие подробные, может быть, не такие интересные, я имею в виду в плане живописания различных вещей таких, да, но, тем не менее, мы все ждем и надеемся, что вы подключитесь к нам. Спасибо. Вопросы какие-то есть по регламенту, по программу мы выслали, она у нас менялась буквально в 12 часов ночи, последние еще, так что самая последняя версия, вы можете увидеть ее, Ярослав Владимирович должен был прислать уже. Спасибо большое. Простите версию. Большое спасибо. Там уже есть вот эта замена, да? Да, замена уже с Владимиром Кирилловичем, он последний прислал, прям буквально там к полуночи, и я надеюсь, что больше не будет никаких замен, во всяком случае, все подтвердили свое присутствие, и не будет, надеюсь, никаких вот таких срочных, как говорится, срывов. Так эту окончательную программу вы же заслали или мне только послали пока? Я разослала вам, прислала, и, по-моему, мне кажется, уже в полуночи я, мне кажется, выслала еще по общему списку. Вау, мне тоже кажется, что вы собирались, да. Есть? В 0.23 я получила. Есть, да? То есть вы получили там как бы обновленное. 89 получателей. Вот это как раз обновленный список был уже отредактированный. Ясно. Значит, завтра к 11 собираемся. Завтра к 11, да, по тому же регламенту, я думаю, что Андрей Силович, он будет вести, наверное, более, как говорится, собрано, да, то есть 30 минут, поэтому, если здесь есть завтрашние докладчики, просьба соблюдать регламент, потому что таких послаблений, наверное, не будет. может быть, начать собираться чуть раньше, чтобы мы начали ровно в 11, то есть хотя бы без 20 начать собираться и начнем вовремя. Да. Сегодня мы начали с половиной, как видите, все равно получилось. Я предлагаю начать хотя бы без 20 собираться, иначе просто снова будем полтора часа позже. Ну, конечно, давайте пораньше подключаться. Да, просто чтобы хотя бы поздороваться со всеми, кого сто лет чтобы это не занимало еще полуслов. Да, ну, вот я со своей секцией уже мы проконсультировались, так что они уже все поздоровались. Я думаю, что мы приступим прямо к делу. Отлично. Здорово. Тогда до завтра? До завтра. Спасибо за поддержку, за присутствие. Спасибо. Да, всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Я останавливаю стрим. Спасибо.